Люблю путешествовать, что готов сегодня просто весь день говорить исключительно о туризме и ни о чем другом. Да, потому что я еще раз напоминаю, что сегодня 27 сентября, замечательный праздник, всемирный день туризма. Вот я знаю, Кость, что ты любишь путешествовать, в том числе по Приморскому краю, за границей, вообще, ну, если даже кто не путешествовал, ну, все мечтают об этом, во всяком случае, путешествуют виртуально. Ну, вот у нас сегодня такое путешествие будет. В честь Всемирного дня туризма, Радио Лема совместно с туроператором Фрегатайра при поддержке агентства по туризму Приморского края объявляет первый интерактивный радиомарафон Listen to the World 2020. И сегодня в эфире Радио Лема мы, как раз, как я и сказала, совершим виртуальное путешествие. Ну, взяла и рассказала главную интригу дня, а я посвящу вас в подробности. Сегодня весь день до 18 часов вечера, дорогие радиослушатели, обсуждаем темы, куда уже можно поехать, какие теперь правила въездов, выездов в другие страны, что новенького можно посмотреть, не выезжая из Приморского края. Ну, и вот самое главное, хотелось бы сказать, что сегодня весь день для вас, уважаемые радиослушатели, потрясающие розыгрыши сертификатов, да, Костя, да, на путешествия, авиабилетов, кают на круизном лайнере и просто полезных и вкусных призов от партнеров и участников марафона. Блин, я уже хочу поближе познакомиться и со всем, и вас познакомить с участниками нашего марафона. Начинаем. История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102.7 FM. Я думаю, что прежде всего что-то надо сделать, да, то есть прежде всего, кто у нас в гостях? Да, кто у нас в гостях? И я думаю, что мы уже даже об этом как-то говорили не раз в течение всего продолжения двух предыдущих недель, что у нас организатор марафона, это туроператор фрегатайра, если вдруг вы не знали. Да, действительно, всем жителям нашего города известно, что целых пять лет подряд фрегатайра в этот день проводил фестиваль, посвященный Международному дню туризма, ярмарка путешествий, которая в этом году переросла в масштабный радиомарафон видеотрансляции. Заходите на наш YouTube канал, 8 канал Владивосток и смотрите нас вживую. И уже через несколько минут мы сможем задать все интересующие нас вопросы. Всем, ну не только интересующие нас, а вопросы, которые стоят ребром, можно сказать, потому что основатели компании и владельцы компании фрегатайра сегодня у нас в студии, если честно, они пока молчат, потому что скромничают, но скоро вы услышите их приветствие, они с удовольствием расскажут обо всем, что творится сейчас в туриндустрии, в России, в других странах. И целый день они будут поддерживать нас в прямом эфире, а генеральные партнеры проекта Listen to the World 2020 это не просто какая-то компания, друзья, это одно из любимейших направлений для путешествий приморцев, в частности, это целая страна Япония. Да, дорогие друзья, ну что, я думаю, что страна Япония, мы о ней, конечно же, поговорим, потому что это безумно интересная страна, безумно все, как то, что там происходит, и не только Япония, но мы вот с нее начнем совсем скоро. Да, помимо этого, чтобы вы знали, у нас есть еще и страны, которые тоже будут освещаться очень внимательно и очень точно, это Корея, Тайвань, Сингапур и многие другие. И мы можем узнать сегодня максимальное количество интересующих вас вопросов, вы можете задавать их, присылая сообщения в WhatsApp, студия у нас известная, и известен наш номер в WhatsApp многим нашим радиослушателям, но на всякий случай повторимся. 8-994-008-0090. И самые интересные вопросы мы, конечно же, зададим. И еще один участник радиоморфона – это агентство по туризму Приморского края. Сегодня, как никогда, стали актуальными путешествия по родному краю, поэтому мы обязательно выясним все подробности о маршрутах, о возможностях туризма в Приморском крае. История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102.7 FM. Итак, внимание! Совет по туризму Сингапура сегодня в прямом эфире разыгрывает три подарочных сертификата, в которые войдут фирменный зонт, игрушка, символ Сингапура, Мерлеон, правильно говорить, и дизайнерская тарелка бренда Супермама. Что это такое, вы узнаете, если выиграете, если вдруг выиграете, а вы наверняка сможете это сделать. Что сделать необходимо, чтобы выиграть подарки, описанные выше? Быть подписанным на аккаунт Фрегат Айра и визит Сингапур в Инстаграме. В комментарии к посту с розыгрышем написать «Я б махнул в Сингапур» и отметить друга, с кем бы вы хотели поехать. Ровно в 14.50 с помощью рандомайзера мы выберем трех победителей, с которым достанутся такие прекрасные призы. Также, друзья, важно, что призов будет очень много, о них мы будем говорить регулярно. И, к примеру, Туритическое бюро Тайваня во Владивостоке разыгрывает сегодня три сертификата. Я думаю, что сейчас нужно нам с тобой, знаешь, что сделать? Про Сингапур напомнить, потому что мы об этом сказали. Ну, тут, так сказать... Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие в Сингапур. Да, а я продолжим. А мы сейчас еще одно... Уже мы продолжаем с тобой, и мы сейчас куда? В Тайвань. Ты сказал про Тайвань, значит, сейчас будет Тайвань. У нас что еще есть? Музыкальный... Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие на Тайвань. Что же за это путешествие сможет получить слушатель наш? Мы уже об этом с удовольствием. Туритическое бюро Тайваня во Владивостоке разыгрывает сегодня три сертификата с предоплаченным бюджетом в ресторан паназиатской кухни «Зума». Условия конкурса. Подпишитесь на аккаунты Тайваня в Facebook или Instagram. Ну, набивайте в поиске «Тайвань. Сердце Азии» и прочитайте три последних поста в аккаунте. На сайте frigataero.ru в разделе «Марафона» опубликованы три вопроса. Обращаю ваше внимание, ответы на вопросы содержатся в постах. Присылайте свои ответы на WhatsApp. Радио Лемма по номеру 8994-008-0090. Ну и в течение сегодняшнего дня до 16.00 по Владивостоку с пометкой в тексте «Сообщение Тайвань» и выигрывайте один из трех призов. Именно победителей озвучим в прямом эфире. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Приморье. Но не только заграница нам поможет, потому что, знаете что, друзья, заграница за границей, а ведь родной Приморский край тоже славен разного рода красотами. И призы от Агентства по туризму Приморского края, конечно же, тоже будут. Это путешествие по нашему красивому Приморью, это катерная прогулка, все красоты полуострова Гамова, это сплав по реке, это остров Путятина. Что нужно сделать? Опять же, во-первых, нужно слушать наш радиоэфир. Если вдруг вы его совершенно случайно или целенаправленно услышали сейчас, то знайте, это нужно будет сделать и в 15.00. А просто не выключать радио Лемма можно, в принципе, в течение сегодняшнего всего дня, потому что много интересной информации. В прямом эфире с 15.00 до 16.00 будет проходить викторина. Звоните в студию, когда услышите мой призыв и правильно отвечаете на вопросы. И путешествие по Приморскому краю, оно окажется вашим. Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие в Корею. А идем дальше. Призы от представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке сегодня. Два сертификата на путешествие в Корею, каждый номиналом 30.000 рублей. Условия конкурса быть подписанным на собака-фрегатайро и собака-визиткорея.вл. В комментарии к посту с розыгрышем написать хэштег «Хочу в Корею» и звездочка. И отметить, извините, друг друга с кем бы, каким бы участником хотел бы поехать. Сделать репост поста с розыгрышем в сториз и отметить собака-фрегатайро и собака-визиткорея.вл. С помощью рандомайзера мы будем определять тех, кто будет победителями. Их будет два человека. Имена победителей мы озвучим в прямом эфире радиомарафона на Радио Лемма, 102.7 FM, между прочим, в 17.00. Ну, а мы продолжаем. И что же за музыка вдруг внезапно зазвучит сейчас? Возвращаемые диетери. Да, она зазвучит, она зазвучит, Костя. Но дело в том, что я вот немного тут понимаю, что тут волнуемся, волнуемся. Вот сейчас, сейчас подожди, она зазвучит. Три, две, одна. Поехали. Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие в Японию. А Япония нас будет встречать очень радушно. Японский национальный туристический центр, туристическая организация Японии. Что же будет, между прочим, выдано? Друзья, это, во-первых, билет в Токио на сумму 25 тысяч рублей. Уже аж хочется оказаться там. Два билета в Токио на сумму 50 тысяч рублей. Они что, повышать ставки собираются именно в такой геометрической прогрессии? Что сейчас я услышу? 100 тысяч, что ли? А, точно, смотри, сертификат на путешествие в Японию на сумму в 100 тысяч рублей. Ой, вот здесь обычно звучат аплодисменты, потому что обычно мы радиомарафоны на такой теме останавливаем для восхищения. Потому что 100 тысяч рублей, это серьезная задача. И условия конкурса, в принципе, довольно простые. Заполнить анкету на сайте Fregat Aero до 16.30, указав конкретные контакты, телефон, необходимо свой указать, и адрес электронной почты. С 17 до 18.00 через генератор случайных чисел будут выбраны три номера победителя. Если генератор случайных чисел выбрал номер вашей анкеты, ответить на звонок ведущего в прямом эфире тоже нужно будет. При отвеченном звонке номер выб... При неотвеченном звонке, прошу прощения, номер выбывает из розыгрыша, поэтому будьте на чеку. С 17 до 18.00. В розыгрыше принимают участие только совершеннолетние. Пуа-пуа-пуа-пуа-пуа. Поэтому, если вдруг вы очень юная, красивая девчонка с голосом 10-летнего ребенка, как-то, не знаю, сделайте серьезный вид. Перед розыгрышем автоматически удаляются анкеты с повторяющимися контактными данными. Поэтому несколько раз заполнить анкету, к сожалению, для хитрых владивостокцев не получится. Вот таким оно будет путешествие в Японию. Вот такие условия у нас. История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102,7 FM. И, конечно, призы от организатора марафона, туроператора фрегат Аэро. Традиционный чемодан. Кто бывал на ярмарке путешествий, тот знает, что это традиционный ежегодный приз от организаторов. Второй приз – чехол на чемодан. Эти призы мы разыгрываем в 17.45. Что нужно сделать? Дозвониться первым в эфир радио Лема. Как только услышите призыв «Хочу чемодан от фрегат Аэро» и поздороваться с ведущими на языке той страны и путешествия, по которой мечтаете отправиться. Ничего себе. И самый, на мой взгляд, желанный приз сегодня – это, подождите, неужели и круиз на шикарном лайнере Коста Семеральда пятизвездочным тоже разыгрывается? Да, разыгрывается, Костя. Да что эти ребята из фрегат Аэро себе позволяют? Откуда такие ресурсы? Ну, знаешь, чтобы получить этот супер приз, нужно всего лишь заполнить анкету на сайте фрегат Аэро до 16.30, указав конкретные контактные данные, телефон, имейл. Из 17 до 18 через генератор случайных чисел будет выбран один номер победителя. Один номер победителя. Подождите, так, один номер победителя, чемодан есть же с чехлом, по идее, будет. Второй, ладно, разберемся в процессе. Просто будьте на связи, грубо говоря, будьте в прямом эфире рядом с нами. Из 17 до 18 ваши шансы на победы будут увеличиваться с каждой секунды. Если генератор случайных чисел выбрал номер вашей анкеты, ответьте на звонок ведущего в прямом эфире. При этом на отвеченном звонке номер выбывает из розыгрыша. В розыгрыше участвует только совершеннолетний. Да что ж опять такое? Что за дискриминация активных? Один человек, одна анкета, Костя. Один человек, одна анкета. Да, вот понимаешь, в общем-то, хочу сообщить нашим радиослушателям, что все выигранные сегодня призы вы можете получить в офисе фрегат Аэро по адресу. Океанский проспект 69, торговый центр «Галерея». И кроме того, сегодня каждый желающий может прийти в гости в офис фрегат Аэро, узнать любую интересующую вас информацию о путешествиях в любую страну, о новых интересных направлениях в России, Приморском крае и вообще весь день в офисе фрегат Аэро. Праздничное настроение. Для гостей организована фотозона, угощения и памятные сувениры. То есть придя сейчас во фрегат Аэро, мы можем фуршетиться, получается? Все включено, Костя, просто все включено, понимаешь? Прямо такие пятизвездочные туроператоры, я вам скажу. Да, давай уже, наверное, переходить к нашим гостям. Да, давайте переходить к гостям, потому что они уже на самом деле ждут нас достаточно долго. Пока что мы настраивались. Скажу сразу, во-первых, у нас довольно большие амбиции на сегодняшний день. Будет большое количество подарков. Если вы слышите нас сейчас, то запоминайте с этого мгновения. И ровно до 18 часов оставайтесь с нами на связи. Ведь на связи с нами сегодня оставаться как минимум полезно для вашего здоровья. Почему я говорю для здоровья? Потому что ничто так не восстанавливает ощущение радости в организме, как возможность куда-нибудь рвануть в свой выходной или свой отпуск. Ведь именно для этого эти ресурсы и называются рекреационными. Потому что устав от работы, ты приходишь и чувствуешь... И расслабляешься, Костя. Ну или как приходишь с устава от работы, или закончив определенный период, уезжаешь куда-нибудь. В общем, начинаешь вести здоровый образ жизни. Перезагружаешь мозги. По всем направлениям. История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102.7 FM. И что дальше? Ну, начинаем с гостей. Я знаю, что у нас на связи есть люди очень серьезные. Это, между прочим, вы представляете? Это консул. Прям настолько серьезные люди у нас, между прочим. Да, мы, кстати, вот за кадром. Вроде как его так, знаешь, чуть-чуть он разговаривал. Мы его чуть-чуть запустили в эфир. Ну, слово как бы дадим ему сейчас. Правильно? Да. Но, на самом деле, давайте представим полностью. Все регалии назовем. Все-таки человек серьезный. Заместитель генерального консула Японии во Владивостоке господин Тойасима Суитиро. Суитиро. Правильно? Да, правильно. Тойасима Суитиро. Напоминаем, что генеральный партнер радиомарафона о путешествиях Японская национальная туристическая организация. И прямо сейчас давайте послушаем обращение господина Тойасима в нашем эфире нашим слушателям. Тойасима Суитиро. Уважаемые дители Приморского края, сегодня я выступлю с небольшой речью по сути проведения радиомарафона, присутствующего к миру. Прежде всего, хотел бы выразить благодарность за представленную возможность организатору радиомарафона компании Fregato Aero. К сожалению, в настоящее время из-за распространения коронавирусной инфекции между Японией и Россией приостановлено авиасообщение за исключением специальных рейсов. Однако, если бы не сродилась эта неблагоприятная ситуация, то пассажирпоток между Владивостоком и Японией был бы огромен. Интерес Японии к Владивостоку чрезвычайно возрос, доказательством чему служит открытие этой весной регулярных рейсов между Владивостоком и Токио японскими авиакомпаниями JAR и ANA. Они добавили 10 рейсов в неделю к уже существующим рейсам российских авиакомпаний, благодаря чему Владивосток и Япония стали еще ближе. В прошлом году пассажирпоток между Японией и Россией достиг рекордной отметки в 230 тысяч человек, 35 тысяч из которых составили граждане Японии, посетившие Приморский край. По сравнению с предыдущим годом, рост турпотока из Японии в Россию составил 70%, что превращает аналогичные показатели в отношении других стран. С другой стороны, увеличилось и число россиян, и естественно, деятели Дальнего Востока, посетивших Японию. В прошлом году Японию посетило 120 тысяч граждан России, из которых 56 тысяч человек – деятели Дальнего Восточного региона. В Японии не только в крупных городах, таких как Токио или Осака, но и в регионах есть много красивейших живописных мест, обладающих своей особенной притягательной силой. Японские префектуры, начиная с северной Акито и далеко югу, Тойама, Осака, Тоттори и Шимане, имеют дружественные и побратимские связи с Приморским краем. Кстати, префектура Акито – это еще родина нового премьер-министра Японии Суга Йосихиде. Родители моей жены проживают в префектуре Тоттори. Наша семья часто приезжает туда. Это потрясающее место с красивой природой и вкусной кухней. Однако, не только эти, но и другие префектуры обладают своим неповторим шармом. Ручаюсь, что куда бы вы ни отправились по Японии, вам обязательно понравится. Кроме того, в каждом регионе есть свои сакеделени, и вы можете насладиться вкусом саке, характерным исключительно для данной префектуры. А на Окинаве производят спиртный напиток Ауамоли, который по крепости приближается к русской водке. Он тоже очень вкусный. Так что рекомендую, обязательно отправляйтесь в пути по регионам Японии. В январе этого года мы запустили год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, для того, чтобы русский народ смог как можно больше узнать об отрывании японской земли. Последствием мероприятий в рамках года межрегиональных обменов мы надеемся расширить географию японо-российского сотрудничества, укрепить дружбу и угробить взаимопонимание между нашими странами. К сожалению, в настоящее время из-за коронавируса мы не можем в полной мере реализовать эти проекты, но намерены продолжать работу над ними вплоть до декабря следующего года. Конечно, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, но надеемся, что в будущем нам удастся успешно воплотить в жизни планы по развитию японо-российского межрегионального сотрудничества. К нам в Генеральное консульство поступает много вопросов касательно того, когда можно будет поехать в Японию. К сожалению, на сегодняшний день нельзя сказать ничего определенного. Остается надеяться, что ситуация с коронавирусной инфекцией разрешится как можно скорее, и взаимные визиты. Детели наших стран возобновятся. В заключении хотел бы поддержать всем приморцам счастье, крепкого здоровья и много новых великолепных путешествий по Японии. Спасибо за внимание. Друзья, было великолепно послушать. Я, если честно, заслушался и даже захотелось немножечко прокатиться по японской стороне. Да, это был заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Туисима Сойтира. Ну, а пока он говорил, пока мы рассказывали о формате сегодняшнего марафона у нас в студии, сидели и ждали своего звездного часа, два улыбчивых человека, мы возвращаемся к нашим гостям. Наконец, у нас сегодня присутствуют владельцы компании «Фрегатайра». Это Сергей и Ольга Алексеевы. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Поближе немного. Скажите, пожалуйста, как настроение у вас? Отличное праздничное. Прекрасное солнечное. Вопрос такой. Как вообще, в принципе, индустрия пережила эти пандемийные явления? Хотя, вижу, что, учитывая, что вы улыбаетесь, хорошо выглядите и прекрасно себя чувствуете, я понимаю, что все-таки пережила, и это уже большое дело. Но с точки зрения вот индустрии в целом, как пережито это все было? Ну, что я могу сказать? Этот год особенный, особенный для всех. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это может быть просто передышка. Может быть, передышка для того, чтобы мы подумали о той мечте, которую хотелось осуществить, и не получалось. Может быть, это передышка для того, чтобы мы вспомнили то, где мы были, когда мы были, с кем мы были, и опять пообщаться с этими людьми. Вот, поэтому хочу сказать, что туризм жил, жив и будет жить. И поэтому мы сегодня проводим праздник. И называется он Listen to the World. Listen to the World 2020. Заговорил. О посвященном Международному Дню Туризма. Дайте путевку уже, Костя. Да, куда-нибудь. Как произношение, чтобы он свое покажет. Согласитесь, что, грубо говоря, что имеем, не ценим, потерямши, плачем. И оценить вообще вот эту ценность путешествий и возможность смотреть мир можно только тогда, когда тебе вдруг это почему-то нельзя. Да, вообще, вот как развивается ситуация сейчас на данный момент? В какие страны можно поехать? Да, куда можно. Какие вылеты открыты? На каких условиях вообще? Как сказала Оля, перезагрузка произошла, страны начинают постепенно открываться. На сегодня, на сегодня у нас открыты для россиян, конечно же, Турция. О, да, да, да. Солнечная Турция. Солнечная, великолепная, красивая. И поэтому туристы уже активно туда поехали. Абхазия, Великобритания, Танзания. Белоруссия, Казахстан. Ну, это пока вот все. Объединенные Арабские Эмираты. Забыл Сергей Иванович, конечно. Да, по большому счету, вы так перечисляете. Список, кроме Таиланда, включает все страны, в которые я хочу. Ну, еще и не забывайте, что это. Сочи, это Байкал, это Алтай, это Санкт-Петербург, это наша любимая Москва. И вообще, северное сияние. Норильск. Путешествие в Норильск, это дерзкое, дерзкое новое направление, которое появилось, судя по всему, в процессе вот этих пандемийных явлений. Крым, не забывайте, у нас же есть Крым, не забывайте. У нас есть Крым, у нас великолепный Крым. Сочи, Крым, это одно из топовых мест. Мы недавно слушали в прямом эфире, было предложение, расскажите, слушатели, какой город вы хотели бы посетить. И один из слушателей говорит, город Саки в Крыму. Вы знали, что город Саки на 20% состоит из инвалидов-колясочников, для которых там создана уникальная инфраструктура, и это город с уникальными лечебницами опорно-двигательного аппарата. Или я не тем людям рассказываю что-то новое о путешествиях. По-моему, не тем людям задаешь вопрос, Кочка. Я к тому, что вы наверняка знаете вообще все об этом. А что побудило вас в этом году взять и переформатировать ярмарку путешествий на радиомарафон? Что послужило причину? Ну, наверное, такой вопрос странный немножко, когда у нас все еще закрыты границы, и все еще запрет на какие-то массовые большие мероприятия. Но, наверное, побудило то, что мы хотели сказать, что даже когда все закрыто, мы можем общаться, мы можем рассказывать о путешествиях, мы можем мечтать, мы можем планировать, и уже в конце концов мы можем купить путешествия на следующий год. А, в конце концов, это, почему мы еще этого не делали? Говорят, что в марте все закончится, и уже можно откроются практически все границы. Оксана, давай так, сейчас вот еще минут 15 в эфире, а потом идем во Фрегатаера оформлять что-то. Оформлять обязательно. Кстати, а вообще, а сколько стоят, нет, не так. Какие туры вот, и на какой бюджет? Да, вот я так понимаю, что Фрегатаера, кто ваш клиент? На какой бюджет ориентироваться, если захочет человек прийти к вам уже завтра, послезавтра начать планировать свое путешествие? Есть какое-то понимание вообще, в принципе, бюджета на путешествие? Вы знаете, это вот, наверное, в нашей голове есть то, о чем мы сейчас говорим. Но я всегда говорю людям, никогда никого не слушайте, потому что, когда вам кто-то что-то рассказывает, это все-таки их платьица, которую они на себя одевают, а у вас совершенно другое платьице. Поэтому приходите к нам, рассказывайте свои мечты, и вообще, сколько вообще бюджета вы готовы на это потратить? А, вот так. И да, и наши менеджеры, они сядут и сделают вам то, на что вы рассчитываете и о чем вы мечтаете. То есть личная работа с каждым клиентом? Конечно, конечно. А копье предложат? Обязательно, обязательно. А вообще, сколько лет Фрегатаера уже на рынке туристическом? Давно ли? Ой, давно. Около 30 лет. Ого! Мы работаем на этом рынке, оказываем все услуги, касаемые туризма, отдыха, путешествий и все, что связано с этим. А у вас, извините, что прерываю, но просто интересно, ваш личный гештальт по путешествиям закрыт, вы уже все объездили, что было вообще возможно, или еще где-то не были? Ой, до этого еще много, долго. Норильск, Норильск уже закрыт? Нет. Нет, Норильск еще открыт. Я к тому, что вы еще там не были, да? Хорошо. Пока еще не было. Что вообще вы хотели бы, ну, как-то вот пожелать нашим слушателям, которые сидят сейчас и о путешествиях, к сожалению, только мечтают? Вот что можно сказать людям, которым вы столько лет помогали обретать мечту о кругозоре, что можно сказать им вот в этот период? Я хочу сказать только одно. Но мы мечтали уже практически год, поэтому давайте перейдем к планированию. Просто перейдем к планированию и осуществлению своих мечт. И главный вопрос? Мечтаний и мечтов. Оксана, подожди, я не могу не задать. Это важно. И все слушатели сейчас прильнули к радиоприемникам, когда откроется суй-фунь-хэ. Пока вопрос. Открытый. Хорошо, что... Плохо, что вопрос открытый, а не суй-фунь-хэ. Ну, это была шутка, да. Ну, будем надеяться, что это все-таки произойдет. В ближайшее время. Да, в ближайшее время. Спасибо вам большое. Мы тоже желаем вам от души процветания, чтобы еще 30 раз по 30 существовала ваша замечательная компания. Возглавляемая вами, чтобы изобрели все... Исполнялись обязательно ваши желания. Мы благодарим вас от всей души. И желаем нашим радиослушателям, чтобы их мечты и желания тоже исполнились. Ой, хорошо бы, хорошо бы разомнеться. Мир полон впечатлений и новых открытий. Путешествуйте с нами. Фрегат Айро. Хочется сказать большое спасибо нашим гостям за интересную такую полезную информацию, потому что у нас в гостях были замечательные люди. Это основатели компании Фрегат Айро Сергей Алексеев и Ольга Алексеева. Ну, а мы что хотим сказать, что нашим гостям за любой интересной информацией, полезной, а по сегодняшнему случаю еще и за угощениями, судя по тому, что я знаю о сегодняшнем дне, можно приходить уже сейчас, друзья, в офис Фрегат Айро по адресу Океанский проспект 69, торговый центр галереи, где сегодня каждый желающий может узнать любую интересующую информацию о путешествиях в любую страну, о новых интересных направлениях в России, в Приморском крае. И вообще весь день в офисе Фрегат Айро праздничное настроение для гостей, организованы фотозона, угощения и памятные сувениры. Замечательно. Еще раз большое спасибо. Ждем наших следующих гостей. Друзья, друзья, мы хотим рассказать о первом из наших участников-партнерах радиомарафона Listen to the World 2020 о Национальной Организации Туризма Кореи. И начнем с хороших новостей. Вообще с сегодняшнего дня, с 27 сентября, если вы не знаете, что за день сегодня, принято решение о возобновлении авиасообщений между Российской Федерацией и Южной Кореей. Рейсы будут осуществляться в Сеул раз в неделю. Правда, из города Москвы, поэтому новость хорошая, но с начала до Москвы 9 часов, а потом обратно в Сеул. Длинненько получается. Хотя, если очень надо, то уже возможно. Пока по прибытию все же будут вас просить две недели посидеть на карантине. И для путешествия все еще нужна виза. Но верится, что лед уже тронулся. Рад вас на это. И скоро мы сможем вернуться к привычному ритму жизни. Путешествия в Корею будут без виз, без проблем и без ограничений. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Корею. Да, вот, Костя, ежегодно Корею посещает около 10 миллионов иностранных туристов, которых привлекает богатая история, традиции, разнообразие туристических достопримечательностей. Ну и, наконец-то, возможность, как мы уже сказали, стала снова доступной. Да. Когда будете собираться в путешествия по Корее, задайте вопрос Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке. Там всегда самая свежая и полезная информация о международных конференциях, выставках, проводимых в Корее, о путешествиях и досуге. Все для того, чтобы ваше пребывание в Корее было незабываемым. Заходите в представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке по адресу улица Океанский проспект, 17, офис 102, первый этаж, офисный центр Прэш-Плаза. Напитаться красотой природы и широтой просторов. Путешествуй с нами. Но если вы сможете, смотрите нас на Ютьюбе, а это уже, кстати, возможно, мы транслируемся напрямую, можете даже поменять звук на картинку, если вам нужно куда-то смотреть. Так вот, вы уже могли заметить, что в нашей студии две кореянки. Да. Правда, они кореянки только по духу. Сердечки, кстати, показывают правильно. Девчонки, как показывают сердечки в Корее. Да. Любительницы кей-попа. Да-да-да. Что же за девчонки у нас в студии? Мы готовы познакомить слушателей первого радиоморфона о путешествиях с нашими гостями из представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке. У нас в студии встречайте Минеева Ульяна и... Ох ты, ничего себе, фамилия. Мавлетуддинова Лейсан. Мавлетуддинова Лейсан. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте, да. Очень приятно. Мы специально вам включили микрофон, чтобы вы нас могли поправлять. Вы, я так понимаю, что менеджер по туризму и менеджер по медицинскому туризму. Все верно, все верно. А кто из вас лучше знает Корею? Кто ее больше любит? Ого! Сейчас будем соревноваться. Нет, вообще, вот с какими вопросами к вам можно прийти? Ну, основная задача НОТК – это максимально красиво и понятно представить страну. Мы готовим и размещаем статьи, рассказывающие о Корее, проводим рекламные акции в российских СМИ и так далее, сотрудничаем с туроператорами, организовываем различные поездки ознакомительные в Республику Корея для туроператоров и представителей прессы, участвуем в международных и региональных выставках. То есть к нам можно прийти за любой информацией касательно туров в Корею, а также за брошюрами. Все, что нужно для туриста, все у нас есть. А корейские поп-группы регулярно звучат у вас в офисе? Никогда. Ну, вы фанатеете? Фанатеете сами? Мы... Или вы из поколения Gangnam Style еще? Еще раньше. Ого! То есть вы, я так понимаю, что эту работу выбрали не потому, что это возможность заработать денег для молодой девчонки, а, наверное, потому что Корея для вас какое-то значение имеет. Вот что в Корее вас больше всего заставляет любить эту страну? Ну, наверное, меня заставляет любить эту страну их уровень ответственности, людей именно, уровень ответственности, любовь к самой стране, самими корейцами. То есть они полностью отдают себя своей работе, своей семье, всему, что они делают. Поэтому мне всегда, когда я на это смотрю, мне очень это приятно наблюдать за этим. А вот когда обычный турист, я так понимаю, что вы были в Корее вообще? Конечно, конечно, много раз. Когда обычный турист приезжает в Корею, может быть, на опыте своем, опыте своего первого путешествия в эту страну, страну гор и красавчиков, кей-поп-групп, не могу эту тему не затрагивать, потому что сейчас фильм идет об одной из такой групп. Винер, по-моему, называется. Да вы фанат. Да, вы, по-моему, знаете больше, чем мы. Я сейчас, если бы не этот стул, я бы начал танцевать в движении этих клипов. Так потому что что обычно поражает первое туристов, приехавших в Корею? Гостеприимство, может быть? Я тебе скажу, вот что, как я, когда я приехала в Корею, первый, второй раз, меня поразило, в Инчхоне мы были, там есть умный город Сагдо, который, значит, да, делают. Вот, и когда я увидела технологию, когда мне захотелось кинуть бумажку в урну какую-то, я не нашла урны. Мне сказали, что урны там нет, там у них под землей построены такие трубопроводы мощные, пылесосы, и проложены по асфальту, по всему периметру такие решетки. То есть ты бумажку туда закидываешь, пылесосы работают, и куда-то они, в общем, это все усасывают, как говорится. Усасывают. Звучит, звучит. Да, понимаешь? Хорошо, для радиоэфира слово такое выбор. Ну, а как я скажу, ну, всасывают, ну, что они там делают? Уносят. Уносят куда-то, да, правильно. Максимально технологично. Да, максимально технологично. А если говорить о том, что вот первый раз это то, что вы сказали, а вы как люди многократно скорее знакомы, вас что-то до сих пор еще удивляет там? Все, это был ответ, это был ответ. Мне нравится. Ну, как я уже сказала, трудолюбие, наверное. Я всегда поражаюсь тому, как они работают, очень много, очень усердно, и я хочу так же иметь… Подождите, стойте. То есть вы имеете в виду, что в Корею нужно съездить, чтобы посмотреть, как работают люди? Знаете, это отражается на всем, в том числе на сервисе. То есть если вы придете в какое-нибудь кафе, либо в какое-нибудь место, где обслуживают, вы увидите большую-большую разницу, например, с нашими местами. То есть люди там отдают себя полностью и работают на 100%. Мы знаем, что есть некая акция, запланированная на 2021 год для российских туристов. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет? Да, что ждет нас? Да, действительно, в связи с празднованием к 2020 году, 30-летия дипломатических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией, специально для российских туристов подготовлены специальные скидки и предложения, которыми можно воспользоваться в течение 2020 и 2021 года. То есть это различные скидки на посещение достопримечательностей, таких как парк развлечений Эверленд, Сеульская башня Намсан, да, традиционная деревня Минсокчен, а также другие места, около 100 достопримечательностей. Все, везде возможны скидки. Вот, и партнерами акции выступают компании Чеджу Эйр, Тивэй и Эйр Пусан. А что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно иметь при себе паспорт свой и также авиабилет любого, получается, любой авиакомпании. Нет, подождите, вы так говорите, как будто человек взял паспорт в руки, взял билет авиакомпании, и тут же вокруг него материализовалась какая-то скидка. Нет, наверное, нужно куда-то писать, куда-то идти, что делать? Нет, никуда не нужно. То есть нужно иметь только паспорт и авиабилет. И вы приезжаете, и тут же большими буквами написано «Сегодня у вас скидка», да, или как? Можно обратиться к нам, мы предоставим, мы дадим брошюру, в которой указаны все-все-все скидки и возможности, которые есть для российских туристов по этой акции. Да, ты хотел еще что-то спросить. Я хотел спросить, во что в Корее лучше? Кухня, пейзажи, горы или корейцы? Все вместе. Вот я так и думала, что девушки так и ответят. Все. Они политически подготовлены. Все одновременно. Вот все, вот так просто, дорогие путешественники. Я напоминаю, что у нас в гостях первого радиомарафона о путешествиях сотрудники представительства национальной организации туризма Кореи во Владивостоке, Мавлеудинова Лисан и Минеева Ульяна. Подождите, это не вы, жена Павла Воли? Пока нет. Ха, пап, нечего. То есть вы не теряете надежды. Есть еще шанс. Хорошо. Друзья, спасибо большое девчонке. Я знаю точно, что если у кого-то остались вопросы, если кто-то хочет просто познакомиться с такими красотками, как вы, то подробную информацию обо всем, о чем они только что вскользь, к сожалению, из-за маленького количества времени упомянули, о скидках, о поездках, можно получить в представительстве национальной организации туризма Кореи во Владивостоке по адресу улицы Океанский, проспект 17, офис 102, первый этаж. Сотрудники могут сделать ваше путешествие еще более интересным и запоминающимся. Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие в Корею. Ну что ж, друзья, возвращаемся к нашим гостям в студии. Хотелось бы теперь спросить у Ульяны. У Ульяны Сергеевны, если у вас по отчеству можно, менеджера по медицинскому туризму, какие основные медицинские направления востребованы у наших соотечественников? Вы знаете, особенно популярными направлениями для наших соотечественников являются, конечно же, онкология, кардиология, а также гинекология и ЭКО. Нужно отметить, что в онкологии, в области онкологии корейские клиники достигли самых высоких показателей выживаемости после операций в мире. То есть даже круче Германии и всех этих раскрученных европейских брендов? Возможно, там по отдельным видам рака. И, конечно, здесь в Корее используются самые новые технологии, самые новые методики по лечению рака. И в последнее время среди наших соотечественников также пользуются большой популярностью так называемые медицинские чекапы. О, я слышал про чекапы, это когда ты едешь почти что в санаторий, но в течение этих двух недель тебя обследуют, обследуют, обследуют. И в итоге ты приезжаешь отдохнувший и обследованный. Две недели – это даже очень много. То есть чекап, суть чекапа в том, что это такое комплексное медицинское обследование. Вы можете пройти обследование за несколько часов, а результаты будут уже готовы буквально через несколько дней. Это очень удобно. И на самом деле, когда мы регулярно проходим чекапы, это может помочь выявить какие-то ранние патологические процессы в организме, и затем это эффективно скажется на лечении. Нет, ну вообще я точно скажу на своем личном опыте. Я чекапы не проходил, но мы как-то нашу подружку встречали с подобного рода. А нет, 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 мы встречали, она не могла забеременеть, ездила для того, чтобы сделать какие-то процедуры, и мы встретили ее, помнится, в аэропорту, начали предлагать ей коньяк радостно, а она сказала, нет, уже не надо. И все, и спустя 9 месяцев у нее все получилось, представляете, было круто. Здорово, здорово. Ну а Урианна Сергеевна, почему мы назовем сразу Сергеевна, потому что, коли заговорили о медицине, хочется сразу же посерьезней тон выбрать. Скажите, а если я даже не знаю, что беспокоит вот меня, и вообще мне ничего не беспокоит, я знаю, что здоров как никто. Вот в таком случае есть ли смысл ехать и какие-то выявлять сюрпризы? Я думаю, есть, потому что это такая забота о самом себе, любовь к самому себе. Вы, например, можете зайти к нам в офис, и мы расскажем вам о том, какие агентства по медицинскому туризму существуют во Владивостоке, на Дальнем Востоке, и затем, обратившись в агентство, они могут подобрать для вас такую специальную программу чекапа, которая будет соответствовать вашим индивидуальным потребностям. Например, у вас когда-то там давно болел желудок, и вы хотите поехать в Корею и пройти чекап только пищеварительной системы. Или, как вы уже сказали, ваша знакомая хотела, ну, она планировала беременность, и можно пройти чекап такой ранней диагностики для будущих родителей. Это очень полезно и очень будет эффективно. Вот получить такую консультацию, я так понимаю, что можно в самом центре Владивостока. Это представительство Национальной организации туризма Кореи в Владивостоке, находящийся по адресу улицы Кенский, проспект 17, офис 102, первый этаж. Но вообще, чем, если не секрет, именно занимается представительство Национальной организации? Вы сказали об агентствах, то есть вы, получается, не являетесь таковым агентством? Вы это как контролирующий орган или консультирующий? Что вот конкретно, если не секрет, делает организация? Да, мы занимаемся, да, мы не продаем туры. Мы занимаемся распространением информации о туризме в Корее, о Корее как о стране туристического назначения. То есть мы помогаем российским туристам узнать про Корею как направление. Но туры мы, конечно же, не продаем. Мы не коммерческая организация. Наш бюджет идет из государства Кореи. То есть вам можно верить сейчас вашим словам и вашим советам? Конечно, можно верить. Вот, и да, наша миссия — это увеличить турпоток в Республику Кореи. По-корейски что-нибудь скажите. О! А что сказать? Аньоасео! Аньоасео! Так, это текст песни одной из поп-групп корейских. Вообще, я, честно, в довесок вашим словам, опыт не могу лично искать. Был в Корее четырежды, и четырежды был в разных местах. Но больше всего мне поразила одна история, когда мы были в Австралии с ужаснейшим австралийским сервисом. И там было все достаточно жестко, неприятно, не по-русски. А потом мы приехали в Корею, и так получилось, что стыковочный рейс не получился. И нас оставили на сутки в Корее отдыхать. И я после вот этого жесткого, неприветливого австралийского сервиса окунулся в такое море гостеприимства. Мне улыбаться начали люди почему-то. Мне казалось, что все, конец уже. А тут раз, и еда вдруг внезапно оказалась вкусной и острой. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Спасибо большое. Мы напоминаем, что в гостях у нас сейчас были, разговаривали с замечательными девушками, представителями национальной организации туризма Кореи во Владивостоке, Мавлиуддиновой Лисан и Ульяной Минеевой. Девочки, удачи вам, хорошего настроения. Подожди, 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 стой. Вопросы, путешествия чего? Еще два вопроса. А, да? Естественно. Задавай. Оксана, я понимаю, что тяжело находиться в студии, когда здесь присутствуют еще другие привлекательные девушки. Это ваша женская сработала. В смысле? Извините, девушки, спасибо, спасибо. Нет, 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 я вот вас не отпущу просто так. Потому что, во-первых, о вашем личном опыте. Я же подводил к этому. Скажите, пожалуйста. А, да, я тебя не поняла, прости. Да, какой город вы бы посоветовали, чтобы совершить свое первое путешествие в Корею, удивиться и получить больше впечатлений, может быть, заняться здоровьем? Вот ваш совет личный. Я могу посоветовать город Пусан. Вы, наверное, много про него слышали, но помимо огромного спектра развлечений и достопримечательностей, а это различные пляжи, аквариумы, музеи, парки, рынок Чагальчи, культурный деревник Камчон и многое другое. Это еще и высокий уровень медицины, высокотехнологичное оснащение клиник и, конечно же, ранее упомянутые мной трудолюбие и гостеприимство корейцев. Так, а вот в этом месте поподробнее, потому что, если честно, когда я иду к врачу, я и русский-то рецепт не могу иногда прочитать. А что говорить о людях, которые едут в другую страну? Языковой барьер, как... Костя, кстати, корейцы разговаривают на смешанном языке английском, корейском и русском. Это что-то, это, получается, украинский? А что делает человек, который не знает английского от слова вообще? Есть ли вообще смысл ехать в Корею, если там говорят на корейском и английском, а ты такой на русском приехал узнавать, а там еще и плохим почерком, еще и иероглифы? Смысл ехать, конечно же, есть, несмотря на то, что, да, вы едете в другую, совершенно незнакомую вам страну, еще и на лечение, это такой серьезный, ответственный процесс, но за коммуникацию, да, в больнице с врачами можно не переживать от слова совсем, потому что с вами всегда 24 на 7 находится такой ваш человек-спутник, это координатор, и этот координатор знает прекрасно корейский язык, они переводчики, то есть вам помогают не только с устным, да, к переводам во время лечения, вам еще и анализы переводят, и вас просто встречают в аэропорту и не отходят от вас на протяжении всего вашего пребывания в Корее. Да, так как вы находитесь за рубежом, в другой стране, даже какие-то бытовые вопросы, которые могут возникнуть по ходу, вот этот прекрасный координатор, переводчик все поможет вам решить и обеспечит ваше пребывание на высоком и комфортном уровне. То есть такая ситуация, что в рецепте перепутать, вылечить на вырезать не получится, да? Я думаю, нет. Ну, мало ли, трудности перевода, они такие. Ну и что еще? Все предусмотрено до мелочей, судя по тому, что вы говорите, чувствуется традиционное восточное терпение и отношение к клиенту. А какой сезон самый красивый, на ваш взгляд, для путешествия в Корее? Безусловно, это весна, особенно в период цветения вишни, приблизительно в конце марта и начале апреля. Еще в Корее очень красивая и теплая осень, поэтому весьма популярный сезон для путешествия в Корее выпадает на октябрь и ноябрь. Да, я был именно в ноябре, так классно, ходишь, гуляешь, чуть-чуть немножечко. Хочу сказать, что у меня вот в Корее живет знакомый профессор, корейский, естественно. Он мне периодически присылает фотографии и осенние, и весенние, и, в общем, с разных сезонов. Но я бы сказала, что всегда очень красиво. То есть всегда очень красиво. То есть есть на что посмотреть, и зимой. Вы заговорили о какой-то вишне, то есть прям не сакура, прям не сакура, вишня. Мы любим говорить о вишне. Ай-яй-яй-яй, ну ладно, о сакуре поговорим уже в следующем нашем блоке, потому что сейчас... Вот теперь, Оксана, говори свои слова. Да, а теперь я скажу... Спасибо, девочки. Спасибо, девочки. Спасибо вам. Еще раз спасибо. Да, напоминаю, что у нас в гостях были представители Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке Мавлюуддинова Ли Сан и Ульяна Минеева. Ну что, вот теперь... Девчонки, спасибо. Удачи вам, хорошего настроения и прекрасных впечатлений. Надеюсь, наши радиослушатели поняли, что, придя к вам, они будут в безопасности. Вам им продавать ничего не нужно. Да, и мы будем в масках. Ну, друзья, спасибо большое. Да, ну, а мы совсем уже скоро будем встречать наших других дорогих гостей. Да, любители сакуры будем встречать, между прочим. Доброе утро. Ханичи вам. Ханичи вам. Ханичи вам. Доброе утро, друзья. Listen to the world. 2020. Виртуальное путешествие в Японию. Да, ряд вопросов у нас серьезных. В Японии вот она какая? Для каждого она своя, между прочим. Здесь все иное, загадочное. Это мир, в котором самовыданные традиции, культура живут в сердце современных мегаполисов. Страна-легенда, страна баланса мифа и реальности. А еще Япония — это всегда красота и, между прочим, красота во всем. Чем нам известна страна восходящего солнца? Лучшими в мире автомобилями, наверное, для владивостокских жителей. Древними замками, вкусной едой, нежной сакурой, роботами. Здесь все еще носят традиционное кимоно, едят ядовитую рыбу, фугу, выгуливают в колясках милых собачек, сибаину. Кстати, я ходила в кимоно по Японии. Это, знаешь, очень здорово. Но я не ходил в кимоно по Японии. А я тебе фотографии покажу. Но я занимался японскими единоборствами, и я ходил в кимоно в белоснежном и бил людей в нем. Это тоже важно. Бить людей необходимо иногда. Нет, ну это, конечно, далеко не все о Японии. Да, потому что далеко не все. В Японии вы найдете, допустим, пустыни в Японии? Да ну. Да нет. Да там же островок 3 на 4. Вы что, какие могут быть пустыни? Ну, есть. Вы еще говорите, что в Японии горы есть. Гор достаточно. Давай, продолжай дальше. Что там еще есть в Японии? Снежные вершины, чистейшее теплое море. Встречайте настоящих, можно, Гарри Поттера и Тоттера. Ну, мне кажется, Тоттера круче, чем Гарри Поттер. Ну, как минимум, потому что у них туманный Альбион, а у нас яркий и с восходящим солнцем. Все, друзья, как в мультике будет. И вообще очень крутая атмосфера в Японии. На соседних улицах могут одновременно проходить традиционные фестивали и, допустим, грандиозный рок-концерт. Япония — это мир, который только ждет открытия границы. Все, и мы снова будем там, снова будем гулять по гинзе и роллы с сушами. Кстати, я был когда в Японии, я ни разу не увидел роллов нигде. Это вообще их блюдо? По-моему, нет. Это не их блюдо. По-моему, нет. Я просто вспоминаю, когда я была в Киото, вот ты сейчас говорил о том, что там можно увидеть все и сразу. То есть идут какие-то демонстрации людей с... Демонстрации протеста? Да, кто-то протестует, кто-то там идет чего-то там, другая демонстрация идет навстречу, они, не пересекаясь, проходят мимо. Тут же люди какой-то йог показывают свое мастерство. Тут же человек с собачкой играет на дудочке, она демонстрирует разные... То есть там просто море вообще впечатлений и таких разных очень контрастов. Тут же заходишь дальше, и все идут в кимоно, понимаешь? Выходишь, и все уже в современной наряде, в одежде, да. То есть отвернулся, они уже переоделись. Да, понимаешь? Японцы, они такие, ребята, серьезные. И сегодня Всемирный день туризма. Японская национальная туристическая организация желает вам хорошего настроения, желает мечтать и строить планы. Мы верим, что скоро сможем реализовать все задуманное. А пока постараемся создать атмосферу Японии и вдохновить вас на новые идеи. Это наша задача. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Японию. Ну а теперь вопрос, зачем с корыстной точки зрения вам продолжать внимательно прислушиваться к нашему эфиру. Дело в том, что в течение дня всех слушателей мы разыграем полезные призы, которые однозначно поднимут настроение и помогут строить планы и вдохновлять на будущее путешествия. А именно один билет в Токио на сумму 25 тысяч рублей. Умножаем на два. Два билета в Токио на сумму, несложно догадаться, 50 тысяч рублей. И сертификат на путешествие в Японию на сумму 100 тысяч рублей. Условия конкурса предельно просты. Заполняйте анкету на сайте фрегат Аэро до 16.30. Указывайте корректные контакты, телефон, имейл. С 17 до 18 через генератор случайных чисел будут выбраны три номера победителя. А если генератор случайных чисел выбрал вас, ваш номер мы тут же из анкеты набираем. И если вы на звонок отвечаете, бац, все, приз ваш. Не отвечаете, мы звоним до тех пор, пока не найдем того счастливчика, который окажется на связи. А в розыгрыше, Костя, нужно повториться, что участвуют только совершеннолетние. Что ты постоянно ограничиваешь несовершеннолетних? Они тоже имеют право на счастье. Нет, они имеют право на счастье. Но тут тоже можно пойти, кто-то несовершеннолетний выиграет и подарит выигрыш брату, сестре, маме, папе. Оксана, допросишься. Я буду открывать движение несовершеннолетней Life Matters. Понятно? Да, еще немаловажно. Есть люди, которые заполняют сразу несколько анкет. А, она не получится, не получится. Анкеты с повторяющимися контактными данными автоматически удаляются перед розыгрышем. Один человек, одна анкета. Ну и, собственно, эти призы вы сможете получить и выиграть с 17 до 18, потому что время счастливых побед именно это. Подальше. Listen to the Walsh 2020. Виртуальное путешествие в Японию. Ну а теперь важно. Важно понимать, что в нашей студии мы не одни. Оксана, ты чуть лишь? Да, мы не одни вообще. Такой, знаешь, аура в Японии такая повеяла. Какая-то конечева в студии. Хочу выиграть путешествие в Японию. Друзья, дело в том, что уже в течение последних 7 минут наши речи слушает и проверяет на орфографии правильность указанных японских черт. Красавица. Это национальная туристическая организация Японии. Представитель Володивостоки Татьяна Зубарева. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Татьяна, предлагаю начать наш разговор о Японии с объявления победителя конкурса, который прошел в Инстаграме в преддверии радиомарафона. Это что такое было? Расскажите. Да, в преддверии радиомарафона действительно проходил в Инстаграме конкурс, в Инстаграме фрегат Аэро. Мы просили людей написать забавные случаи, которые с ними произошли в Японии. Люди у нас очень сильно постарались. Здесь было достаточно много участников, и истории, на самом деле, они, может быть, даже не столько смешные, сколько интересные, и люди, на самом деле, старались. Здесь целые сочинения, поэтому мы рекомендуем зайти в аккаунт фрегатайра и почитать. Хотели зачитать в студии три истории победителя, но, во-первых, было очень сложно выбрать. Во-вторых, истории, на самом деле, длинные, то есть люди постарались. Тут можно было отдельные призы присуждать за стилистику и так далее. Поэтому я сейчас зачитаю в таком свободном изложении буквально одну историю, но сразу всем скажу, что победители у нас три. Действительно, мы истории выбрали, которые получат приз, обозначенный вот в условиях конкурса. Это термокружка замечательная, там интересные еще призы. Эти призы можно будет забрать в офисе фрегат Аэро, но также всем, кто написал истории по Японии, всем участникам мы также дадим такие приятные подарочки. Они тоже смогут забрать, все участники смогут забрать свои подарки в офисе фрегат Аэро. Но сейчас, с вашего позволения, зачитаю все-таки одну коротенькую историю. В 2018 году с подругой ездили в Токио, все прошло отлично, и вот через год поехали в Токио с мужем и сыном. Муж сказал, раз ты уже была там, будешь нашим проводником. И действительно все шло, в общем-то, нормально. Но потом поехали мы в Диснейленд, по тому пути, по которому ездили с подругой через Токийский вокзал, год назад, видимо, со станции Хачибори. Добирались с двумя пересадками. И вот мы сели на поезд до Диснейленда, спокойно едем, и тут объявляют нашу станцию метро. Муж до сих пор это припоминает. То есть в Японии действительно, к чему вообще вся история, да, люди сели на станции, через которые, в общем-то, проходил поезд. Они могли не делать круг через весь Токио, а, в общем-то, со своей станции доехать до Диснейленда. На самом деле в Японии, вот большинство историй как раз было связано с тем, что сели не на тот поезд и так далее. Но в Японии все с этим довольно просто. Можно на самом деле не особо переживать по поводу того, что приехали не туда. Поезда ходят очень часто. Это не значит, что если... И там, главное, схему понять, где тут расписано. Да, главная схема. Главная схема, причем она кажется ужасно сложной, но сейчас есть всякие приложения замечательные, и все расписано, и поезда ходят буквально по минутам, по секундам. Вы, если даже опоздали на какой-то поезд, на котором предполагали поехать, ну, через 15 минут уедете. Ничего в этом страшного нет, поэтому можно спокойно абсолютно передвигаться. Ну, повторюсь, историй было много, пожалуйста, почитайте. Это действительно очень интересно, такие хорошие, забавные штуки про Японию. А я когда был в Японии, Коля, уж говорим о хвостовстве. Да, я был в Японии. Так вот, я был в Японии, и выиграл конкурс по смешному нырянию в бассейн. Представляете? Прекрасно. Вы поучаствовали, наверное, в одном из самых замечательных японских конкурсов. Например, вот там проводится сейчас как раз конкурс по тому, кто дальше плюнет косточку хурмы. Япония просто славна вот такими замечательными вещами, в которых каждый может поучаствовать. Коля, ты бомбочкой нырял? Нет. У меня даже есть видео. Дельфинчиком. Я делал много разного. Причем, что это была вечеринка в бассейне на крыше отеля. Мы попали туда в августе, и в августе был очень дорогим отель с бассейном. Я так понял, что это не такая с открытым бассейном. Это достаточно нечасто встречается. И мы переплачивали, думали, что это ужасно большие деньги. И не буду говорить эту сумму вслух, потому что теща слушает наш эфир. Так вот, я думал, что мы зря потратили деньги, потому что можно было гораздо дешевле. Но когда мы пришли, увидели, что там бассейн, каждый вечер вечеринки. И тут еще объявляют конкурс на непонятном мне языке. Я понял, что люди выстраиваются не просто так. Я подошел и делал бомбочки, делал сальтухи, делал всякие ниндзя-приемы. В общем, я доминировал. В общем, ты их ушатал просто-напросто, я бы так сказала. Есть видео, есть видео подтверждение, да. Я был крут, я был крут. Татьяна, Япония, мы знаем, это страна открытий. А вот только на прошлой ярмарке, путешествии, я, допустим, знал, что в Японии есть такое разнообразие видов отдыха, начиная от катания на лыжах, заканчивая жаркими пляжами. Вы могли бы подробнее рассказать о том многообразии, в каком регионе Японии вообще это разнообразие есть, и где именно можно отдохнуть разными способами? На самом деле в Японии действительно эта страна кажется нам маленькой, с высоты, так скажем, территории России, но страна занимает немалую, на самом деле, площадь, и протяженная, она с севера на юг или с юга на север, кому как удобнее, она узенькая, но длинная. И поэтому получается, что, на мой взгляд, только в Японии это возможно, например, в один и тот же день покататься на лыжах и потом полежать на пляже, позагорать. Это возможно благодаря тому, что очень хорошо развито авиасообщение, и можно, например, покататься на лыжах на Хоккайдо, перелететь буквально там 3 часа полета на жаркую Окинаву, и вы уже загораете или ныряете с аквалангом. Подождите, в одно время года? В одно время года. Да ну! То есть Хоккайдо это самый длинный, вообще один из самых длинных в мире снежных сезонов, можно кататься на лыжах буквально с ноября по май, а Окинава это круглогодичный пляжный курорт, и можно в феврале вполне себе спокойно покупаться в теплом море. О, подождите, Окинава, Окинава, это не родина или каратэ случайно? Именно. О, я знаю это место, я о нем узнал в прошлом году, когда авиакомпания JAL во Владивостоке открывала свое представительство, Japan Airlines, правильно я говорю? Да, да. Это круто. А вот лично вы в Японии были? Повезло было. Да, я на самом деле проехала Японию практически всю, с севера на юг, с юга на север, с запада на восток, не была, конечно, во всех 47 префектурах, но тем не менее... О, тогда все, извините, тогда нечего. Да, действительно, мне лучше выйти. Ну, повезло увидеть довольно много, и повезло в том, что начала я знакомство с Японией, именно с провинцией, как раз с Хоккайдо. В Токио я побывала уже значительно позже, и вот как раз мое первое впечатление Японии, это было, какая же она огромная. Мы ехали на электричке из Ниегаты в Хокудаты 10 часов. Подождите, как слово «огромная» и «Япония» оказались в одном предложении вообще? А вот тут как раз ссылка на 10 часов. В 10 часов на электричке мы ехали из одного города в другой, это было даже не половина страны, это вот маленький кусочек. Ну и при этом 10 часов в электричке не показались ничем таким затяжным, потому что это великолепные пейзажи, за окном это всегда очень красиво, это зеленая страна абсолютно, то есть кто представляет Японию как каменные джунгли, ну это, наверное, только центр Токио, и то рядом с каменными джунглями всегда соседствует какой-нибудь красивый парк. Я был там, я был там. Я еще попал в этот самый момент, мы ездили когда в Токио, в Токио мы попали, жена попала на концерт Селин Дион, а я попал в этот же день на фестиваль пенных напитков. Понятно, а затем уже, да, потом уже и бомбочка, и дельфинчик, все нормально у тебя было. Так вот, а если говорить о душе, которая наверняка у вас уже прикипела к Японии, к чему в большей степени, что это, древовидные пионы, окинава или горные холмы, что для вас в Японии самое-самое-самое? Наверное, моя душа больше всего стремится к оленям. Город Нара, я не могу проехать мимо, то есть я была в Японии больше 20 раз, но практически всегда я заезжаю в город Нара, хотя бы на час, обняться с этими замечательными ручными оленями, не могу просто проехать мимо никаким образом. Так, я, мне казалось, все знал о Японии, хотя я вообще думал, что олени, это, в принципе, в большей степени во Владивостокских пробках встречаются, но я впервые слышу о том, что в Японии есть олени, и к ним можно проникнуться чем-то. Город Нара, это не зоопарк, там абсолютно свободно, наравне с людьми живут олени, их огромное количество, то есть когда я первый раз туда ехала, я знал, что там должны быть олени, думаю, вот бы одного оленя увидеть. Ну, на самом деле, там идешь, просто если у вас еще есть с собой хлебушек или специально продаваемые для них печеньки, вокруг вас собираются сотни оленей, и вы, в общем-то, можете насладиться этим птическим рогатым соседством. Это просто замечательно. Татьяна, а мне, знаете, как бы вопрос, что бы вы посоветовали тем людям, которые, может быть, впервые поедут в Японию? Все-таки менталитет этой страны, он ковался, как говорится, веками, и там свои традиции, там даже поклоны разные, то есть в зависимости от ранга и статуса. Да, ну. И как, да, и как вот, как вести себя человеку, который первый раз познакомится с этой страной, с этими людьми, потому что, ну, для некоторых это просто шок, потому что, ну, понятно, культура другая, и просто непонятно, как себя вести. Вроде мы привыкли, там здрасте, здрасте, да, вот, а на самом деле там совсем по-другому. В Японии, вот, я бы, наверное, посоветовала людям вести себя естественно, но вежливо. Главное, не нужно там ни к чему особо готовиться. Японцы гостеприимные люди, очень вежливые, в отличие от многих других стран, так скажем, не будем называть. Просто японцы, действительно, у них есть такое понятие, мэйвакусинай называется. Они делают ничего, так скажем, грубого, нарушающего границы другого человека. То есть относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Это, в общем-то, в России тоже есть такое понятие, да, но в Японии оно более кратко, более емко так изложено. Если вы хотите, чтобы к вам относились вежливо, ну, просто проявляйте вежливость другим людям. Понятно, что не мусорить там, но это все, в общем-то, нормальные принципы любого адекватного путешественника. В Японии вам помогут. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Там любой человек на улице, если вдруг вы заблудились, всегда вам поможет, вам нигде не нахамят, всегда вас будут встречать с улыбкой, дружелюбно и помогут во всем. И вот здесь я подтверждю ваши слова, потому что для меня тоже Япония оказалась страной с удивительно натуральным позитивом. В любой стране, когда ты в том же, извините, не хочу топить другие страны, чтобы превознести Японию, но просто в пример, когда ты находишься в том же Таиланде, ощущение, что тебе улыбаются ради твоих денег, оно присутствует. В Японии этого ощущения не было ни разу. Не было ощущения, что этим людям нужны мои деньги. Они просто делают это почему-то как-то искренне. Даже если им нужны мои деньги, мне это так сразу было поразительно приятно. Круто, круто в Японии в этом плане. Да, я помню тоже случай. У нас подруга потеряла где-то в каком-то магазине телефон. Мы оказались уже совершенно в другой точке Токио. И тут обнаружила, что телефона нет. И в Японии есть такая, грубо говоря, услуга как волонтерство. То есть особенно пенсионеры этим заняты. И обратились к полицейскому, он сразу обратился к этим волонтерам. Они созвонились в тех районах, которые посещала моя подруга. И что вы думаете, этот телефон нашли. Его никто не украл, его никто ничего с ним не сделал. Его взяли, положили и ждали, когда за ним придут. И волонтеры его нашли, и принесли, привезли собственно подруге этот телефон. То есть удивительно просто. В плане безопасности, это, наверное, самая безопасная страна мира во всех аспектах. И там вот каждый год публикуется такая новость. У нас даже на российских аккаунтах в Фейсбуке это проскакивает, что в Японии вернули в этом году там сколько-то миллионов, миллионов йен. То есть люди, когда теряют кошельки, теряют кредитные карты, теряют просто наличные, это люди, вот японцы, они это на улице подбирают, несут в ближайшее отделение полиции. Никто там не требует выкуп за этот кошелек. И вот возвращается это все хозяева. Спасибо. Теперь я захотел в Японии еще больше, чем мы этого хотели раньше. Я думаю, что каждый слушатель наш понял, насколько страна восходящего солнца может восхищать, удивлять. И еще я понял, что там есть олени. А там еще пустыни, Костя, есть. Да пустыни, это придумали они. Нет, нет там пустыни. Не можно, где там песка насыпать, там остров, остров, остров. Африктура Тотари, там есть пустыня. Вот так тебе. И она большая, то есть есть ощущение, что бескрайняя. Это дюна, да, там даже катание на верблюдах есть, и сэндбординг, это катание на досках, как по снегу, так вот по песку. То есть это действительно пустыня. То есть сейчас скромно отходит в сторонку представитель Арабских Эмиратов. Ну да, ну да, ну что, ну ладно, вам ближе здесь. Спасибо большое, друзья. Ну что теперь? Теперь можно сказать огромное спасибо Татьяне Зубревой. Она, если вдруг вы не поняли, почему он так витиеват рассказывает о Японии, она представитель японской национальной туристической организации во Владивостоке. Спасибо, Татьяна, за то, что столько приятных вещей нам рассказали. Спасибо большое, было очень интересно. Удачи вам. Вот под эту музыку, которую Оксана сейчас включила, хочется говорить томным голосом. Погромче включить? Нет, 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 слишком расслаблен, и хочется прямо-таки прогуляться по корейским улочкам и душу свою отдать этому самому маленькому уголочку мира. Так, в общем, собственно, и продолжаем. Друзья, как мы и говорили ранее, сегодня мы разыгрываем множество призов от наших партнеров, и сейчас мы расскажем, как получить призы от национальной организации туризма Кореи. А это два сертификата на путешествие в Корею. Каждый номиналом 30 тысяч рублей. Я так понимаю, что этих денег хватит на билеты туда-обратные как минимум, да? Да, да, Кость. Вот как получить возможность их выиграть? Условия конкурса просты. Нужно быть подписанным на собаку-фрегат Айра. Так не говори с собаком. Ухо, хорошо. Мы просто про Корею говорим. Вот, и визиткорея.вл в комментарии написать хэштег «Хочу в Корею» с звездочкой и отметить друг друга, кем бы участник хотел поехать. С кем бы хотели поехать. С кем бы. Да, и сделать репост поста, репост поста с розыгрышем в сторис и отметить фрегат Айра, как вы уже поняли, фрегат Айра в данном случае. Это имя в Инстаграме компании, которая сегодня организовывает весь этот «Listen to the world» марафон. И чтобы все это было хорошо, у вас в 17.00 необходимо быть рядом со своим радиоприемником, потому что именно в 17.00 рандомайзер определит, кто именно из вас победитель. Победителей будет два, и имена победителей мы озвучим в прямом эфире. В 17.00. Так что оставайтесь на нашей частоте 102.7 FM. Дальше интереснее. Нет, было интересно, очень интересно. Ну и дальше, конечно же, интерес мы будем подогревать, потому что у нас замечательные гости. А вы знаете, что в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений Республики Кореи и Российской Федерации? Вот, специально для российских туристов Корея подготовила акцию на 2021 год. В чем ее суть? Туристы из России смогут воспользоваться скидками при посещении парка развлечений Everland, Сеульской башни, корейской традиционной деревни Минсок Чхон, а также многих других достопримечательных, всего их 145 разновидностей. Это, кстати, немало. Партнером акции выступают авиакомпании Chiju Air и Tiway Air Busan. Air Busan, да, это правильно говорить так или не так, хотя не важно. Чтобы получить скидку, российский турист должен будет предъявить на кассе паспорт и билет любого авиаперевозчика. То есть вы, получается, прилетаете в Корею. Если перелетаете в Корею вот через три обозначенных авиаперевозчика, подходите с паспортом, показываете на входе, и тут же раз российскому туристу везде рады российскому туристу скидка. А подробнее можно узнать и о списке достопримечательностей, и о участвующих в акции в туристических центрах. Вот всего этого можно узнать в Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке по адресу улицы Океанский проспект 17, офис 102, первый этаж. Приходите, узнавайте, девчонки все вам расскажут. Ты мне скажи, пожалуйста, вот у нас была Корея, у нас была Япония в гостях, были представители этих стран, да? Вот ты куда бы поехал для начала? Я уже говорил сегодня об этом. У меня есть личные страсти, и я поехал бы в Сульфан. Нет, если, конечно, выбирать из этих двух стран, то, наверное, в Корее я был четыре раза, в Японии один раз. Думаю, что... Да и туда, и туда. Да, и молодец. Друзья, доброго всем снова утра, хотя уже почти утро. Потихонечку переходим в добрый обед, но, несомненно, добрый, потому что сегодня мы говорим, мы даже не говорим, а мечтаем. А мечтаем мы не просто так, мы визуализируем будущее, которое не загораем, потому что тогда границы в любом случае откроют. И снова распростертыми объятиями нас будут встречать наши партнеры, наши страны, участники этого радиомарафона, первого в своем роде радиомарафона Listen to the World 2020. Я специально говорю так. Молодец, хорошо, хорошее у тебя произношение, просто, знаешь, аж заслушиваюсь. Можешь еще раз повторить? Listen to the World 2020. Я поняла, когда тебя можно привлекать для озвучивания различных роликов. Я и пытаюсь подсидеть к луна Диму, да. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше виртуальное путешествие. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Японию. И для тех, кто только что присоединился, друзья, я напоминаю, что сегодня в эфире Радио Лемма весь день мы празднуем Всемирный День Туризма и проводим радиомарафон Listen to the World 2020, организованный, естественно, туроператором номер один в Приморском крае. Мы так уже уверенно об этом заявляем. Фрегат Аэропор, поддержки Агентства по туризму Приморского края. И разыгрываем массу просто бесценных призов от стран-участниц марафона. Итак, внимание, какие призы и путешествия можно будет сегодня выиграть. Поехали! Поехали! История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102,7 FM. В общем, начнем с призов. Listen to the World 2020. Да, совет по туризму Сингапура сегодня в прямом эфире разыграет три подарочных набора, в которых входят фирменный зонт, игрушка-символ Сингапура Мерлеон, это такой лев, водяной лев. Если вы были в Сингапуре, я был, я видел, классно, вам тоже советую. И дизайнерская тарелка бренда Супермама. Что нужно будет сделать? Быть подписанным, естественно, на Фрегат Аэр в Инстаграме и на Визит Сингапур в Инстаграме. В комментариях к посту с розыгрышем написать «Я б махнул в Сингапур». Хэштег надо поставить. Хэштег, ну, естественно, это же хэштег. Хэштег написать, хэштег. И отметить друга, с которым вы хотели бы посетить этот прекрасный город и город-страну, если вы не знали, что Сингапур — это и город, и страна. Да, и ровно в 14.50 с помощью рандомайзера, ну, такая штука, которая определяет номератор. Генератор случайных чисел. Говори по-русски, Оксана. Хорошо. Ты World, я рандомайзер. Рандомайзер. Мы выбираем таких победителей, которые достанутся такие прекрасные призы. Классно. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Сингапур. Да, Сингапур классно, но не единым Сингапуром наши мечты сегодня живы, потому что, к примеру, Туристическое бюро Тайвань во Владивостоке разыгрывает сегодня три сертификата с предоплаченным бюджетом в ресторан паназиатской кухни «Зума» в городе Владивостоке. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие на Тайвань. Условия конкурса. Сразу скажу, что подписаться необходимо также на аккаунты Тайваня в Facebook и Instagram. Тайвань в сердце Азии в поиске. То есть это нужно набить в Instagram. Тайвань в сердце Азии в поиске. И, собственно, вас приведет тропа, это несложная, к тайваньской странице. И прочитать три последних поста в аккаунте. Придется поизучать Тайвань уже на этой стадии. Ответить нужно на три вопроса, которые опубликованы на сайте. И, как вы думаете, что? Дальше фрегатаера в разделе марафона. Внимание, ответы на вопросы содержатся в постах, чтобы вы понимали. Присылать ответы нужно в WhatsApp, на радиолема по номеру 8994-008-0090. В течение сегодняшнего дня до 16.00 по Владивостоку с пометкой в тексте сообщения «Тайвань». И выигрываете один из трех призов. Имена победителей озвучим в прямом эфире в 16.30, с 16.30 до 17.30. А победители будут выявляться через... Рандомайзер. 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 Генератор случайных чисел. Выбран случайного номера среди участников, приславших правильные ответы. Вау! Тайвань нормально делает. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Приморье. Ну и для патриотов нашего родного края, который тоже может много чем гордиться, призы от Агентства по туризму Приморского края. Это, конечно же, путешествие по Приморскому краю. Катерная поездка на остров Гамова. Вся красота полуострова Гамова. Сплав по реке однодневный. И остров Путятина. Ну, не сам остров разыгрывается, а, судя по всему, путешествием. А неплохо было бы, да? Немножечко чуть-чуть ухватить, собственно, земельки острова Путятин. Что еще нужно сделать для того, чтобы получить? Надо просто не выключать радиолема. Никогда, никогда не делайте этого. В прямом эфире с 15 до 16 будут проходить викторины. Так что звоните в студию, когда услышите призыв, правильно отвечайте на вопрос. Ну и путешествуйте по Приморскому краю. Да, вам повезет, вам понравится. Возможно, вообще отпадет какая-то, в принципе, инициатива ехать куда-то дальше, потому что у нас есть все. О, одна только кукуруза вареная по дороге в Славянку чего стоит, а? Чего она там стоит? Я не знаю по дороге в Славянку. 70 рублей. 70 рублей. Это много или мало? С сахаром это просто копейки за такую вкуснятину. Ты ешь кукурузу с сахаром? Я все ем. Что продается на дороге. Кстати, то, что на дороге валяется, это очень вкусно. Я жил в общежитии в определенное время, и у нас было правило 5 секунд. Когда что-то падает, у тебя есть 5 секунд, чтобы это поднять. Я про это и говорю, понимаешь? Если успел поднять за 5 секунд, это не считается упавшим. Это не считается абсолютно. А если не успел за 5 секунд, то подключается правило 10 секунд. В общем, поднимай. Не знаю, как это относится к туристической отрасли. Переходим к следующим нашим партнерам. Мы сейчас, подожди, сейчас перейдем. Listen to the World 2020. Виртуальное путешествие в Корею. Да, презент Национальной организации туризма Кореи. Это два сертификата на путешествие. Как вы думаете, куда? Куда? Корею! Каждый этот сертификат номиналом 30 тысяч рублей. Как мы уже говорили, этого хватит для того, чтобы прилететь, улететь и, наверное, отлично провести несколько дней. Условия конкурса. Быть подписанными на Fregat Aero в Инстаграме и на visitkorea.vl там же в Инстаграме. В комментариях написать хэштег хочу в Корею и отметить друга, с которым вы хотели бы в этот самый тур поехать. Сделать репост поста с розыгрышем в сторис и отметить Fregat Aero и visitkorea.vl. С помощью рандомайзера мы, опять же, выберем двоих победителей. Имена победителей озвучим в прямом эфире. Радио Маракона, радио Лемма, 102.7 FM, 17.00. Теперь у нас следующее будет виртуальное путешествие разыгрываться. Куда? Listen to the world 2020. Виртуальное путешествие в Японию. Да, виртуальное путешествие к оленям. Как бы это ни странно звучало, я впервые вообще узнал, что олени — это не Канада, и не Россия, и не Тундра, а, оказывается, еще и Япония. Причем, судя по тому, как японцы относятся к природе, как они относятся к всему вот этому вот природному, наверняка там самые красивые олени вообще в мире. И призы от генерального партнера радиомарафона Listen to the World 2020, Японская национальная туристическая организация. Это один билет в Токио на сумму 25 тысяч рублей, два авиабилета на сумму 50 тысяч рублей и сертификат на путешествие в Японию комплексный на сумму 100 тысяч рублей. А вот теперь вопрос, как их получить? Нужно заполнить анкету на сайте фрегат Аэро до 16.30, указав конкретные, корректные контакты, телефон и имейл. С 17 до 18 часов через генератор случайных чисел будут выбраны три номера победителей. Причем корректные это контакты моей тещи. Наталья Геннадьевна, привет. Она просто слушает и даже вносит какие-то корректировки в ту речь, которую я произношу сегодня. Генератор случайных чисел выберет этих трех победителей, чтобы выиграть. Во-первых, вы должны быть на связи с 17 до 18, потому что если мы вам звоним, и вы не берете трубку, то извините, мы звоним другому человеку. И, к сожалению, опять притесняем права несовершеннолетних, потому что у них нет прав водительских. Да, и еще один человек, одна анкета, анкеты с повторяющимися контактными данными автоматически удаляются перед розыгрышем. Да, спамить анкетами не получится. Ну а что дальше? А дальше у нас рассказ о том, что, конечно же, призы от организатора марафона, то, что мы озвучили многократно, это от нашего главного туроператора Фрегата Аэро. История и современность. Первозданная природа и хай-тек. Путешествуйте с нами на 102.7 FM. Ну и кто знает, кто был на ярмарках путешествий, они были проведены уже пять раз во Владивостоке. На первой и пятой мне даже удалось побывать. И есть приз, который больше, конечно, символичный, нежели такой супер-мега желанный. Но, знаете, когда есть что-то действительно ценное, материальное, это во многом заманивает. Потому что, друзья, от Фрегата Аэро есть традиционный подарок, который разыгрывается на каждой ярмарке путешествий. И он, в общем, его стоит выиграть. Это традиционный ежегодный приз, чехол на чемодан и чемодан, который будет становиться счастливым чемоданом для всех ваших путешествий. Эти призы мы разыграем в 17.45. Что нужно сделать? Дозвониться в прямой эфир Радио Лемма. Как только услышите призыв «Хочу чемодан» от Фрегата Аэро, и поздороваться с ведущим на языке той страны, в путешествие, по которой вы мечтаете отправиться. Все. Да, ничего сложного абсолютно нет. На мой взгляд, желанный сегодня приз, круиз на шикарном наиболее Коста Смиральда. В смысле, будет разыгрываться? Да. Да нет. Да-да. Да это нереально, такие бабки. Да пустыня в Японии, понимаешь? Это нереально. Нереально. А оказывается, все реально. Подожди, пять звезд. Это не просто Коста Смиральда. Пять звезд, Коста Смиральда. Угу. Пять звезд? Да-да. Я? На пятизвездочном? Да, абсолютно. Ну, я не выиграю, конечно же. Наталья Геннадьевна, звоните, звоните в нужный момент. Давайте немного подробнее о круизе. Это круиз от компании «Круиз-клуб» по маршруту Испания, Италия, Франция. Маршрут входит в золотую коллекцию. Его маршрут Барселона, Пальма-де-Майорка, Палерма, Рим, Чиватакокея, Савона, Марсель, Прованс-Барселона. И все это на пятизвездочном, как ты, Костя, сказал, роскошном, круизном лайнере Коста Смиральда. Об этом вот хочется говорить прям голосом Шифутинского, если честно, когда ты перечисляла города, в которые можно будет попасть на этом пятизвездочном лайнере. Аж дух перехватывает. Что же нужно сделать, чтобы получить такой шанс и прокатиться по Европам на пятизвездочном? На путешествии мечты от Фрегатайра. Заполните анкету на сайте Фрегатайра. Заходите прямо сейчас. Это шанс, который необходимо сделать. До 16.30 нужно заполнить, указав корректные контактные данные. Телефон и электронный адрес. С 17 до 18 через генератор случайных чисел. Он сегодня почти важнее, чем мы с тобой, Оксана. Да, конечно. Выберем один номер победителя. Если генератор случайных чисел выбрал номер вашей анкеты, ответьте на звонок ведущему в прямом эфире. При этом отвечайте на звонок обязательно. Не ответили, пропустили звонок, уже перезвонить не получится, вы выбываете из розыгрыша. В розыгрыше участвует только совершеннолетний, один человек, одна анкета, с памятью анкетами не получится, потому что приз слишком желанный, чтобы не попытаться провернуть махинацию. Да, совершенно верно. Потому что хочется, чтобы все было по-честному, правильно? Да, конечно же. Мы сообщим нашим радиослушателям, что все выиграно сегодня. Призы вы можете получить в офисе «Фрегат Айро» по адресу Океанский проспект, 69, торговый центр «Галерея». И кроме того, каждый желающий может прийти сегодня в гости к «Фрегат Айро» и узнать любую интересующую вас информацию о путешествиях, о любых странах, о новых интересных направлениях по России, и «Приморском крае». И с нами были Ольга и Сергей Алексеевы в кадре, в кадре, в эфире. И они рассказали, что оказывается... И в кадре, правильно, и в кадре в эфире. Да, и они рассказали о том, что оказывается не все уж, и не все так уж закрыто. Турция работает, Объединенные Арабские Эмираты уже принимают туристов, да и путешествия по России никто не отменял. Корея открывается. Корея открывается через Москву, но все-таки при особым желании и особом рвении можно и в ней оказаться. Да что там говорить, Норильск ждет своих посетителей. Ну это... Кстати, очень интересно было бы туда попутешествовать, потому что действительно очень такой край... Край, именно край. Это край. Край на краю края, если можно так сказать, да. Мы прерываемся на некоторое время, и затем снова будем встречать наших замечательных гостей в студии. Друзья, мы продолжаем вас знакомить с разнообразием и многогранностью Японии, нашего генерального партнера, радиомарафоны. У нас в гостях журналист, путешественник, любитель Японии, и уже даже почти японка в некоторых аспектах. Это Ольга Кускова. Здравствуйте, Ольга. Добрый день, друзья. Ой, сейчас, подождите. Подождите, подождите. Она не работает, пока вы не заговорите по-японски. Да. Каничева. Каничева, каничева. Я на японском тоже несколько слов знал раньше, но потом забыл. Ольга, расскажите, почему все-таки Японию вот называют вашей любимой страной? Или это некорректная информация? Ну, наверное, оно действительно так. Япония одна из моих любимых стран для путешествий. Очень удобно, очень комфортно, все понятно, очень интересно, большое разнообразие культуры, истории, архитектуры, гастрономии. Есть где размахнуться путешественнику. Но из того, что вы перечислили, все-таки какому туристу в Японии будет максимально комфортно, по вашему мнению? Потому что есть же гастротуризм, есть туризм ознакомительный, туризм развлекательный, туризм лежательный, ничего не делательный. Вот Япония к чему более располагает, по-вашему? В Японии, как в Греции, есть все. Есть пляжи, например, та же славная префектура Тотари, великолепные пляжи, Окинава. Другое дело, что у них короткий, довольно-таки пляжный сезон. Есть горнолыжные курорты, которые пользуются большим спросом. И, насколько я знаю, многие из моих знакомых, покатавшись в других местах, потом все равно возвращаются в Японию. Есть ознакомительный туризм, пожалуйста, великое разнообразие храмов, музеев, великолепных парков. Есть возможность ездить с детьми в те же самые развлекательные парки, типа Диснейленда или Юниверсал Студия. Очень удобно путешествовать людям в возрасте, так как все предусмотрено. Различные траволаторы, лифты, дорожки. Так, слово траволатор теперь для меня что-то новое. Расшифровывайте траволатор. Это от слова travel путешествовать, наверное, да? Нет, это движущийся тротуар. Движущийся тротуар? Ну, в Якогаме есть такое. Пустыня, Костя, пустыня. Движущийся тротуар в пустыне. Зыбучий тротуар. Ну, эскалатор, он вверх идет или вниз, а траволатор, он просто идет горизонтально. Ну, правильно, наверное, говорить все-таки travelator. Ну, я просто тут пытаюсь удивлять Оксану знанием английского. Произношением. Ну, траволатор звучит хорошо. Ну, пусть будет с русским прозонцем. Приснится нам, не рок, это Космодрова. Вот, а вообще нужно задать вопрос нашим радиослушателям. Ответы вы можете присылать на WhatsApp на радиолема 8994 008 0090. Победит тот, кто пришлет первым правильный ответ, приз, который достанется победителю, футболка, японский чай, японская лапша. Так, и я в этом моменте понимаю, что вопросы мы будем задавать и людям в том числе, которые слушают нас сейчас. И вообще, внимание, японцы очень любят лапшу. Вообще, это куда более популярное блюдо, чем известные во всем мире суси и сосими. Видов лапши и способов приготовления огромное множество, но главное одно, любая лапша из любой муки должна быть длинная и упругая, не разрываться и не слипаться. Для этого важно правильно приготовить тесто, очень долго его вымешивать, пока оно не достигнет нужной концентрации. Консистенции. Ну, концентрации тоже. Сконцентрированное тесто. Консистентно-сконцентрированное тесто. Да. Итак, вопрос. На что, по мнению японских поваров, должно быть на ощупь, похоже, идеальное тесто для лапши? Повторяй вопрос. Повторяйте вопрос. На что, по мнению японских поваров, должно быть похоже на ощупь, идеальное тесто для лапши? Ваши ответы присылайте в WhatsApp, радио Лемма, 8994-008-0090. Есть подсказка. Да, подожди, это без подсказки люди угадают. Знатоков в Японии, у нас в Владивостоке, я не знаю, да каждый третий. Да прямо. Ладно, говори. Подсказка. Это что-то, это что-то находится на голове человека. Вот, резиновая шапочка для купания. Да, да, да. Наверное, так. Ну, а мы все-таки хотим с Ольгой поговорить, она же не зря здесь находится, рядом с нами. Кстати, Татьяна Зубарева присутствует у нас в студии, мы с ней недавно разговаривали, представитель национальной туристической организации во Владивостоке. Ольга, вы знаете вообще, на что по консистенции должно быть похоже идеальное для лапши... Голова. Идеальное тесто. Уши. Вот не отвечайте на вопрос, просто скажите, да или нет. Нет, никогда не задумывалась, главное, чтобы это было вкусно и красиво. А вы честная, то есть сейчас бы вас никто не упрекнул, даже скажи бы, да, конечно, мы бы не стали спрашивать, потому что это вопрос для наших слушателей. Правда ли, что в Японии у русского человека возникает сложность с питанием, непривычные продукты, сырая рыба и так далее? Это так или нет? Я бы сказала, что это не так. Например, все рестораны, все даже самые мелкие забегаловки в Японии славятся тем, что в меню рядом с названием блюдо всегда есть картинка. Ну это азиатская фишка такая. В общем-то, да, и есть надпись на английском языке, ну, хоть какие-то слова из курса школы еще в памяти, поэтому, да, удается. Конечно, бывает проблематично, когда уж деревня-деревня, и глубинка-глубинка, ну, экспириенсники. Я даже видел, вот, значит... Слово рамен знают, понимают все. Раменчик вкусненько, раменчик хорошо. А еще, когда гёдзу, допустим, берешь это, и там написано по-английски something like пельменье. И сразу понимаешь, что можно есть. А сами вы что любите? Что вот вам нравится? Рамен. А как правильно, рамен или рамен? Ну, кто-то говорит рамен. Нет, вообще звучит... Рамен звучит, как армянское имя мужское. Рамен. Ну, все говорят рамен, вот у кого я слышала. Рамен — это от египетского «ра» солнце. Ну, и, в принципе, есть не солнце, а блюдо рамен, созвучное с луной, когда в этой мисочке с лапшой, с мясом плавает яичный желток. Он действительно напоминает полнолуние. Или полнолуние. Я два светила беру, луну и солнце. Я вот заметил тоже, не знаю, мне кажется, это просто отношение к делу, но когда гулял лично я по Японии, то, заходя в дорогие рестораны, в которых я был один раз, не так вкусно, как вот в небольших, маленьких ресторанчиках, где заходишь, как-то все вот... Ну, не выглядит это дорогим, богатым, а приносит, и оторваться невозможно. У меня рекорд, я три рамена съел, третий не доел, но я... Ну, это просто было физически невозможно. Да. Да, в Японию. Путешествуем в Японию. Почему бы нет? Продолжаем. И у нас есть в студии гостья, которая с Японии на ты, можно сказать. Не просто так гостья, это журналист, путешественник, любитель Японии Ольга Кускова. Еще раз здрасте. Добрый день. Так, я опять, подождите, вот тут... Мы забываем вас включить, потому что смотрим на вас... Да, потому что слушаем за эфиром, понимаешь, и отвлекаемся. Отвлекаемся. Потому что, если честно, вот пока играли песни, мы уже обговорили с Ольгой 18 тем, каждый из которых достойно было бы отдельного эфира, потому что, ну, очень интересно. Япония, говорят, все-таки славится кухней, и я даже слышал, что в японской кухне есть такой факт, что она объявлена нематериальным наследием ЮНЕСКО вообще. Это как? Это правда? Это действительно так. В японской кухне сочетается вот все, на мой взгляд. И гастрономические особенности той или иной префектуры. Причем надо отдать должное, каждая префектура себя позиционирует как самое-самое. У них самый удивительный там, самый вкусный рис, самая чистая вода, самая там уникальная саке, самые интересные морепродукты. Плюс это культура подачи, это красота подачи японской керамики. Это нечто, это мечта. Я знаю, что многие везут из Японии различные там мисочки, стаканчики, причем не из стоянных магазинов, а действительно из магазинов, которые продают керамику. Ну, плюс это еще и история. Ну, и я знаю, что в Японии простые вещи, в том числе блюда, часто имеют поэтические названия. Например, там вот тот же деликатес мясо сакуры. Что это такое? Вы знаете, что такое мясо сакуры? Ну, догадываюсь. Ну, это мясо из сакуры, вы же понимаете. Берется сакура, и из нее делается мясо. Нет? Ну, мясо не всегда было доступным для всех слоев японцев, а иногда хотелось, и я так думаю. У японцев есть слои, как у лука? Нет, ну, я имею в виду для простых людей, для людей высшего класса. Ну, в любом случае. Дорого вообще это. Дорого ли в Японии? How expensive is to travel in Japan? Вот, кстати, многие говорят, что Япония дорогая страна. Я бы так не сказала. На мой взгляд, Япония хороший бюджетный вариант. Найти всегда несложно. Ну, фрегатайров, помощь для тех, кто хочет поехать в Японию. Но я могу сказать, что в Японии очень много таких аспектов, которые, нюансов, которые действительно позволяют путешествовать недорого. Я даже слышал такие вещи, что долететь до Японии из Владивостока иногда дешевле, чем доехать из японского аэропорта на такси в Токио. Ну, в принципе, так оно и есть. Ну, зачем ехать на такси, когда есть электрички, когда есть лимузин, басы? То есть это гораздо-гораздо... Я ездил на такси, когда был в Японии. Знаете, нужно было почувствовать себя человеком. Я из Токио в аэропорт, и на такси ехала, по-моему, 22 доллара это стоило. 22 доллара? Да. Какое-то доступное такси досталось тебе. Еще важно, вот из японской кухни мы за кадром немного поговорили о том, что в Японии, говорят, префектуры нахваливают свою мраморную говядину. Хотя я знаю точно, что мраморной говядиной вообще разрешено официально называть только одну говядину. А в Японии, что получается, подделка? Нет, я бы не сказала. Просто каждая из префектур старается позиционировать именно себя с этой вкусной точки вкуса. Вкусной точки куста, да? Да, простите за тавтологию. Ну, тем не менее, вот любая мраморная говядина, которую предлагают свои префектуры, не будет вдаваться в тонкости именно названия. Она действительно очень вкусная. Тает во рту. А плюс саке под говядину. Кстати, вы... Ну, саке, саке это отдельная тема. Я научилась понимать саке уже, ну, наверное, на пятый или восьмой раз в присутствии. Поначалу, мне казалось, это обычная брашка, отдающая вот... Чем-то. Чем-то, да. То есть я не понимала. Но когда маленькие рюмочки, маленький графинчик, хорошая компания... радиостанция 0+, 0+, радиостанция. За здоровый образ жизни. Я бы... Вот мы хотели бы с Костей спросить, каждый, кто приезжает из какой-то страны, там, Китая, например, Тайваня, Японии, Кореи, каждый приносит, привносит свой кусочек, свои кусочки, как говорится, кулинарного мастерства. И уже без той кухни, которая понравилась, да, допустим, вот в данном случае японская, уже обойтись нельзя. И поэтому мы стараемся что-то по-японски приготовить дома. Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, Ольга... И Ольга, и Татьяна. Да. Какие ваши любимые блюда вообще? Японские. Рамен. Рамен. Я гёдзу люблю, пожалуй. Вот, Татьяна, нам есть о чём поговорить с вами, я очень хорошо разбираюсь. Ну, а вот, если говорить про то, что в Японии, Ольга, вас, мы уже спрашивали, это у Татьяны, что в Японии вас поражает? Только оленей уже нельзя упоминать, их уже, Татьяна, извините, обсудила. Когда я первый раз посетила Японию, я обращала внимание не на памятники музея, это было интересно, меня поразило комфорт и удобство для людей. Вот, для меня это был шок и отношение японцев к природе. Мы шли к храму и нас предупредили, что 500 метров надо пройти пешком, автобус не проедет, можно только на велосипедах и на мокиках, просто там стоит, криптомерия растёт, её очень жалко пилить под корень, поэтому туристы ходят мимо пешком. То есть, всё было сделано во славу дерева. Чтобы дерево не спиливать, поменяли маршрут для... Нет, просто автобусы останавливаются за углом в 500 метрах и ты пешочком поднимаешься, не к самим воротам тебя подвозят. Из-за дерева? Да, то есть, дерево оставили. Ёколы манэ. Вот, для меня это было большим впечатлением и шоком, сказать. Ну, это круто, это странно, ну, понятно, что с их небольшой территорией за природу они, конечно, держатся очень-очень внимательно. Японцам в этом плане честь и хвала. Нет, вообще, очень интересно. Рассказывать можно очень долго. Спасибо большое, что пришли. Мы желаем вам дальнейших путешествий. Скорее бы, всё это закончилось, завершилось, да? Вот, и действительно, чтобы вы снова насладились, и мы в том числе, насладились поездками в замечательную страну, такую, как Япония. Восходящего солнца. Восходящего солнца. У нас сейчас в гостях были журналист, путешественница, любитель Японии Ольга Кускова и Татьяна Зубарева, представитель национальной туристической организации во Владивостоке. Ну, а мы переходим дальше. Что у нас дальше? У нас дальше мы должны подвести. Да, друзья, мы собирались сейчас заняться приятнейшей процедурой, нужно начинать подводить итоги конкурса, и пришло время озвучить наш правильный ответ на вопрос нашего конкурса. Напоминаю, что футболка, японский чай и японская лапша достанется победителю, а вопрос был следующим. На что, по мнению японских поваров, должно быть на ощупь похоже идеальное тесто для лапши? И, собственно, нужно было отвечать, прислать нам в WhatsApp ваши правильные ответы 8994-008-0090, но прислать уже поздно, потому что этот приз от фрегат Аэро достанется человеку, который угадал правильный ответ. Так какой же он был? Мы его будем сейчас озвучивать? Конечно. Мы будем его озвучивать, а правильный ответ это не волосы. А-а-а! А что? Что на голове человека? Мочка уша, что ли? Да, Костя, мочка уха. Мочка на мочку уха, наматывается лапша. Нет-нет, мы не наматываем лапшу на мочку уха, потому что мы абсолютно правдиво говорим. Приз, который мы вручим, мы сейчас человеку, написавшему правильный ответ первым, это было важно, первым, первому написавшему правильный ответ, мы ответим, и этот человек сможет забрать свой приз в офисе Ригатайр на Океанском проспекте 69, офис 21. Слушайте нас, мы сейчас ответим на вопрос в WhatsApp первому приславшему и узнаем, кто же у нас победитель. А пока путешествуем дальше. Действительно, очень интересная страна, и наша задача, как туристического бюро Тайваня, разрушить стереотип о том, что Тайвань это некое такое бизнес-направление, куда люди чаще всего ездят в деловые путешествия. На самом деле, Тайвань это удивительная страна с точки зрения туризма, очень интересная, которую обязательно стоит посетить. Поехать на Тайвань очень легко, на самом деле, из Владивостока. Дело в том, что, прежде всего, вам не нужна виза. Уже второй год подряд правительство Тайваня отменяет визовый режим для граждан Российской Федерации, так что, если вы хотите побывать на Тайване на период до трех недель, до 21 дня, то виза вам совершенно не нужна. Все, что вам нужно иметь за гранд-паспорт, который действителен в течение шести месяцев с даты выезда с территории Тайваня, и билет либо обратный, либо куда-то дальше, в третью страну. И, пожалуйста, добро пожаловать на Тайвань. Так что, это очень легко и просто. И добраться тоже легко. Дело в том, что у нас достаточно много разных вариантов маршрутов, и чаще всего туристы добираются на Тайвань через крупные хабы азиатские. Хабы? Ну, крупные аэропорты, пересадочные пункты, да. Это обычно либо Сеул, либо Токио. Но есть и сезонные прямые рейсы из Владивостока на Тайвань на крыльях авиакомпании Сибирь. поскольку они сезонные, имеет смысл следить за расписанием, но тем не менее они есть и лететь всего лишь три с половиной часа. Так что, добраться на Тайвань совершенно легко и просто. Да, я услышал слово сезон. Сезон. Сезонность. Какая сезонность? На Тайване, когда туда лучше ехать? Зимой, летом, весной, осенью. Кстати, если вы вдруг удивились, почему голос Оксаны стал таким грубым, то я просто, да, это уже не Оксана. Я простыла. К сожалению, это уже не Оксана. И это не какие-то сложно сочиненные операции. С нами в студии Александр Топоров. Это наш друг, наш товарищ и брат из радиостанции ВИБИСИ, нашего друга-партнера и буквально сосед наш. Поэтому Саша тоже привет. И тебе привет, Костя. Конечно же, вам Светлана, здравствуйте. И у Саши есть вопросы к вам. Мы сейчас вдвоем будем вас прессинговать. Да, да, да. Так что там по поводу сезонов? Что там по сезонам? Сезоны на Тайване есть. В отличие, может быть, от других стран, которые расположены в том же регионе, это все-таки ближе к региону Юго-Восточной Азии. В отличие от многих других стран, которые расположены в этой части земного шара, на Тайване достаточно выраженная сезонность, но ехать стоит всегда. Прежде всего, хочу сказать, что вы точно не замерзнете никогда, потому что Тайвань расположен в двух климатических зонах, субтропике и тропике. Средняя температура круглый год 22 градуса, самая минимальная, где-то 12-17 градусов. То есть, понимаете, да, что теплая одежда, прям пуховики какие-то вам вряд ли понадобятся, за исключением тех случаев, если вы хотите куда-то подняться высоко в горы. Так что тепло всегда, поэтому в этом плане никаких опасений. Вот. А что касается самих сезонов, то на Тайване красиво круглый год. Весной вы можете любоваться цветением вишни, осенью очень красивые листопады, зимой прекрасный снег в тайваньских горах, ну, а летом можно отдыхать на пляжах. То есть, всегда есть чем заняться. Когда вам ехать, лучше, наверное, ориентироваться на то, что вы хотите получить от своей поездки. То есть, какие у вас цели. Удовольство, если хотим получить удовольствие. Удовольствие гарантировано в любом случае. Вот. А в зависимости от того, чем вы любите заниматься в путешествии, ну, имеет смысл, наверное, планировать свою поездку. А вот сезонность, до какого месяца жарко и можно ходить без одежды? Ну, например, в феврале прошлого года температура во время нашей поездки была, в феврале текущего года была где-то 26 градусов днем. В феврале. В феврале. Холодно, да. Вы можете замерзнуть, безусловно. А вообще, вот самая комфортная температура? Самая комфортная, наверное, это осень и весна. Хотя зимой тоже очень хорошо. Лето, да, жарковато. Летом будет жарко. И лето-сезон, когда бывают тайфуны. Вообще, дождь – это частое достаточное явление на Тайване. Поэтому зонтик или дождевик у вас всегда должен быть с собой. Но в целом, если, например, вы любите экскурсии, то лучше ехать, конечно, когда не сильно жарко. Это вот осенний-весенний период. Если вы любите, совсем не любите жару, то тогда, конечно, лучше зимой. Будет не холодно точно, но и не удушающе жарко. Но в целом, конечно, у Тайваня, как и у природы, плохой погоды не бывает. Поэтому приезжайте в любое время. Вам в любом случае понравится. Спасибо. А если говорить про ваши любимые места, дайте, может быть, советы. Я про топ-3. Какие вообще мест для посещения в Тайване? Это что? Вот топ-3. Можно 4-5, но вот 3 точно. Ну, знаете, Тайвань, он такой большой. Прямо столько много разных точек, которые стоит посетить. Поэтому топ-3 именно в рамках целой страны довольно сложно выделить. Давайте поговорим, наверное, прежде всего о столице, потому что, ну, столицу страны не пропускает, естественно, никто в своих путешествиях. Поэтому, если, ну, попробовать выделить топ-3, давайте в пределах тогда одного города, главного города, который всегда посещают любые туристы. Топ-3 Тайбэя. Тайбэй. Тайбэй, столица Тайваня. В любом случае, когда вы приезжаете на Тайвань, вы приезжаете всегда в Тайбэй. Начинайте со столицы. Прилетаете вы в международный аэропорт Тау-Юань, который находится в городе, в небольшом городе, а рядом с Тайбэем. Это примерно как Владивосток Артем. То есть это другой город формально, но находящийся совершенно очень близко к Тайбэю. Поэтому в любом случае, Тайбэй вы не минуете. Тайбэй, как столица, естественно, самый крупный город страны, самый главный мегаполис. Достопримечательности в нем тоже хватает. Ну, наверное, самая известная, та, которую чаще всего изображает на открытках, на разных сувенирной продукции Тайваня. То есть своего рода такой символ Тайваня, ассоциирующийся у всех, прежде всего с этой страной. Это башня Тайбэй-101. Это самое высотное здание на Тайване. Подождите, угадаю, сколько этажей? Наверное... 102. 102? Ну, почти, да. 100. 100 и еще один. И еще один. И цоколь там, может быть, еще под крышей. Да, это, безусловно, один из таких ярких символов Тайбэя и всей страны. Как мы уже с вами поговорили, естественно, в нем 101 этаж. Вот. Высота здания 509 с лишним метров. До недавнего времени это было еще и самое высокое здание в Азии. Ну, сейчас уже нет. Но в стране, в рамках Тайваня, это, безусловно, самое высокое здание. Здание предназначено, прежде всего, для того, чтобы, конечно, наслаждаться панорамой города. Вот. В этом здании два, две смотровых площадки. Одна закрытая, другая открытая. На 89 этаже и на 91 этаже. С обеих открывается прекрасный панорамный вид на Тайбэй. И у этого здания есть такие две дополнительные, уникальные вещи, ради которых туда люди приезжают. Прежде всего, там скоростной лифт, на котором вы едете и у вас закладывают уши. Тот, который доставляет вас на смотровые площадки. Он движется со скоростью 60 км в час. То есть, это очень высокая скорость для лифта. Закладывают уши, потому что он быстро завозит наверх. Да, быстрый перепад высоты. Перепад высоты, да. Скажите, правда ли говорят, что на Тайване, стереоптик такой, на Тайване самые лучшие поддельные кроссовки шьют? Можете не отвечать, это была шутка. Почему? У меня еще компьютер с Тайвани. Тоже классно. Наверное, Acer. Нет. Нет. И Acer, но он же поддельный, он не совсем должен быть прям Acer. Давайте вернемся к башне. Я про нее еще не все сказала. Я сказала, что там две уникальных особенности у этой башни. Одна это высокоскоростной лифт, и вторая это так называемые демпферы. Наверное, все знают, что все-таки для высотных зданий у них есть некая конструкция, которая их держит, удерживает от сильного ветра. Демпферы это огромные такие стальные шары, которые вмонтированы внутрь здания, и они отклоняются из стороны в сторону в зависимости от того, как дует ветер, и как бы стабилизируют, возвращают высокое высотное здание в свое исходное положение, обеспечивают ему устойчивость. Они есть во всех небоскребах, во всех высотных зданиях в мире, но вы их никогда не видите. Тайбэй-101 это единственное здание в мире, где вы можете их видеть, они открыты для публики. То есть они не скрыты внутри здания, их можно прям посмотреть. Это очень интересно, и на самом деле, да, больше такого вы нигде не увидите. Поэтому вот Тайбэй-101 это из топ-3 достопримечательность номер один, которую точно стоит посмотреть. Ну и демпферы еще, где вы его еще увидите? Во-вторых, достопримечательность, ну еще одна, которую не стоит пропустить, это, конечно, музей императорского дворца. Это огромный, гигантский музей в Тайбэй, в котором хранится самая большая в мире коллекция произведений древнего искусства азиатского от неолита до династии Цин. То есть там около 700 тысяч экспонатов. Огромный музей, там можно провести действительно весь день. Смотрят люди, любуются фарфором, произведениями живописи, графики, драгоценностями. Но есть одна тоже изюминка у него, как Мона Лиза, да? Также есть... Поддельные Мона Лиза. Также есть один экспонат, который, ну, самый известный, наверное, в рамках данного музея. Это так называемая жадеитовая капуста. Это... Вы знаете, как выглядит пекинская капуста? пекинская. Да. Так вот, там довольно крупного размера это жадеитовая капуста выполнена из нефрита или жадеита, то есть из драгоценного камня. То есть это статуэтка такая из цельного куска, цельный кусок в виде пекинской капусты и в листьях у нее прячутся тоже вырезанные из этого же камня кузнечик и саранча. Это очень тонкая работа мастера, вот действительно уникальный экспонат, который все смотрят обязательно. Ну и плюс, после того, как вы посмотрите огромное количество экспонатов в музее Императорского дворца, имеет смысл пойти погулять по дорожкам, по территории дворца, он тоже очень красивый. Это вот вторая, наверное, достопримечательность, которую тоже все посещают. И третья, это связанная с историей страны, это мемориал первому президенту страны Чан Кайши. Я думаю, что это имя на слуху, даже у тех, кто особо до этого не интересовался историей Тайваня. Это огромное здание, выполнено из белого мрамора. Оно украшено такой черепичной крышей, и к нему ведут ровно 89 ступенек по числу лет, которые прожил первый президент. Наверху там огромный зал с бронзовой статуей Чан Кайши. И каждый час в течение дня возле этой статуи проходит смена почетного караула. Как у нас, да? И как в Англии тоже, да? И как в Англии, да. Ну и на территории этого комплекса еще есть национальный театр, концертный зал. Ну а территория вокруг это замечательное место для прогулок. Вот эти вот три точки, наверное, в рамках Тайбэя посещают все туристы, и обязательно стоит посмотреть каждому. Слушайте, прямо захотелось, захотелось побывать на Тайване, потому что, оказывается, я много про него знаю, но ничего этого лично не видел. Прямо уж как-то сам себе начал завидовать, а вам тем более. Я так понимаю, что у нас пришло время конкурса, и сейчас мы его расскажем. Все довольно просто. Туристическое бюро Тайвань во Владивостоке приглашает полюбовать, а попробовать свою удачу в конкурсе «Три тройки». Звучит как-то азартно, если честно. Что это такое? Три магическое число и в тайваньской культуре, и в философии. Тройка символизирует единство неба, земли и человека. Три для тайваньцев число удачи и успеха. Испытайте свою удачу в нашем конкурсе «Три тройки». Итак, что нужно сделать? Значит, первое, это подпишитесь на аккаунт Туристического бюро Тайваня «Фейсбук» или «Инстаграм». Ищите их по словосочетанию «Тайвань» — «Сердце Азии». Второе, прочитайте три последних поста. И третье, ответьте на три вопроса, которые опубликованы на странице радиомарафона на сайте fregataero.ru. Что вы получаете? Собственно, получаете три сертификата с предоплаченным бюджетом в ресторан паназиатской кухни «Зума». Уже с десяти утра мы начали это самое делать. И продолжаем до шестнадцати часов принимать ваши варианты ответов с пометкой «Тайвань» в WhatsApp радио «Лемма». В WhatsApp нашей радиостудии 8994-008-0090. И я скажу честно, сообщений уже достаточно много. Я прокручиваю, вижу, что активность действительно большая. Более двадцати пяти сообщений. Так, на вскидку я уже получил и значит это хорошо можно участвовать. Что еще важно? Имена победителей мы озвучим в прямом эфире в 16.30. Примерно с 16.30 до 17.30. Победители выявляются через рандомайзер. Выбираем генератором случайных чисел среди участников, приславших правильные ответы. Вот то, что мы хотели вам сказать. Кстати, звучит перебивочка максимально мощная. Listen to the Walsh 2020 виртуальное путешествие на Тайвань. Ну, а мы, друзья, хотели бы дальше продолжить. Мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с такими замечательными местами в мире, как остров Тайвань. К нам присоединяется вот-вот буквально через несколько минут еще одна гостья. И она будет рассказывать про Тайвань очень скоро. А пока, друзья, давайте пригласим наверное еще почетных гостей, которых мы очень хотели увидеть, естественно. Друзья, нас сейчас уже посетили, наверняка видели рекламу авиакомпании JAL на разных улицах Владивостока перед запуском новых рейсов в Токио в феврале. Ваш вопрос будет о преимуществах для пассажиров авиакомпании JAL это будет интересное место, интересное время с удовольствием с большим мы встречаем нашего гостя в студии. Экзотический Тайвань конечно хорошо, но мы будем переноситься и в другие места переносимся в Японию, точнее практически перелетаем. Ведь у нас в гостях вице-президент и главный региональный управляющий по Владивостоку России и СНГ авиакомпании Japan Airlines господин Такаяма Юдзи и между прочим он супервайзер и супервайзер представительства авиакомпании JAL Airlines в аэропорте города Владивосток это Руфальская Наталья. Доброго 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 утра здравствуйте здравствуйте слышно вас слышно вас поприветствуйте наших радиослушателей насколько хорошо ваше настроение очень хорошо я так понимаю что вы будете говорить на русском языке я постараюсь видно что вы умеете можете и здесь оказались с большим позитивом да для наших радиослушателей я немножечко поясню господин Такияма долгое время работал руководителем представительства JAL в аэропорту Домодедово в Москве а осенью прошлого года переехал в Владивосток для открытия новейшей станции авиакомпании по этой причине собственно он и хорошо говорит по-русски и это приятно я постараюсь у нас есть к вам вопросы у нас есть вопросы очень большого количества господин Даками Асан кратко расскажите о вашей авиакомпании японская авиакомпания является ведущей авиакомпании не только в Японии но и в Азии мы выполняем рейсы между Москвой и Токио более 50 лет но к счастью 28 февраля этого года началось выполнение рейсов в Владивосток в Токио на Лито для нас было большой честь стать первой японской авиакомпанией от окружающей прямой рейс из Бразио в Японии спасибо спасибо большое ну и хочется сказать еще о том что авиакомпания Джал уже достаточно долго во Владивостоке присутствует мы рады тому что есть возможность путешествовать еще более комфортно и экономить средства потому что все таки авиакомпания Джал работает для своих для своих пассажиров и в частности делает все для того чтобы нам было комфортно быстро и безопасно добираться до нужного места но это еще не все вопросы я так понимаю компания Джал не пришла сегодня без подарков серьезно подарки да Наталья приготовили какие-нибудь подарки есть ли что-то победителям мы подарим модель самолета Боинг 737 этот тип самолета оборудован на наших маршрутов Владивосток Токио серьезно модель самолета которая будет гордо возглавлять она большая недостаточно большая недостаточно большая чтобы на ней полететь в Японию но достаточно большая чтобы каждый гость заходящий в вашу квартиру спрашивал а что это где вы выиграли это что реально Джал так вот как выиграть можно наверняка вы видели рекламу Джал на разных улицах Владивостока перед запуском новых рейсов в Токио в феврале наш вопрос будет преимущественно для пассажиров авиакомпании Джал как это делается вы можете позвонить в студию телефон 249-8808 мы начинаем принимать звонки и первому дозвонившемуся мы зададим вопрос если вопрос вы отвечаете на вопрос правильно в это же мгновение вам достается возможность от звонок в студию уже поступил и так сейчас мы узнаем кто же нам дозвонился поднимаю трубку давай здравствуйте вы слышите нас да слышу здравствуйте здравствуйте и так знаете ли вы что такое авиакомпания Джал да это и водка авиакомпания уже пользовались ее услугами успели нет не успела но с удовольствием ее воспользовалась но вы же спите и видите правильно конечно я собиралась разговаривать годовщину в Японии 22 сентября но я думаю что годовщина у вас это далеко не последняя ведь вы позвонив сюда автоматически получаете японское долголетие потому что оно приходит к вам через кармические силы скажите как вас зовут Анна Анна у нас есть вопрос для вас вы готовы отвечать да давайте сколько мест багажа можно бесплатно зарегистрировать в экономическом классе при полетах Джал по маршруту Владивосток Токио думайте бесплатно бесплатно нет конечно бесплатно а как по другому удивительно слушать такие слова в наше современное время но да бесплатно можно сколько-то мест в багаже при перелете с помощью авиакомпании Джал провести сколько я думаю что на одного человека наверное один знаете что я лично очень хотел бы чтобы вы выиграли поэтому у вас есть еще один еще один шанс еще один это вы сказали один и еще один это один и еще один это абсолютно правильный ответ мы вас поздравляем было легко потому что отметьте почему мы не прекратили с вами диалог почему мы не выбрали другого победителя потому что каждый кто прикоснулся к авиакомпании Джал должен уйти довольным поэтому если вы к нам дозвонились мы поздравляем нашего победителя вы получаете модель самолета Боинг 737 это тип самолет оборудованный маршрутами Владивосток Токио авиакомпании Джал и он будет красоваться где вы можете получить туроператор фрегатайра наш партнер сегодня по адресу Океанский проспект 69 торговый центр галереи приходите говорите что я выиграла требуйте свой авиасамолет только не требуйте слишком агрессивно потому что если человек приходит говорит мне нужен самолет и миллион долларов вас могут арестовать просто самолет требуйте этого вам будет достаточно спасибо большое ну и я вешаю трубку надеюсь вы поняли где забирать приз фрегатайра фрегатайра океанский проспект 69 торговый центр галерея спасибо что дозвонились нам спасибо что были с нами в этот момент целуем вас крепко в щеки спасибо до свидания ну что ж Анна выиграла свой приз а мы возвращаемся к нашим гостям и сейчас вопрос который у нас прозвучит будет для Такая Мэссан напомните пожалуйста а в какие страны и города можно летать через Токио в Токио есть два аэропорта нарито это международный хаб имейши широкая абия сабжение жар на премьер с Америка и Канад и конечно же с странами Азии включая популярные направления для Приморцев таки как Безнам Филиппин или Тайран из второго аэропорта Ханеда мощная летач не только за при дээр и по ни но и по раз личным внедренным направлениям от Хоккайдо до Окинавы к сожалению сейчас многие рейсы в том числе Браджил всток Токио при Астан в Это непростое время для всех но мы верим что в ближайшее будущее снова начнем обслуживать наших уважаемых пассажиров конечно включая сегодня наш следующий и я лично гарантирую что вы почувствуете настоящее японское гостеприимство с самого первого шага в наш авиарайонер очень надеемся что ситуация улучшится и ждем момента когда увидим много гостей из приморья на нашей борту и в Японии спасибо большое действительно захотелось потому что чувствуется и гостеприимство уже в вашем голосе у нас вопрос к Наталье Наталье в этом году вы начали работать в авиакомпании Джал судя по всему вы уже побывали в Японии да я была на обучении от авиакомпании в Токио и как только откроют границы планирую побывать в разных местах Японии на самом деле путешествовать внутри страны с авиакомпанией Джал очень удобно а какие впечатления от работы в Японской компании есть какие-то уже какой-то опыт ну вы знаете да опыт есть и конечно есть свои особенности а мне очень поразило то что в компании существует своя философия она так и называется философия Джал и основа этой философии может себе представить золотое правило нравственности и звучит она дословно так не делай другим того чего не желаешь себе то есть соответственно это правило работает в отношении своих сотрудников к работе и к клиентам поэтому мы ждем всех на наших рейсах и от компании Джал я уверена вам очень понравится прекрасно я думаю это самое главное правило взаимоотношений и приятно что оно является не девизом а правилом компании Джал ну и вообще скажите пожалуйста что хотелось бы пожелать всем слушателям нашим кто слышит нас кто чувствует желание попасть в Японию рассказывайте пожелание короткое яркое и с душой всем нашим слушателям очень хочется пожелать чтобы открылись наши границы и мы продолжали выполнять осуществлять наши путешествия посмотреть Японию побывать в разных местах насладиться этой страной где доброжелательные и открытые местные жители прекрасные места ну и конечно же мы с нетерпением ждем открытия наших рейсов возобновления наших рейсов и всех ждем на наших рейсах большое спасибо мы с удовольствием еще раз хотели бы представить людей которые только что вещали делились своим внутренним позитивом от сердца к сердцу от японского к русскому и обратно передавали свои флюиды и скажу сразу с нами вице-президент и главный региональный управляющий по Владивостоку России и СНГ авиакомпании Japan Airlines господин Токаяма Юдзи и супервайзер представительства авиакомпании Japan Airlines в аэропорту города Владивостока Руфальская Наталья спасибо вам большое что прибыли спасибо большое что рассказали многие вещи приятные о Японии ну а мы переходим к следующей теме друзья доброго хорошего настроя у нас тут Тайвань снова оккупировал нашу территорию и я скажу так приятно что есть у нас очаровательные леди которые с томным голосом рассказывают с азартом в обертонах о том что такое Тайвань и мы продолжаем знакомить вас с такими замечательными местами как остров Тайвань к нам присоединилась Мария Дробкова представитель туристического агентства фрегатайры специалист по направлению Тайвань вы специалист по направлению Тайвань так сказать начитанный или вы на своем опыте этот самый остров полюбили конечно я была на острове Тайвань три раза и для меня этот остров всегда на него всегда хочется вернуться и собственно даже на эту осень у меня была запланирована поездка но она перенеслась на следующий потому что в Тайвань просто всегда хочется вернуться я еще не все посмотрела что я бы хотела потому что очень-очень много и достопримечательностей и природных объектов и пляжный отдых можно быть на Тайване это и острова и юг юг Тайваня где где заповедник Кандин расположен а вот основываясь на вашем довольно большом опыте как мы поняли кому бы вы посоветовали посетить Тайвань каким путешественникам потому что как уже Константин упоминал отдых бывает разный бывает познавательный бывает активный бывает пляжный то есть каким путешественникам лучше на Тайване и если есть какие-то разницы то где на Тайване могут найти интересные места любая категория туристов это могут быть и семейные пары и люди с детьми потому что там есть и зоопарки и аквапарки очень сделано хорошо сообщение между городами оно может и на общественном транспорте и железнодорожный транспорт хорошо сделан потом для молодежи может быть интересны походы велосипеды можно брать на прокат автомобиль и проехать весь остров с севера на юг вообще это много остров это как русский как Бали остров это всего 400 километров около 400 километров с севера на юг то есть чуть меньше приморского края плюс что очень интересно на Тайване встречаются субтропики и тропики и поэтому когда вы пересекаете середину Тайваня сразу же меняется его вид то есть лиственные деревья они меняются на пальмы на плантации ананасов бананов и так далее то есть это прям визуально видно что климат сменился поэтому круглый год на Тайване на юге можно купаться а на севере вы ну есть небольшая смена сезонов например в районе нового года около 12-15 градусов то есть можно встретить новый год там на новый год на башне 101 грандиозный салют который очень знаменитый и собирает очень много туристов чтобы его посмотреть они прямо с башни стреляют да все 100 весь 101 этаж и потом поехать на юг и искупаться дорого ли дорого ли там вот на этом самом райском островке я бы сказала очень доступно очень звучит так как будто бы почти бесплатно нет конечно но можно найти под любой бюджет будь то экономичные какие-то отели либо это будут хорошие отели мировых цепочек любой абсолютно уровень можно найти на тайване и еще что интересно так как на тайване есть вулканы потухшие очень много отелей с источниками то есть как ансены в японии практически в любом районе в любом городе тайваня можно найти отель в котором будут свои ванны с горячими источниками а на каком языке кстати говорят тайваньцы на традиционном мандаринском языке то есть наш приморский слух будет знаком с этими созвучиями мандаринский я понимаю это самый распространенный диалект китайского да а у нас север Китая не на мандарине по-моему говорит если я не ошибаюсь поэтому совсем уж блеснуть знаниями полученными в Суэхумхе не получится придется учить традиционный китайский мандарин ну а вот тайвань который встречает гостей тайвань который встречает вас встречал трижды чем-то особенным прикипела душа к тайване вот какой-то ключевой момент вот первое может быть не первое но вы тайвань что вас объединяет ну конечно же люди на тайване они совершенно добродушны они очень гостеприимны это даже сложно с чем-то сравнить это только можно почувствовать когда все все хотят помочь все даже если ты не просишь помощи как туристы бывают бояться в азиатских странах столкнуться с тем что они не смогут что-то найти помогут даже если не будешь просить помощи но будешь стоять и смотреть в карту с вопросительным видом пойдут и обязательно помогут несмотря на разницу и незнание языка все равно это можно сделать а есть а есть в культуре и в кухне может быть в каких-то еще особенностях какое-то отличие от китая на тайване или это прям китай с немножечко измененной политической обстановкой как вообще там с точки зрения культурных отличий кухня на тайване очень разнообразна она впитала все лучшее из восточных кухонь и собрала все самое лучшее у себя нет какой-то специфики острой или пряной но ставка делается на свежесть продуктов на разнообразие и любой человек с любыми предпочтениями может найти для себя кухню которая ему будет нравиться блюдо которое будет привыкать надо то есть я знаю что когда приезжаешь в восточную страну первые три дня ты адаптируешься ко всему к жаре к еде к воде то есть вообще ко всему ну я думаю что абсолютно нет потому что жители дальнего востока как минимум приучены к японской кухне к азиатской японских ресторанов очень много на тайване поэтому начать можно с этого и уже дальше продвигаться в зависимости от предпочтений а дальше во все тяжкие в общем вы прямо что рекомендуете на тайвань я очень рекомендую я люблю всем сердцем тайвань поэтому я бы рекомендовала всем там побывать это очень интересно и очень ну все уговорили ладно все я согласен ну и мы собственно что хотим сказать большое спасибо что нам рассказали об этом большое спасибо что нам рассказали все интересное выложили всю правду и заинтересовали нас тайваньским путешествием с нами была очаровательная леди она между прочим представитель туристического агентства «Фрегат Аэро». Если вдруг вам интересно с ней пообщаться и дальше, и слушать ее рассказы о Тайване с еще большим азартом, вы можете прийти сегодня во «Фрегат Аэро» или позвонить на номер 2-45-96-96. Ну, правда, ей нужно будет вернуться в офис, и это примерно полчаса. Поэтому ждите ей потом, звоните, говорите «Здравствуйте, Мария Доробкова мне нужна. Я хочу с ней в Тайвань». Ну, просто в Тайвань. Ну, помогала ей Светлана Василевская. Светлана Василевская, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, а мои друзья, мы продолжаем идти дальше, продолжаем шагать вперед к большому количеству интересного. Да, можно, например, прерваться и дать людям послушать немного хорошей музыки для того, чтобы они набрались сил послушать нашего следующего гостя. Да, у нас в студии все больше и больше, люди приходят, уходят, сменяются. Чувствуешь себя каким-то туристическим раем, в который постоянно приезжают новые и новые люди, привозят новые и новые. Да, да, да. Я вижу тоже в раю, потому что день давно на дворе, у тебя все утро. А, ну я просто ведущий утреннего шоу. Нужно понимать, это привычка. Это привычка. Это привычка. Друзья, у нас в гости следующий гость в студии. Путешественник, фотограф, в Японии побывал несколько раз и всегда забирался в такие уголки, куда попадает не каждый. Японец, встречайте. Привез две машины. Как обычно, да. Приехал сам. Вячеслав Форошев. Форошев, здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, здравствуйте. Прям фотограф. Прям фотограф. Прям путешественник. Прям путешественник. И этим зарабатывать можно в 2020-м? Нет. Ну, вы можете себе позволить, судя по всему. Да, мы вам уже завидуем. Спасибо. Основной темой нашего разговора, конечно, станет активный отдых в Японии, пешеходные маршруты. Но предлагаю все-таки начать. Да, мы не просто так хотим начать. Мы поговорим с вами. Пока будем говорить, есть маленький розыгрыш. Пока мы говорим с вами, нам могут писать в нашу студию, что нужно. Естественно, мы говорим о розыгрыше очередном и подарок от Японии. Точнее, это совместный розыгрыш с сетью ресторанов Токио. Удивительно, да? Как это происходит? Дорогие радиослушатели, участники радиомарфона Listen to the World 2020. Чтобы выиграть сертификат на ужин в ресторане Токио, вам с помощью нашей подсказки нужно угадать, в каком ресторане сети Токио спрятан приз. Да. Это можно... Да. Это быстро, если вы будете рядом. Причем первым приехать надо именно в этот ресторан и у администратора получить свой приз, сфотографироваться с подарком и прислать фото нам в студию на WhatsApp радио Лема по номеру 8994-008-0090. Внимание, подсказка. Название этого ресторана по-японски означает «милый мимимишный». Итак, заводите двигатель своего авто, включайте первую передачу и двигайте в том направлении, в котором, по вашему мнению, нужно двигаться. Ведь ресторан этот называется по-японски «милый мимимишный» и, приехав туда, вы сможете просто к администратору подойти и сказать «здравствуйте, милый мимимишный привел меня к вам, отдайте мой приз». Я, правда, не понимаю, зачем потом слать нам в WhatsApp сообщение, человек приехал, получил приз. Похвастаться. А, это важно. Не без этого. Кстати, еще одна хорошая новость, кто не успеет доехать первым, самым первым. Не расстраивайтесь вас на ресепшене. Рестораны ожидают подарки с сувенирами от Японской национальной организации туризма. Кстати, у нас, прямо здесь, вместе с Вячеславом, присутствует Татьяна Зурева, представитель этой организации. Здравствуйте, Татьяна. Да, добрый день. Вы прям действительно представитель японского организации по туризму. Вот прям как Слава фотограф, так я представитель. То есть, после этих слов мы можем и Славе доверять. При этом, Вячеслав, мы хотели бы спросить несколько вещей у вас. Давайте все-таки о Японии. Вот, например, древний паломнический маршрут Кумана-Кодо. Начинается он в паре часов езды от Осаки. Кому можно рекомендовать такой тур? Насколько комфортно, насколько тяжело? Есть ли смысл идти, если вы, допустим, не синтоист и не буддист? Можно ли пройти не весь маршрут, а только посетить самые красивые объекты? Как отдохнуть после марш-броска, горячие источники может быть там есть или что-то еще? Рассказывайте. Рассказывайте. Вообще, у вас есть очень много вариантов. Вы можете доехать из Осаки реально за два часа. Дальше вы можете, если не хотите идти пешком, можете сесть на автобус, доехать по всем трем основным основным храмам региона, там переночевать, погулять по окрестностям, отмокнуть в горячих источниках. Их там реально очень много. То есть, возле каждого из трех храмов вы можете найти ансены, причем на самый разный вкус. Возле того же Хонгу есть общественный, совершенно бесплатный источник на берегу реки. То есть, погружаетесь в горячую водичку, в десяти метрах от вас течет река, Куманагава, и при свете звезд, пожалуйста. Ой, шикарно. Хорошо звучит. Говорят, еще зимой можно приехать туда же, и точно так же, будучи в зимнее время суток, зимнее время года, да, все-таки утреннее шоу дает о себе знать. Зимой тоже можно? Зимой тоже можно. Единственное, что если хотите идти пешком, как вот настоящий паломник, то там есть нюансы, потому что тропу не чистят, и как вот паломники ее натоптали, так и ходите. То есть ты идешь, а там натоптано ужас. Там натоптано, но, к счастью, там не так много людей зимой. Вообще, место в Японии известное, но немногие японцы сами там бывали. То есть я разговаривал со многими, и говорят, да, знаем, но сами не ездили. Просто потому что сам маршрут, вот этот, да, в основном японцы ездят по монастырям, вот как вот автобусный тур, вот, погрузились, их провезли по основным точкам, все счастливы. Если вы хотите как настоящий паломник пройти, то есть вы приходите к входу в священные горы, там есть отдельные тори стоят, рядом паломнический центр, где вы получаете специальную книжечку, такую, где можно ставить печати, и пошли, пошли по тропе, там порядка 37 километров, но цифра не очень большая, но из-за того, что рельеф гор, он очень крутой, вверх-вниз, вверх-вниз, уставать можно километров за пять. 37 километров не очень большое расстояние? Я тоже вот выдохнул в этот момент. 37 километров, это марафон 42, я не добежал позапрошлым году. Это пешком идти, а не бежать. 37 километров, это можно там пройти, грубо говоря, за 7 часов. Налегке и за день? Если по грамоте? Если по ровному месту, а там же еще горы. Да, за день можно, но вот на этот маршрут в среднем уходит у подготовленного человека двое суток. А, двое суток, где-то еще ночевать придется? Да, то есть там есть деревушки, чекпоинты. Нет, там именно деревушки, чекпоинты можно назвать, да. Если неспешно гулять и смотреть на красоты, то с двумя ночевками. В принципе, это реально. Там весь маршрут, он разбит на кусочки. Есть очень сложные, которые для подготовленных туристов, можно сказать. А есть что-то совсем простое, то есть прогулялся с перепадом там 100-200 метров, просто посмотрел на чайные плантации и прочее. А если, вот, например, идет человек, он не подготовленный, но вот он не сможет через сложное место пройти, а есть какие-то развилки, то есть здесь тяжело, здесь легко? Там есть карта, то есть ты сам смотришь. Что тяжело, да, что легко, и перед любым сложным участком там есть автобусная остановка, которую ты можешь проехать. то есть нормально, если я здесь пройти не смогу, я смогу проехать. Все очень по-японски, да. Шикарно, шикарно, я считаю это отлично. Но вот интересно, что пока ты идешь пешком по тропе, сам все честно, там, особо в сложных местах, стоят маленькие светилища, посвященные там разным историческим личностям или местным каким-то богам, камень маленьким богам, вот, и ты в каждом этом светилище там лежит большая красная печать, из своей книжки ты проставляешь вот эти вот печати по всему маршруту. Если собрал их все, приходишь в Хонгу, и там в еще одном паломническом центре ты эту книжку меняешь на большой красивый сертификат, который заворачивает трубочку на рисовой бумаге о том, что ты настоящий паломник. Подождите, вот вы так об этом страстно рассказываете, почему? У них остался ваш паспорт или почему вы вот именно об этом рассказали? Вы паломник? Скорее там осталось мое сердечко, как говорят. Наверное, потому что вот если ты прошел это пешком по всей этой тропе, встречаясь с людьми, которые там тоже оказались не случайно, да, и проходя по деревенькам, которые являются вот той самой Японией, то, что можно назвать сердцем вот горной Японии, совершенно по-другому начинаешь воспринимать страну, это во-первых, во-вторых, за счет погружения вот в природу этих мест начинаешь проникаться вот самим духом Японии. То есть без отрыва от всей страны, но природа, согласитесь, и в Примозском крае у нас тоже. Нам нужно выбраться в тайгу, чтобы почувствовать, что такое Примозский край на самом деле. Но на той тропе просветления достигаешь? Есть такой момент, что там вопрос не в просветлении. Японцы говорят как? То есть ты приходишь туда с каким-то вопросом своим, и пока ты идешь по тропе, вот эти 37 километров, этот вопрос должен быть у тебя в голове. И в процессе пути ты или найдешь ответ сам, или этот вопрос просто тебя отпустит. Ну, потому что когда, знаете, ноги болят уже, это уже не для вопросов. Да, 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 оно уже все. Это такой психолог длиной 37 километров. Да, да. За два дня. Ну, вообще, это как? Это 37 километров с рюкзаком, или есть пункты питания, которые пришел, 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 посидел в кафе? В деревеньках, да, есть, можно даже встретить там лавочки с минимальным удобством можно отдохнуть. Я шел с рюкзаком, ну, килограмм, может быть, 12 был, не особо много. Но это еду с собой нужно брать, или все есть по дороге? Это перекус, перекус. Достаточно по дороге, да, можно... Всегда беру еду, надо с собой брать, вдруг заблудешься. Ладно, а если уж на то пошло, какие еще места? Я знаю, что есть остров Хоккайдо, известный горнолыжными курортами, причем сезон катания там один из самых длинных в мире, это тоже для меня было удивлением открытием с середины ноября до конца мая. Но если вы не кататься на лыжах или планируете поездку на лето, чем заняться на севере Японии можно? Именно на Хоккайдо. Вообще, это остров, который в себе заключает очень много возможностей. Во-первых, это самый близкий к нам, к Владивостоку и Приморскому краю полноценный винодельческий регион. Ох, вот здесь вы зацепили еще большую аудиторию. Еще, это самая близкая к нам большая виски-курня. Так, это ноль плюс радиостанция переставит быть таковой уже. В который раз о Японии говорим и везде проскакивают вот эти вот... Потому что, ну, такие вещи делают пешие маршруты еще приятнее, согласитесь. Конечно. Кроме того, если говорить про пешие маршруты, это лавандовые поля, то есть полтора часа лета, пожалуйста. Это не Прованс, как бы, через весь континент. Тут мы можем прилететь, доехать на поезде там порядка двух часов и, пожалуйста, гуляй. Не проблема. Тут те же горячие источники, тут же вулканы. Хочешь, поднимайся на Асахидаки, как бы, самое... Самый ранний снег в Японии и самый поздний, соответственно, снег. То есть там в районе есть горнолыжные базы, пожалуйста, катайтесь. А вулканы там не дымятся, не опасно? Ну, фумаролы там есть, они дымятся, но вроде как не опасно. Мне нравится вот это вот вроде как. Вроде как не опасно, но это не точно. Ладно, кстати, с нами еще в эфире Зубарева Татьяна. Здравствуйте. Да-да-да. Я понимаю, что нельзя не заслушаться было Вячеслава, потому что он говорил как какой-то прям адепт путешествия по Японии с рюкзачком. Мы его адаптировали. Да, адаптировали. Вы вот по этим маршрутам хаживали? По Кумана Кода наступала, так скажем, одна ножка, самое красивое место, которое он заканчивается. либо начинается с этого места маршрут, прекрасный водопад, начитайся. Безумно красивое место, если у вас нет времени пройти по всему маршруту, по крайней мере, нужно доехать до этого места и буквально 500 метров пройти по маршруту и увидеть саму его красоту. И на Хоккайдо тоже хаживала, да, это замечательно. И ездила? И ездила. А с горнолыжными курортами связаны были? Да, как раз я была в зимний период. Это замечательно в том плане, что горнолыжки японские, именно на Хоккайдо в том числе, это самый лучший снег, но это можно прочитать в любом журнале, да, там самый лучший снег в мире, пухляк его называют. Но дело даже не в этом. Я не профессиональный спортсмен, да, там стою на сноуборде и не падаю, вот мой уровень катания. Но там вы ощущаете, что вы один практически. То есть вы поднимаетесь на подъемнике и перед вами никого нет. Нет никакой толпы на подъемнике, нет никакой очереди. Вы в горах, вот вокруг вас это белая, белая вот эта красота вся с елями, и вы спускаетесь по трассе один. Но при этом это абсолютно безопасно, если вы, не дай бог, упали, тут же к вам кто-нибудь прибежит. Но при этом вот какого-то ощущения, что вы в толпе нет. Подождите, а как же они зарабатывают, бедняги, тогда, если ты один приехал из России? Там большие пространства, очень большие территории, поэтому получается, что каждый себе может выбрать трассу и буквально там спуститься один по всей горе. А если ты вообще как бы, ну, два по пять в горнолыжном спорте и хоть на лыжах... Скатиться можно? Скатиться? Есть ребята, которые там работают, поэтому, в общем-то, с любым уровнем катания можно поехать. Ой, все. Костя, поехали кататься. Если честно, я уже запланировал. Как только границы открываются, первым делом, простите, конечно, простите, простите, но в Суйфинхэ, а уже потом на Хоккайдо. Это святое. Ну, потому что душа, душа прикипела. Вы, когда в следующий раз поедете на Хоккайдо, в Японию, в эти места? Или, может, у вас какие-то другие регионы запланированы, кроме этих мест, по нахоженным тропам хотите или по новым? Именно в Японию я бы еще раз вернулся на Хоккайдо, потому что я, хоть и был там две недели, максимальная длина туристической визы, я бы еще съездил на север Хоккайдо, во-первых, посмотрел именно природу, потому что и мне интересно посмотреть на Сахалин через пролив. Потому что я на Сахалине был. Может быть, для этого проще съездить на Сахалин? Я уже был. То есть я смотрел на Японию, и теперь охота посмотреть... Закрыть гештальт просто в обе стороны. Да, и плюс я огромный фанат горячих источников, и я стараюсь каждый день перемещаться. И у меня есть прям карта источников Хоккайдо. И есть некоторые, в которых я бы обязательно хотел побывать. Интересно, чем они могут отличаться? Там разный состав воды, разный эффект. То есть после какого-то тебе охота только спать, лежать и восстанавливаться, а после некоторых ты бегаешь заряженный, как батарейка. Ничего себе. Это становится интересно. У меня жена тоже большой фанат горячих источников, но для нее это ванна. Ну, она тоже горячая, и она тоже источник. Спасибо большое. Друзья, я хотел бы так подвести определенный итог, ведь пока мы беседовали с Вячеславом и с Татьяной, в этот час, в это время по городу носились в попыхах, как в известном фильме «Машины бега» люди пытаясь найти ресторан Токио, в котором есть дополнительная приставка, означающая «милый мимимишный». И если вы все еще не доехали до этого места, знайте, нужно угадать, о каком это речь, ресторане приехать и администратор вам на пороге буквально выдаст подарок от Токио. Кстати, если вы будете не первым, вас все равно чем-то приятным удивят. Я хотел бы, наверное, учитывая, что мы подходим к концу этого диалога, хотел бы раскрыть карты, чтобы вы ринулись еще с большим желанием. Это ресторан «Токио-кабай». Токио-кабай. Кабай по-японски «кабайненько» значит «миленько». И значит, вы теперь, зная правильный ответ, можете ехать туда, и даже если вы будете не первым, все равно без приятного подарка вас не оставят. А если вы не знали ответ, то сейчас просто бегите со всех ног, особенно если вы рядом. И особенно если вы любите японскую кухню и ресторан Токио, и вообще «кабай» для вас не пустое слово, а что-то мимимишное, прекрасное приятное. Кавай, кавай, кавай. Ну и финал вашего слова, финальное. Татьяна, Вячеслав, что желаете нашим слушателям? Здоровья и открытия границ. Ну, чтобы идти по этим тропам, да, Вячеслав? Да, и побольше путешествовать. Это важно. Сказал, да, знал, куда шел, знал, для чего марафон создавался. Спасибо большое, что были с нами сейчас, спасибо большое, мы добавляем немного музыки в наш эфир, и пусть эта музыка зарядит вас на следующее путешествие. Песня так и называется «My Way». Спасибо. Я заметил, да, ты утреннее шоу, я вечернее, а мы днем. А мы днемные. Днемные, да. Днемные ведущие впервые, это эксперимент, мы еще и с разных радиостанций, так-то. Вообще. В одном, можно сказать, в офисе находимся, но все равно далеки немножечко по репертуару. Ну, и я точно хотел бы сказать, перед тем, как мы нового гостя, новую гостью в студии в очередной раз встретим, как новую, уже постоянную, не уходите, будьте с нами. Так вот, перед тем, как мы продолжим беседу и опять поговорим о Тайване, потому что очень круто об этой стране говорить, я уже сам захотел, мы хотели бы сказать, что сегодня же день, международный день туризма, и этот праздник пока что в онлайне. Но если вам хочется немножечко оффлайнового празднования, то знаете что, сегодня, в течение всего дня в офисе «Фрегат Айр» по адресу Океанский проспект 69 в торговом центре галереи прям праздник, по-настоящему. Там сувенирная продукция предлагается каждому пришедшему, там вам предложат любые консультативные, консультационные услуги, вам там даже предложат угоститься фуршетом. Поэтому отменяйте все дела воскресные, закрывайте все эти шашлычные ваши направления на сегодня, бросайте все, берите семью и едьте в Афрегат Айр на Океанский проспект 69 торговый центр галереи. Почему? Да потому что нет ничего приятнее, чем планировать путешествие. И там вам расскажут, когда что откроется, куда можно когда поехать, куда можно когда полететь, за какие деньги это все сделать. Друзья, не теряйте времени. Сегодня это уникальный способ взять, приехать к ним, получить консультацию и порадоваться. А можно я тоже сейчас поеду? Нет, Саша, нужно остаться, потому что, во-первых, с нами большое количество радости. С нами Тайвань. И вот он уже в позывных. Listen to the Walsh 2020 виртуальное путешествие на Тайвань. Здравствуйте. Тайвань снова с нами. Он снова оккупировал нашу территорию. И мы продолжаем открывать для себя удивительную страну Тайвань. А с нами вновь представитель туристического бюро Тайваня во Владивостоке Светлана Василевская. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Все, кто уже слушал нас и кто только присоединился. Светлана, я слышал, что в Тайваньском проливе есть архипелаг достойный славы Мальдив или Сейшел. Это Пескодорские острова. Можете рассказать поподробнее, что это за место и чем эти острова так популярны? Да, именно о месте, которое достойно славы таких известных пляжных направлений, как Мальдивы и Сейшелы, именно так говорят о Пескодорских островах. Дело в том, что Тайвань – это же не только сам остров Тайвань, но и этому государству принадлежит еще большое количество островов, которые окружают, собственно, главную остров Прекрасную Формозу. И вот одна из групп островов, архипелаг, который называется Пескодорские острова, он более известен, наверное, чем другие за счет своего уникального ландшафта и туристических возможностей, которые там есть. Пескодорские острова сами тайваньцы называют немножко иначе архипелаг Пенху. Это группа из 90 островов. Основная их особенность – это уникальный рельеф. Острова имеют вулканическое происхождение. Естественно, в результате длительного воздействия ветра, воды, вулканической активности за тысячелетия эти острова превратились в такие своего рода плата с очень обрывистыми берегами и очень красивыми базальтовыми скалами необычных форм. Например, на одном из островов, острове Чимэй, вы можете увидеть базальтовые скалы, которые имеют форму, например, дракона, коровы, льва, беременной девушки. И даже, собственно, очень похожие своими очертаниями на сам остров Тайвань. Скала в форме острова Тайвань, бинникопия такая. Ну, это интересно, остров в форме острова. А на этом острове есть еще маленький камушек в виде острова Тайвань. Похожим. Одно в другом. То есть, вот представляете, да, каким удивительным скульптором может быть природа. Обязательно стоит посмотреть. Большинство туристов на эти Пескодорские острова добираются с главного острова Стайваня и останавливаются в отелях на самом крупном главном острове этого архипелага. Он называется Магон. А оттуда уже отправляются в короткие дневные экскурсии на лодочках по близлежащим островам. Каждый по-своему прекрасен, и посетить стоит хотя бы несколько из них. На самом острове Магон, куда вы приедете, если посетите Пескодорские острова, обязательно, наверное, стоит посмотреть такая одна из важных достопримечательностей. Это радужный арочный мост. На нем очень здорово проехать на велосипеде. Вечером он, вечером зажигаются неоновые огни, и он весь такой в подсветке, да, на фоне моря. Очень красиво. Вот. Из таких других достопримечательностей, которые тоже всегда туристы посещают на этих островах, это Великий мост. То есть два острова в составе этого архипелага, они соединены большим мостом, который длиной 2,5 километра. То есть вы можете перейти с острова на остров, такая пешая прогулка, или также на велосипеде. Пешком по нему можно ходить? Да, да. То есть вы идете с одного острова на другой. Какое хорошее нововведение. Ну, конечно, есть и исторические достопримечательности, например, там самый старый маяк на Тайване расположен именно на этом архипелаге. Есть форты, наследие, так сказать, некого военного колониального прошлого страны 19 века. Причем форты построены не просто так, как обычно строят. Строительные технологии были своеобразные, там использовались для стройки клейкий рис, молоко и коричневый сахар. О, слушайте, да. А вот это, я так понимаю, все такое прогулочное, воздуходыхательное, а активные какие-то моменты есть? Активный отдых? Не знаю, там на чем-нибудь кататься? Конечно, есть. Да, конечно. Вообще острова, это прежде всего, ну, про природу, да, ради чего ездят на острова. Большинство выбирают некий такой размеренный, спокойный отдых. Пескодорские острова, это тоже про полежать на пляже, про полюбоваться морем, встретить прекрасные закаты. Но не все любят просто лежать. Нет, все. Просто они недостаточно устают. Ну, хотя бы не всегда, не все время все готовы лежать, вот. Поэтому для тех, кто любит все-таки какую-то активность, что-то делать, в плане морских развлечений, конечно, на архипелаге есть все возможности. Во-первых, на островах довольно сильные ветра зимой. Тепло там всегда. Это тропическая часть Тайваня, там тепло. Но зимой там дуют довольно сильные ветра, а ветер это то, что делает возможным... Сёрфинг. Сёрфинг, кайтинг, парасейлинг, все, что угодно, все, для чего нужен ветер. Все, что тебя тянет. Да, поэтому в зимний период Пескодорские острова становятся такой точкой притяжения любителей водных видов спорта, которые связаны с действием ветра. Ну, естественно, и экскурсии в значительной части тоже связаны с природными особенностями островов. Это и кальмаров, ночная ловля кальмаров, кайтинг, сёрфинг, снорклинг. Есть даже наблюдение за дельфинами, поскольку там идеальная экология в этом регионе страны. Можно выходить. Сами приплывают? Вы выходите на лодки, на катере или на лодке в море, да, и они будут вокруг вас плавать. То есть они достаточно близко к берегу подходят. Очень интересно. Ну, место мечты, я так понимаю. Это всё или ещё чем-то вы хотите нас удивить? Ну, вот из таких изюминок, которые часто вспоминают туристы, если посещают Пескодорские острова, интересная экскурсия — это прогулка по дну океана. Нет, не в шлеме, как это часто бывает, а именно вот вы просто ходите. Дело в том, что там очень сильные отливы. Очень сильные отливы. А, то есть когда воды нет. И да, но только с гидом надо идти, потому что нужно не пропустить момент, когда вода начнёт перебывать. То есть с гидом вы в определённое время можете идти, и вот весь морской мир, а он очень богатый, да, у островов, весь морской мир будет лежать перед вами прям, потому что вода ушла, и всё, что над ней... То есть сокровища, сокровища. И сокровища. Мы наконец-то узнаем, кто проживает на дне океана. О-о-о-о! Спанчбоб? Вот, поэтому вот, конечно, такую экскурсию тоже стоит посетить, если вы побываете на Пескодорских островах. Ну и, конечно, как у любых островных мест, изюминка и фишка островов – это, конечно, морепродукты. То есть рыба, морепродукты свежайшие – это всё, чем славны острова. И, в принципе, все рестораны, кафе, закусочные на территории Пескодорских островов, они в основном предлагают, конечно, вот такую морскую кухню. Поэтому это очень вкусно, и за качество, безусловно, можно ручаться. Так что, ну вот, на мой взгляд, побывать на Пескодорских островах, если вы едете на Тайвань, обязательно стоит, потому что это и экология шикарная, и красивая природа, вкусная еда, чистая вода такая. И вот некая такая атмосфера полного единения с природой. Но важно же и русскому человеку не только это. Да, это не по тексту, да, извините, но... А что ночью на Тайване? Есть ли разгаляться душе русской и танцевальной? Есть ли какие-нибудь особенные места, улочки, где шумно? Такое тоже наверняка на Пескодорских островах есть. Ну нет, вообще, как бы, Тайвань, конечно, есть на Тайване возможности для ночного отдыха, но они в основном сосредоточены всё-таки в крупных городах, в мегаполисах Тайбэй, Гаосюн, крупные города. Пескодорские острова, они всё-таки больше про отдохнуть душой, без вот таких вот ночных развлечений. То есть они не пескодорские, они дискодорские. Да-да-да. Как добираться до них? Добираться достаточно просто. С главного острова, собственно, с Тайваня, летают самолёты из большинства крупных городов, начиная от столицы Тайбэй, летают самолёты из городов Тайчун, Гаосюн, Тайнань. Полёт очень короткий, от 35 до 50 минут. Есть ещё паромный вариант, на пароме добраться, там добираться от 4 до 6 часов, дневной паром 4 часа, ночной 6 часов. То есть вы садитесь вечером и утром прибываете на острова. Это для примера, да? То есть в Славянку 3 часа на пароме идти, а это получается туда-обратно на пароме. Сходить это только до островов. О, ну это прилично, прилично. Вот, ну, то есть проблемы особой нет, и люди обычно приезжают на пару-тройку дней. То есть, ну, ночуют на главном острове, да, исследуют соседние острова, отдыхают душой и возвращаются на основной остров Тайвань и продолжают свою путешествие. То есть это такие выходные? Да, это... Вряд ли вы, ну, поедете на Тайвань и проведёте всё время на Пескодорских островах. Но, безусловно, ну, 2-3 дня уделить им, да, смысл есть. Тогда сразу скажу, что у нас продолжается конкурс от Туристического бюро Тайваня во Владивостоке, который приглашает испытать свою удачу в конкурсе «Три тройки». Три – это магическое число в тайваньской культуре, и философии тройка символизирует единство неба, земли и человека. Три – для тайваньцев число удачи и успеха. И испытайте свою удачу в нашем конкурсе «Три тройки». Как это можно сделать? Что сделать? Подпишитесь на аккаунт Туристического бюро Тайваня в Facebook и Instagram. Это легко сделать, легко найти их по словам «Тайвань – сердце Азии». Прочитайте три последних поста, ответы на вопросы именно в них. Пришлите свои ответы на три вопроса, и один из трех сертификатов с предоплаченным бюджетом в ресторане по-назиатской ухне «Зума» будет вашим. Мы принимаем варианты ответов с пометкой «Тайвань» на WhatsApp радио Лемма «8-994-008-0090». Победителей мы назовем «16-30». Не пропустите. Вот так вот. А я, пожалуй, все-таки поинтересуюсь про отдых на Тайване. Уж очень меня это заинтересовало. Да, какие-то еще варианты отдыха на самом Тайване есть, то есть чтобы не покидать остров, а остаться на нем? Ну и бенопляжного отдыха, если мы говорим о море, то, конечно, варианты есть, потому что в островной стране, когда и главная, собственно, территория основной страны является островом, конечно, не может не быть пляжного отдыха. Хотя на Тайване круглый год тепло, но именно за пляжным отдыхом все-таки нужно ехать на юг, в тропическую зону. То есть вам нужно спуститься с северной части Тайваня, а Тайбэй, столица расположена на севере, спуститься на юг, пересечь тропик Рака, пересечь место, где сменяется климатическая зона, и спуститься вниз. Именно на юге, в регионе, который называется Кэн-Дин, уезд Кэн-Дин, там сосредоточены вот все пляжные возможности страны. Добраться до юга, на самом деле, очень легко. На Тайване есть аналог японского скоростного поезда Синкан-Сен, то есть тоже скоростной поезд, на который вы садитесь в Тайбэй, и меньше чем за 2 часа он вас фактически пересечет и весь остров, и меньше чем за 2 часа он вас доставит в город Гао-Сюн, это самый крупный южный город страны. То есть скоростной поезд летит на скорости 220 км в час, поэтому никаких проблем, находятся повороты с визгом, никаких проблем, и по времени это занимает очень мало, поэтому можно однозначно за одну поездку на Тайвань побывать и в северной части острова, и захватить пляжный отдых. А кстати, а можно пока едешь в этом поезде, в скоростном вот так руку высовывать и вот так делать? Нет, окна не открываются. Ну это было шуткой. Вот, поэтому добравшись вот туда, на юг, вы увидите все, что может предложить вам Тайвань в плане пляжей, пляжного отдыха. Зимой здесь очень теплая, такая мягкая погода, с температурой где-то 25 градусов, летом, конечно, жарче, вот, но в принципе это место для круглогодичного пляжного отдыха. И вот вдоль пляжей там стоят вереница, цепочка отелей, которые принимают туристов. И там есть самый известный пляж, который называется Байшаван. Именно там снимался фильм «Жизнь Пи». Помните такой фильм? Прямо ничего себе. Режиссер Энгли снимал там свои сцены для этого фильма. То есть, песочные сцены, которые на берегу были. да, они снимались там. Пляж действительно очень красивый, живописный. Ну, я думаю, все, кто видел фильм, могли оценить, как он выглядит в жизни. Вот. Там очень широкая такая береговая линия, хороший мягкий песок и достаточно неплохая туристическая инфраструктура. Поэтому вот посетить Кэндин безусловно стоит. Вот. Можно, конечно, лежать на пляже, вот. Можно заняться дайвингом, потому что близко к берегу подходят коралловые рифы, и дайверам очень нравится очень красивый подводный мир на берегу. Поэтому, если вам надоело лежать на пляже, берите маску и, пожалуйста, погружайтесь. Как вы все-таки слова произносите? Надоело лежать на пляже. Ну, такое случается, случается. Не, ну, Константин, я понимаю, он любит лежачий отдых, я люблю более активный, поэтому, да, занырнуть, вынырнуть, пройтись, погулять, проехаться, это как раз для меня, это очень интересно. Ну, то есть, в любом случае, если вы едете на Тайвань и хотите, ну, уделить какое-то время пляжному отдыху, то там найдется занятие, ну, получат удовольствие и те, кто любит просто лежать, и те, кто хочет заняться чем-то еще, да, не просто полежать, но и предпринять какие-то вылазки, заняться каким-то, да, активным видом отдыха. Ну, еще что хочу сказать, парк, вот, кроме того, что вы там можете полежать на пляже, кстати, для тех, кто любит не только лежать, имеет смысл посетить национальный парк, то есть, вот этот уезд Кендин, там не только пляжная линия, это достаточно, ну, небольшая территория, где сосредоточены отели курортные, но и там рядышком есть национальный парк, это своего рода такой заповедник, в который, тем не менее, пускают туристов, то есть, это заповедная зона, где сохраняется природное многообразие страны. То есть, как бы заповедник, а как бы и нет. Ну, да, заповедник, но вы можете туда зайти, но главное, да, уважительно относиться, да, к тому, что сохраняется на территории этого места. Вот, заповедник огромный, вот этот национальный парк, он занимает практически весь полуостров, и очень красивый, то есть, это такое место джунгли, водопады, пещеры, есть красивое озеро, которое называется Плачущее озеро, есть маяк, то есть, такое, ну, сейчас плачет без туристов, вот временно. Ну, я думаю, что, дело в том, что вот именно вот этот, например, парк посещает около 6 миллионов туристов в год, включая местных туристов, поэтому я думаю, что сейчас, да, он тоже не пустует, и, собственно, тайваньцы с удовольствием проводят время в этом парке, но когда мир вернется, и границы откроются, мы очень надеемся, что и туристы, и владивостокцы, дальневосточники поедут, и тоже смогут посмотреть, насколько красив весь Тайвань, и в том числе, этот национальный парк. Нашептывают ли вам персонально на ухо, когда? Есть ли инсайдерская информация? Сложный вопрос, мы сами очень ждем, вот, и надеемся, что все-таки в обозримом будущем это случится. В любом случае, если следите за расписанием, да, рейсов, как только наши государства договорятся, как только границы и нашего государства и Тайваня откроются, мы будем рады видеть российских туристов. Я говорю, договорятся, то есть, есть же уже эстрады, куда можно ехать, через границу. в Турцию можно, к примеру, говорят. Да, да, да. В скором времени уже и Тайвань, я думаю, должен будет открыть границу, мне нужен этот Тайвань, вы слишком хорошо рассказываете, чтобы меня туда не пустили. Мы очень ждем, очень ждем всех. Спасибо, Светлана. Уверен, что огромное число наших слушателей уже собирают чемоданы и планируют путешествие на Тайвань. А у нас небольшой музыкальный привет, который наверняка сделает ваш настрой еще лучше. Тайваня вам да побольше всем. Тайвань не отпускает нас, Тайвань не позволяет перестать мечтать о нем, и мы продолжаем со Светланой Василевской разговаривать о Тайване. Почему мы решили упомянуть, потому что Тайвань оказался очень многогранной страной. Мы рассказали и про городские джунгли Тайваня, и о его пляжном отдыхе, и о маленьких островочках пескодорских, на которых отдых, ну, прямо-таки с райской какой-то красотой сравнивается. Но знаю я, что в Тайване есть еще и горы. Есть горы. То есть если хочешь проверить своего друга, парня на Тайвань в горы возьми и рискни. Чем рискуют парни в горах на Тайване? Ну, если захотят рисковать, то пойду туда, где это рискованно. Да. Дело в том, что Тайвань вообще, наверное, для дальневосточников в некотором смысле в плане ландшафтов родной. Море, море, горы, горы. То есть, когда вы приедете на Тайвань, вы увидите, что действительно очень такая гористая территория. Постоянно даже вот в крупных городах вам приходится двигаться вверх-вниз, как в том же Владивостоке. Вы видите и море, и все время вот извилистые улочки, вот эти подъемы, спуски. То есть это тоже совершенно привычный для тайваньцев ландшафт. То есть идешь такой по Тайваню, Тайвань, Тайвань, обезено. Пришел. Ну, наверное, можно и так сказать. Да, очень похожий ландшафт на самом деле. Поэтому все, что привычно для приморцев, все есть и там. И если человек любит погулять по горам, так сказать, со спортивным уклоном, то Тайвань ему точно понравится. А Тайвань часто называют страной сотен гор. На самом деле, вся центральная часть Тайваня, вот середина самая, она фактически необитаема. То есть там вот высокие горы, малопроходимые леса. То есть население сосредоточено по побережьям, по восточному и западному побережью. Середина Тайваня — это, в принципе, естественный природный, горный такой заповедник. Нормально, да. Жизнь всегда жмется к воде. Ну, во-первых, к воде. Во-вторых, просто по объективным причинам действительно, да, это не самое подходящее место для проживания. Хотя, конечно, какое-то население там есть. Но в целом это вот естественная абсолютно среда. То есть если ты социофоб, тебе в Тайвань. Запросто, запросто. В горы, в центр Тайвань. В центре Тайваня, да. И вы мало кого будете видеть, будете наслаждаться тишиной природой. Так что, если вы любитель гор, в принципе, Тайвань — это точно ваш выбор. Прогулки по горам, ну, естественно, когда страна обладает таким ландшафтом, прогулки по горам — это частое развлечение, собственно, даже и местных жителей. Хайкинг очень популярен на Тайване. Такой один из самых, наверное, распространенных видов активного туризма. И поэтому, естественно, здесь проложено огромное количество маршрутов, так называемых трекингов для горных прогулок. Самые популярные расположены вот в национальных парках, вот в этих естественных природных заповедниках, которые находятся на территории Тайваня. Поэтому, если вам хочется попробовать себя, так сказать, в горах Тайваня, вы можете выбрать какой-то вот такой трекинг-маршрут в одном из национальных парков и просто вот посмотреть, как это выглядит, какая природа у Тайваня, каковы они, горы Тайваня. Новички обычно, конечно, выбирают несложные маршруты. Это нормально, конечно. Да, то есть с чего-то нужно начинать. Но чаще всего в этом случае ездят в национальный парк Янменьшань, тем более он находится рядом с Тайбэем, рядом со столицей, всего там полчаса езды, и вы в национальном парке. Фактически это еще часть Тайбэя. Туда часто приезжают и местные жители, они там отдыхают на выходных, устраивают пикники, это можно делать на территории национальных парков. Ходят по горным тропам, купаются в горячих источниках, на Тайване множество горячих источников, или просто рыбачат. Но если хочется, как бы, у вас продвинутый уровень, вы хотите себя испытать в более сложных маршрутах, то тогда, наверное, стоит посетить другой национальный парк, тоже, кстати, недалеко от Тайбэя, парк Тарока. Там есть такая тропа, очень интересная для таких опытных или сильно безбашенных, наверное, хайкеров. На одном участке вы проходите по очень узкому такому уступу шириной всего 60 сантиметров. То есть это такой уступ, спуск, ширина 60 сантиметров. Вниз идет обрыв 500 метров, и под вами бушует горная река. Мне кажется, я видел такие фотографии, там еще такая веревка натянута, чтобы ты за нее держался. Да, и глаза закрыты. Ну да, потому что страховку предлагают-то или так сам? Страховку, в смысле, подписываешь. Вы въезжаете уже же в страну с страховкой. Если вы хотите, так сказать, обмануть альбатрос, подписывайте и едьте на Тайвань. Да, так что вот такие вот интересные маршруты, которые вам точно, такие путешествия запомнятся на всю жизнь, имеет смысл попробовать на Тайване. Но есть еще и, да, на Тайване есть самая высокая гора, самая высокая его точка, это гора Юйшань, она называется Изумрудная гора, по-другому. Туда тоже можно подняться, но это точно уже для тех, кто прям, ну, чувствует в себе силу, да, и имеет некий опыт, потому что туда поднимается только в составе организованной группы, а высота больше 3000 метров, приличная, поэтому нужна хорошая подготовка. Ну, и там, наверное, прохладненько слегка. В горах вообще всегда прохладно, кстати, этим обусловленная разница, удивительный такой мир флоры и фауны Тайваня. В самом низу на равнине вы можете видеть, ну, на юге, например, пальмы, да, или там тепло, вот цветы, я не знаю, такой тропический, тропическая флора и фауна вас окружают. Вот, поднимаетесь чуть выше горы, вы можете увидеть пейзажи, которые напоминают альпийские луга, а на самом верху, ближе к горам, там пейзажи флора и фауны, характерные для тундры. Ну, правильно, там же холодно. Да, то есть вот прям на территории одного маленького острова, да, вы можете увидеть вообще все разнообразие, как бы, мира флоры и фауны, разных климатических зон. То есть можно не ехать в Европу с этими вот альпийскими лугами, ни в тундру, вот с этими неудобными перелетами на вертолетах с пропеллерами. А сразу на Тайвань, и ты просмотрел, сделал фотографии, и обмануть можно своих инстаграм-подписчиков, сказать, что я был везде. Так, а по поводу национальных парков хотелось бы задать вопрос, потому что национальные парки, это всегда интересно, и поэтому они... Ну, это обычно еще и закрытые территории, куда никого не пускают, или это не так на Тайвань? Ну, не зря же их называют национальные парки, то есть это какая-то особенная. Но это такой предмет гордости, да. То есть это одновременно и место, где сохраняют вот это биологическое, ботаническое разнообразие, да, страны. А Тайвань вообще очень, ну, как бы, большое внимание этому уделяет. Они стремятся сделать из себя абсолютно вот грин-кантри, зеленую страну, да. Вот, но в то же время это и место, где вы можете приятно провести время. То есть людей не ограничивают в посещении. Приходите, смотрите, да, как это красиво, какая богатая у нашей страны природа. Поэтому национальные парки, это, с одной стороны, и заповедник, то есть имеет под собой некие научные цели, но в то же время и место для посещения туристами, гостями островов. В целом в стране вообще создано 9 национальных парков и 13 так называемых живописных ландшафтных зон. Это тоже такая охраняемая территория. То есть как бы не парк, но парк. Ну, не парк, но это меньше, чем парк. Ну и по инфраструктуре немножко отличается. То есть живописная зона, она обустроена немножко иначе, чем парки с точки зрения инфраструктуры. И каждый турист хотя бы парочку таких мест обязательно посещает, потому что природа — это, в принципе, главное богатство Тайваня. Для тех, кто в Тайбэе находится, ближе всего, наверное, вот этот парк Ян Миньшань, про который я уже говорила, 30 минут от Тайбэя. У него уникальная экосистема. Дело в том, что он стоит на потухшем вулкане, и вот вулканическая деятельность, она создала совершенно уникальную экосистему на территории. Там есть термальные источники горячие, прямо из недр земли текут, с очень высоким содержанием серы, то есть они имеют лечебный, оздоровительный эффект. Огромное количество растений, растет больше 2000 видов, и часть из них эндемики, то есть те, которые произрастают только здесь. В самом парке Ян Миньшань летом он просто представляет из себя, наверное, какое-то царство бабочек. Там больше 160 видов бабочек, и он весь просто в бабочках, они заполоняют собой все пространство, удивительно красивое. А весной он превращается в такое поле из цветущих белых кау. Ну, то есть очень красивое место, которое располагает к приятному, спокойному отдыху, либо к прогулке по горам, если вы любите. Вот. Есть такой парк. Еще один парк, о котором мы тоже говорили, это вот Тарока национальный парк. Это уже немножко, с точки зрения пейзажа, он немножко другой. Это вот мир ущельей, водопадов, быстрых горных рек. Такой он более, более, наверное, мужской по характеру парк. Здесь главное достояние это мраморное ущелье с ответственными скалами. Оно протянулось на целых 19 километров по территории. То есть там можно, в нем проложена автомобильная дорога и ходят автобусы по системе хоп-он-хоп-офф. То есть вы можете сесть, проехать, в следующей точке выйти, погулять, дождаться следующего автобуса, проехать дальше. Ну, все-таки 19 километров расстояние большое, поэтому люди садятся, проезжают, выходят в какой-то точке, любуются красотами. Это как тук-туки? Да, наверное. Это где можно сесть в любой момент, выйти в любой момент. Поэтому на пути вашем, вот если вы приедете вот в этот парк, там встретится много интересных мест. Есть и пагоды, и храмы, как везде, конечно, в Азии. Есть висячий мост, который выглядит как вот маленькая деревушка, там есть висячий мост, который выглядит как будто вот... Из фильма... Из фильма, да, про Индену Джонсов. Какого-то, да. На нем можно... На нем может одновременно находиться не больше восьми человек. То есть по нему можно пройти. Разрешается. Но не больше восьми человек. Ну, понятно, с ограничением. Об этом экскурсоводы предупреждают. То есть вот этот парк тоже один из таких самых посещаемых. Но есть еще один парк, который, ну, например, лично у меня оставил незабываемые впечатления, это парк в горах Алишань. Алишань – это горный массив. И изюминка его в том, что там вы не просто ходите, вы путешествуете по очень старой узкоколейной железной дороге. То есть в свое время, в 1899 году японские рабочие, где Тайвань долгое время был под управлением Японии, японские рабочие начали строить лесную железную дорогу. То есть они должны были оттуда транспортировать бревна. То есть там добывали древесину и нужно было транспортировать бревна. Так вот, они начали строить вот эту, прямо высоко в горах строить эту железную дорогу. У нее ширина колеи 76 сантиметров. Это очень мало. И при этом, поскольку это горы, то дорога проложена с совершенно неожиданными и резкими поворотами. То есть она прямо вот серпантин, только именно железная дорога. Поэтому поезд идет вот по этой вот узкоколейке, закладывает невероятные виражи. При этом вы находитесь очень высоко, там часто туманы. И вот это путешествие по этой Алешаинской дороге в национальном парке Алешаин называют путешествие в облаках. Потому что вот вы едете по узкой старой вот этой железной дороге, где-то высоко в горах, вас окружает туман, тут резко делается поворот солнца, какие-то яркие пейзажи. Вот невероятно красиво и на самом деле вот запоминается на всю жизнь путешествие. Вот прям очень советую. Дорога поднимается на 30 метров над уровнем моря до высоты больше 2000 метров. То есть перепады огромные. От 30 метров до 2000 метров высота у нее. То есть там спуски, подъемы, вот эти вот, прям, ну, такие американские горки. Вот. А по дороге вы встретите 47 туннелей и 72 моста. Мормально. Он прям такое путешествие, да, очень интересное. Поэтому, действительно, путешествие по этой дороге это прям отдельное приключение. Тем более, открываются фантастические виды. Люди туда приезжают и часто остаются, ну, на пару дней, чтобы сесть, прокатиться по этой дороге. Где-то можно остановиться и переночевать. Есть много кемпингов, отелей, которые находятся на разных остановках. То есть во время оследования этого поезда есть остановки, где вы можете остановиться, выйти, переночевать в гостинице, полюбоваться видами и продолжить свое путешествие. То есть Алишаньская железная дорога в национальном парке Алишань это вот прям такая фишка, наверное, неповторимая тайваньская. Так что, хотите, если оценить природу Тайваня, то национальные парки однозначно это место достойное посещение. Я, наверное, пошел за билетами. А я пойду вагонетку покупать. Вагонетку это вообще я даже знаю, где взять. Дрезину можно. Я знаю, где взять. Маленькую, чтобы и спортом заняться, и доехать, дойти. Ну, вообще звучит тоннели, горные тропы, такое ощущение, что леса такой толкинистской культурой повеяло. Есть ощущение, что и гномы где-то проживают там на Тайване. Про Средиземье, думаешь, Потому что это круто. Спасибо. Если честно, вот сегодня я такое ощущение, что уже побывал на Тайване. Не знаю, есть ли смысл ехать? Я все в красках представил. Светлана, спасибо. Спасибо. Ну, и действительно, приятно, что с нами была Светлана Василевская. Она, между прочим, представитель туристического бюро Тайваня во Владивостоке и рассказала все так, как будто бы влюблена в Тайвань самостоятельно и довольно давно. Это так? Это однозначно так, и мне кажется, моя любовь в Тайване не иссякнет никогда, и я очень надеюсь, что я смогу заразить свою любовью слушателей. Проверка на любовь. Тайвань или Альпы? Тайвань и Альпы. О, подождите, вы должны были отвечать однозначно и про Тайвань. А, это не одно и то же, это совершенно разный опыт, который и тот, и другой нужно приобрести в своей жизни. Лучший пляжный отдых где? Тайвань. Очень интересный, хороший пляжный отдых. Лучшая железная дорога 75-сантиметровая где? Это однозначно Тайвань и Алишань. Лучшее разнообразие горных и негорных местностей это где? Но мы патриоты, поэтому Владивосток и Тайвань. А вы молодцы, это говорит о... Запутать хотел? Да, пытался просто подвезти под монастырь, но спасибо, в любом случае, Светлана, аплодисменты. Шикарный рассказ. Аплодисменты, почему только я дарю Саше. Потому что мои аплодисменты звучат у меня в голове. Спасибо большое. Мы переключаемся на следующие музыкальные композиции. Пусть они заряжают вас мечтами о путешествиях и на Тайвань, кстати, в том числе. Аниме смотрю? Ван Панч мы насмотрели? К сожалению. Вот стоит, стоит. Хорошая, очень прикольная юмористическая пародия на супергеройское кино американской культуры. Обязательно посмотрю. Не то чтобы рекомендую, это для мальчиков в большей степени, но тем не менее. Какие отличия? Вот вы несколько названий сказали. Я, допустим, знаю только кимоно, но я так понимаю, что не кимоно единым жив японский народ. В чем отличие между кимоно и, вот вы сказали, некое юката? Совершенно верно. Как вы правильно отметили, не кимоно единым жив японец, да? Слово кимоно является единым словом, объединяющим всю традиционную одежду. Потому что ки – это кусочек от глагола надевать, а моно – это вещь, которую надевают, получается. То есть кимоно – это вся традиционная японская одежда. А внутри этой традиционной японской одежды есть огромное количество видов, и то самое, что мы называем кимоно, оно в Японии имеет многочисленные названия, но мы с вами запомним такое новое слово, наверное, которое называется косо-де. Косо-де – это маленькие рукава. Они не короткие, они просто маленькие. Долго не буду вдаваться в подробности, почему это так называется, но главный вид кимоно, которое мы знаем, это косо-де. Юката – это тоже кимоно, но только летние. Итак, чем же отличается все-таки косо-де от юката? Косо-де – это всегда шелковая вещь на подкладке. И косо-де надевают в прохладный период года, кроме июля и августа. А в июле и августе надевают юката, который является хлопчатобумажным халатом без подкладки. Разница именно в этом. Косо-де – кимоно, то есть то, что мы называем кимоно, это всегда шелковое и всегда на подкладке. А юката – это хлопчатобумажное и без подкладки. Ого! Вы такое ощущение, что разбираетесь в этом. Сами вы носите кимоно когда-нибудь, японскую, национальную, традиционную одежду? Мне это очень нравится. Носить во Владивостоке, к сожалению, не приходится, потому что у нас все-таки немножко не такой климат для кимоно. Вот, у нас часто бывают сильные ветра и часто бывает грязно. А кимоно, к сожалению, нельзя стирать и поэтому… По соображениям этики или просто оно не стирается? Нет, оно просто не стирается, потому что если кимоно настоящее, то оно шелковое с ручной росписью, а ручную роспись нельзя стирать. Поэтому кимоно не стирается в принципе, то есть сколько бы его не носили, там, 10 веков назад, 3 века назад, допустим, 5 лет назад, оно ни разу не стирается после изготовления. Естественно, что оно может загрязняться каким-то образом, но у японцев есть специальные технологии, как избегать этого загрязнения и так далее. Но кимоно не стирает, поэтому, конечно, жалко носить те вещи, которые у меня есть по нашему Владивостокскому транспорту и улицам. Есть все-таки, да? Конечно. То есть, когда наступает ночь, вы приходите домой и начинаете в одно, в юкату, в кимоно, из кимоно в юкату. Да. И этот... Да, пересматривать мое сокровище, прелесть. Но вы говорите о том, что вот ручная, шелковая, это же, наверное, огромные деньги. Скажем так, себестоимость одного кимоно, допустим, который я расписывала, около 1000 долларов. Себестоимость. Себестоимость. только себестоимость, то есть, это ткань, это краски и все. Ткань и краски. А плюс работа. Вот работа, она стоит очень дорого и если, допустим, сделано кимоно, скажем так, стандартное кимоно из ручной росписи, оно обычно стоит около 20 тысяч долларов. То есть, сейчас Дольче Габана со своими понтами нервно перекурил бамбук в сторонке, услышав о стоимости традиционного японского кимоно. Да, в общем-то, да. И автоматически японское кимоно является, получается, показателем своего статуса. Конечно. И, наверное, 20 тысяч долларов не предел. Конечно. Самая дорогая вещь, скажем так, стандартный прайс-лист на кимоно, это кимоно под названием Фурисоде для незамужней девушки. Если оно изготавливается известным мастером, полностью покрыто орнаментом, то оно стоит 30 тысяч долларов. То есть сегодня передо мной стоит выбор японский автомобиль внедорожник либо штука, которую я даже постирать не смогу. Да, именно так. О, и мужская мода в кимоно тоже присутствует. Совершенно верно. А что дороже, девчонкам или парням? Вот, бывают даже такие случаи, когда парням даже без рисунка стоит дороже, чем девчонкам. Ну почему? А потому что ткань особой выделки. Ну и парни плюс бегают чаще, сложнее стирать. А, точнее, сложнее не стирать. Сложнее не стирать, да. Круто, честно. Ну, то есть я так понимаю, что приехать в Японию и купить кимоно это достаточно большая проблема. У меня есть друг Костя, он чемпион мира по кудо, это японское боевое искусство. И даже он внутри Японии столкнулся с проблемой, что не каждому продают. Или это проблема распространенная только на единоборство? Я не знаю, как насчет единоборств, но бывают такие моменты, когда, да, японцы, особенно очень сильно традиционные, консервативные, они подходят к иностранцам достаточно скептически в плане вы не знаете до конца ценность этой вещи, поэтому мы не будем вам ее продавать. Ну и я так понимаю, человек, который все-таки хочет надеть, хочет сделать фотографию и хочет, чтобы это был натуральный, шелковый наряд. Есть ли такая возможность в Японии у туриста? Если есть, то где? Безусловно. В крупных городах, таких как Токио, Киото, в Канадзаве тоже такой сервис есть, причем сервиса по надеванию кимоно, по аренде кимоно, сейчас довольно много всяких разных. Допустим, есть сервис конкретно чисто фотографический. Вы приходите в особую фотомастерскую, где на вас надевают шелковое кимоно, бывают очень дорогие вещи, но в этом случае вам делают только фотографии, в студии там 2 или 3. так как шелковое кимоно не стирается, соответственно, на улицу вас в нем просто не выпустят, потому что, да, к сожалению, вас просто в нем не выпустят, потому что вещь стоит дорого, а гарантировать, что вы ее не испачкаете, никто не может. А, соответственно, чистка такой вещи, она тоже стоит дорого, и в итоге получается, что, значит, невыгодно просто пускать клиента на улицу в дорогих кимоно, для того, чтобы предоставлять услугу аренды и чтобы человек мог провести в кимоно целый день, используются искусственные волокна, то есть искусственные кимоно, не шелковые, не натуральные. не дадут никак? К сожалению. Это же машина, она стоит, машина стоит, допустим, 30 тысяч долларов, но ее можно взять в аренду. Можно. Цена такая же, почему нет? Просто понимаете, в чем дело? Если человек все-таки запачкал, допустим, эту вещь, то он должен будет возместить полностью стоимость этой самой вещи. Спасибо не надо, спасибо. Поэтому вот, вы просто сами не захотите пойти на улицу в нем. Нет, вы открыли для меня Японию с новой стороны. Честно, я думаю, для большинства слушателей нашего эфира это было откровением. Во-первых, я, конечно, слышал о том, что традиционные вещи, настоящие, натуральные, не могут стоить дешево, потому что это ручная работа, но чтобы суммы были настолько интригующими. Спасибо большое. Между прочим, Ольга, но вопрос теперь к вам на знание. Для чего изначально, как вы думаете, использовалась традиционная японская юката? Юката на русский язык переводится как одежда для бани. Поэтому изначально юката использовали в качестве полотенца. Полотенца для бани? Для бани. То есть человек принимал ванну, он выходил из этой ванны и для того, чтобы обтереть тело, он надевал юката. То есть не вот это вот русское потер-потер, а просто надел, оно всё. Да, оно всё впиталось, после этого он выходил в ту зону, где было переодевание уже в обычную одежду, он снимал юката, вытирал им остатки воды и после этого надевал кимоно, которое у него было. Ну, потому что, извините, мочить кимоно, здрасте, спасибо, не надо. Ну, и я вам почему задавал этот вопрос, потому что, чтобы из моих уст было вручено кому-то из правильно ответивших подарок. Дело в том, что мы задавали этот вопрос нашим слушателям и пришли четыре ответа. Варианты такие, кимоно на каждый день, Япония юката шьется однослойной, просто написали после бани, и кто-то написал повнимательнее, изучив вопрос, наверное, или вдаваясь в подробности, сейчас подождите, у нас ватсап перегружен слегка количеством сообщений, поэтому, чтобы загрузить очередную страницу, требуется время, как и время на то, чтобы пошить настоящее японское кимоно. И есть предложение, поступило от наших слушателей, что это юкату использовали для защиты от ожогов паром во время... Так, подождите, я открою все, потому что интересно, что слушатель наш угадывает. Нужно выбрать, кто победил. Кстати, девушка, которая, не знаю, девушка Алина, там явно изображена японка, вы видите нашу страничку, там синие волосы, что-то из... Что-то из аниме. Что-то из аниме. Кстати, пока мы открываем, скажу сразу, если мы назовем вас победителем, вы можете получить свой приз, а это набор японских сувениров, получить его можно сегодня в офисе Фрегат Аэро и, собственно, этот офис на Океанском проспекте 69, торговый центр галереи. Кроме того, что вы хотели бы туда приехать за своим призом, вы можете приехать туда для того, чтобы просто почувствовать день туризма, там празднуется этот день сегодня, можно получить консультации по всем направлениям, потому когда открываются, когда закрываются, откроются, или вообще в принципе разного рода направления, там же можно угоститься фуршетом, там же можно получить сувенирную продукцию. И вот, юката использовалась для защиты от ожогов паром во время посещения паровых бань. Наверное, это не совсем то. Не совсем то, потому что в Японии паровых бань не было. Пам-пам. Когда были бани паровые, были, это было очень давно, но в этот период использовали ткань, которая называлась фуросики. Сейчас эта ткань используется в качестве сумки-узелка, но фуросики изначально использовали как раз внутри бани для того, чтобы не обжечься. Это действительно так. Но юката все-таки использовалась в первую очередь как полотенце после бани. Я так скажу, у нас, я сейчас открываю еще одну страничку, еще одного сообщения, если там не найдем, то вообще после бани это достаточно емкий ответ. И есть человек, который ответил после бани. После бани. После бани. После бани. Это почти правильно. Сейчас, если будет более точная формулировка у нашего гостя, который сейчас открывает страничку нашу в WhatsApp, то мы объявим победителем его. А если нет, то после бани достаточно хорошо. Да. Что, пока мы открываем эту страничку, хотели бы вы пожелать модникам, да и в принципе людям, которые планируют поехать в Японию когда-либо в ближайшее время, может быть? Очень рекомендую не останавливаться только на больших городах. Поезжайте обязательно в периферию, поезжайте в регионы. Это не менее прекрасные города, в которых можно насладиться спокойной жизнью, увидеть настоящую Японию. Японию не для туристов, а Японию для самих японцев. В этих городах, допустим, не хотелось бы, конечно, сильно рекламировать прям Канадзаву, но тем не менее, мой любимый город, это мой любимый город. Канадзава, Ниегата, Мураками, Нико и так далее в этих городах также вы можете увидеть и юката, и поносить их на горячих источниках, и одеться в кимоно, походить по городу. Это очень приятно и очень красиво. Спасибо большое. Я так скажу, в ответ, который мы ждали, который загрузился, юката шьется однослойный, укороченный фасон по сравнению с обычным, не имеет длинных рукавов и менее сложный рисунок. Ответа я здесь не чувствую. Человек просто выпендривается своим знанием японской культуры. Но все равно спасибо, что откликаетесь на наши вопросы. Да, нашли мы нашего победителя, сейчас мы ему напишем, как получить подарок. Лишний раз упомянем, что это Океанский проспект 69, торговый центр галереи, офис компании «Фрегат Айр». Там свои японские сувениры можно получить. Ну а с нами, если вы до сих пор еще не поняли, была очаровательная леди, она много лет прожила в Японии, судя по всему, достаточно для того, чтобы влюбиться в эту страну. Она художник, историк традиционно японского костюма Ольга Хованчук. Спасибо. И все это время молчала. Она присутствовала рядом с ней Татьяна Зубарева. Она подсказывала правильные ответы, если Ольга говорила что-то неправильно, била ее шокером. Спасибо за то, что были с нами сейчас. Мы переходим к более понятному русскому человеку направлению, к музыке. И она, между прочим, будет про сны наяву. И, друзья, уже день на дворе. И уже мы все ближе, ближе к главным подаркам. Их будет достаточно большое количество. Я честно скажу, такого количества подарков Радио Лема еще не видывала, не слыхивала, учитывая, что вы на радио и в основном нас подслушивают. Так вот, сейчас мы продолжаем говорить о той стране, которая лично для меня в свое время открыла вообще мир путешествий. Я когда впервые оказался в Сингапуре, я понял, что, во-первых, люди в арабских нарядах это, ну, не какие-то опасные ребята с поясами опасными, а это просто культуры такие. Я видел чернокожих впервые, я видел людей, которые совершенно адекватно, совместно проживают вне зависимости от своих культурных и расовых различий. Это такое крутое, невероятное в моей жизни путешествие, которое меня раз и навсегда влюбило. Во-первых, в путешествия, во-вторых, в Сингапур. И это, собственно, то, к чему я хочу подвести. Сингапур — город-государство, расположенный на островах Юго-Восточной Азии с повышенным содержанием экзотики. Здесь мирно сосуществуют четыре религии, а яркие фестивали случаются буквально ежедневно. Футуристические небоскребы, дизайн которых был одобрен социалистами, специалистами по фэн-шуй, самое высокое в мире колесо обозрения. Еще масса развлечений семейного характера ждут посетители Сингапура. Это город-лева. Именно так дословно переводится с малайского языка название еще одного участка радиомарафона Listen to the World 2020. И именно о нем мы сегодня хотим поговорить. Своими впечатлениями о стране поделится с нами учредитель туроператоров Регат Аэро, наш главный собственно партнер и идейный вдохновитель этого марафона, один из организаторов, можно сказать, Ольга Алексеева. Здравствуйте! Я снова приветствую вас, наши любимые путешественники и радиослушатели. Прежде чем мы будем говорить о Сингапуре, я напоминаю вам, что мы не только в прямом эфире на радио, но мы еще ждем вас в нашем офисе фрегатайра, потому что у нас там сегодня угощения, подарки, призы, консультации, поэтому милости просим. Да, на Океанском проспекте 69, галерея, торговый центр. Ну вот, вы уже слышали, что рассказал Константин о своем первом путешествии за границу, и я бы это сказала так, что Сингапур это самый впечатляющий город мира. Попав туда, для меня это тоже было открытием и какой-то сказкой, потому что сначала, начиная с аэропорта, такого аэропорта в мире больше нет, когда там ковры, орхидеи, пальмы, лаунж-зоны, водопады, электрички без водителей. Это, конечно, совершенно потрясает и впечатляет. И когда ты попадаешь в Сингапур, ты понимаешь, что люди, живущие там, настолько в него влюблены, они сразу начинают тебе рассказывать про него. Ты садишься в такси и смотришь взгляд водителя, глаза смотрят на тебя и такой, ну как тебе? Тебе все нравится? Потому что ты попадаешь сразу в город-сказку. Это на самом деле город-сказка. И когда Вертинский пел «Бананово-лимонный Сингапур», я бы сказала, это «Бананово-лимонный рай». Потому что он каждый раз вдохновляет, удивляет, дает тебе какие-то безграничные возможности. История, которая обволакивает тебя, когда ты попадаешь в китайский квартал, когда ты попадаешь в маленькую Индию, когда ты попадаешь в арабский квартал. Меня очень часто спрашивают, можно ли воспринимать Сингапур как город-курорт? Я всем говорю, конечно, можно. Потому что это прекрасный остров Синтоза. Синтоза. Да, это море. Ты живешь на берегу моря, и ты ездишь за какими-то культурными впечатлениями, историческими впечатлениями, находясь в этом городе. Парки аттракционов. Это же вообще Universal Studio Сингапур. Это какое-то потрясение, просто потрясение. А новый вы уже чувствовали, щупали с этими, господи, с трансформерами новый? Да, да, я щупала, я щупала, потому что мой сынуля, когда он попадает за границу в такие парки, я не желая того, я все это щупаю и прохожу сама. Потом, что такое Сингапур? Вы понимаете, что главная улица это Урчард Роуд, это улица Орхидей, то есть ты попадаешь в город, причем с потрясающими какими-то строениями, огромными техническими там, не знаю, выставочными залами, но при этом ты всегда попадаешь в какой-то сад, который тебя обволакивает. А сафари-парк, ночной сафари-парк, это же вообще, когда ты не видишь зверей в клетках, они же технологически развитые, эти сингапурцы, поэтому у них какие-то там электрические нити, и поэтому лев стоит рядом с тобой, но ты где-то так, конечно, переживаешь, но ты понимаешь, что он не может это перепрыгнуть, потому что все задумано так, поэтому Сингапур это город, впечатление. Ван Лав, окейла, окейла, хорошо, а кстати, вот вы заговорили о такси, и не упомянули, что ни обы какие такси, я в Сингапуре, когда был единственный в моей жизни раз, я ездил на такси в Бентли, да, это правда, это вообще, это как-то уникально, знаете, когда рассказывают о том, что те же нью-йоркские таксисты, чтобы продать или купить свой сертификат, не сертификат, а право на вождение такси, они платят какие-то баснословные деньги, но даже у нью-йоркских таксистов нет Бентли, а в Сингапуре почти у каждого такси стоит, это круто и так невероятно, а ночные гонки Формула-1 по улицам Сингапура, а? Да. Вы видели, видели, видели? Видела, видела, видела. Вот перестаньте заставлять себе завидовать людей, слушающих сейчас радио. А я специально это делаю, чтобы люди поверили в себя, поверили в эти возможности и начали путешествовать. Это очень круто. Я, кстати, хочу всем слушателям сказать, пока вот вы просто слушаете, это недостаточно сильно очаровывает. С Ольгой нужно вот честно посидеть рядом. Поэтому, если сегодня вдруг у вас будет минутка, заскочите на Океанский проспект 69 в торговый центр галереи, где накрыт стол со всякими разными сингапурскими, как называется, сингапурское блюдо, похожее на пельмешки. Этот, господи, боже мой, ну вкусная такая штука в Сингапуре ел я. Ладно, я забыл. Я забыл, потому что давно не ел. Это естественно, потому что кулинарные возможности Сингапура, они безграничны. Ну да. Так вот, я знаю точно, что разные сезоны есть. И вам наверняка известно, как человеку бывшему в Сингапуре, судя по вашему рассказу, не раз, потому что за один раз все впечатления, о которых вы говорили сейчас, ну невозможно охватить. Нереально. Это, ну просто нереально. Слишком много всего там, начиная от отелей, историю которых рассказывают драматично, как историю первых отелей в азиатской, в азиатской лакшери, вот вариации отдыха, это невероятно. Ольга, расскажите, пожалуйста, а в какой сезон вы советуете ехать в этот город-государство? Какой получше? Ну, честно сказать, Сингапур, он все-таки для меня всесезонный, всесезонный, потому что даже когда в Сингапуре есть сезон дождей, ты его не воспринимаешь, потому что, потому что огромное количество всяких фестивалей, огромное количество музеев, отели, которые ты можешь воспринимать как курорт, поэтому я бы рекомендовала вообще не задумываться над тем, есть ли сезон в Сингапуре или нет его, и поэтому ехать туда можно в любое время года, в любое время года. Ориентируйся не на сезон, а на свободные номера в Марина Байсенс. Честно говоря, Марина Байсенс настолько популярен, что останавливаться там я рекомендую только на одну ночь, для того, чтобы ты мог сказать себе, что я там был, я был в этом бассейне, да, я видел этот горизонт, я видел Сингапур на закате, хотя, хотя, у Шангрила отелей, у сети Шангрила есть дочка, это отель Джен, отель Джен в Сингапуре на Орчард Роуд находится, и он прям напротив Марина Сенбейт, и там тоже бассейн на крыше, и поэтому, побыв одну ночь, Марина Сейбейт, вы можете совершенно спокойно переселиться в более спокойный отель, потому что, конечно, те отели, которые на слуху у всего мира, там очень много народа. Ну, логично, и тем более, это уже, не покупаешься ты один в этом отеле, там будет целая грядка людей, и фотографироваться на фоне одинока, фотографироваться на фоне заката сингапурского, спасибо, попробуйте еще, большое спасибо за то, что проникся я, проникся в очередной раз, и чувствую, что нужно. Сингапур, он же не стоит на месте, я так понимаю, и каждый год там появляется что-то новое. Из последнего, что вам понравилось в Сингапуре, что там появилось буквально вот, ну, недавно? Может быть, какие-то особенные новые строения, сады, отели? Из самого-самого-самого последнего, фирма Apple, знакомая нам по нашим телефончикам, который у нас в руках, они построили магазин в форме яблока, и это просто потрясает, это просто невероятно, это вот из самого последнего, но на самом деле, когда ты попадаешь в Сингапур, ты даже не успеваешь вообще как бы следить за этим прогрессом, который там происходит, это на самом деле так. Каждый раз, каждый раз ты открываешь там что-то новенькое, которое вот вообще представить даже невозможно. Но единственное, по-моему, в Сингапуре, вот именно в Сингапуре, по-моему, не купаются, нет пляжного отдыха, и нужно на пароме передвигаться на другие острова, на Бентан и так далее, насколько помнится мне. Я только что сказала просто в синтоза, на котором купаются. Вот, да, да. Остров Бентан, это уже Индонезия, вот, но это близко от Сингапура, и наши путешественники очень часто совмещают Сингапур с Бентаном, и также очень часто совмещают Сингапур с Пхукетом, очень часто, я очень всем рекомендую совмещать Сингапур с Бали. Это просто, вот эта вот связка, она невероятно прекрасна, на самом деле. и я еще очень рекомендую тем, кто соберется в Сингапур, все-таки слетать на сингапурских авиалиниях. Поверьте мне, вот это абсолютно незабываемо. Ой, ну все, 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 все. Все, если бы сейчас была возможность увидеть, как я растекся под стул, вы бы увидели, потому что, ну, хочется, я думаю, что каждый человек, который не побывал еще в Сингапуре, он должен это сделать, а каждый человек уже, который побывал, он сам знает, куда ему нужно вернуться в следующем сезоне. Ну, а мы хотели бы задать вопросов несколько человеку, которые у нас находятся на проводе, он ждет, на самом деле, уже минут 15 платит за междугородний звонок. Я понимаю, что это... Спасибо большое, Ольга. У нас на связи региональный директор Совета по туризму Сингапура, по России и Восточной Европе Мелисса Джейн Томпсон. Она будет говорить на английском, судя по тому, что имя у нее не совсем славянское. И общаться мы будем через переводчика. Екатерина? Добрый день уже. Уже день. Не добрый день, а good day. Хорошо. Good day for everyone. Вы будете говорить на русском, судя по тому, что... Я буду говорить на русском. Сейчас подождите. Проверим связь. Проверим связь. Подождите. Секундочку. Я делаю погромче. Мелисса. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мелиса. Очень приятно. Я так понимаю, что у нас есть несколько вопросов к ней. Вопросы к вам, Мелисса. Надеюсь, вы знаете, когда, по-вашему, Сингапур все-таки откроет границы для туристов? Стоит ли ждать это в ближайшее время? Ну и... Когда же? Когда уже? Мы надеемся, то, что мы начали green lane arrangements или travel bubbles с различными странами, как China, South Korea и Japan. Мы сейчас договорим с более странами и регионами for such reciprocal green lane arrangements to facilitate business and official travel. So for Singapore, what we are doing now is to ensure that when borders are open, Russian visitors will want to visit us straight away. So some of the efforts that we have done is about strengthening our brand image in the minds of Russians. So for now, we have actually stepped up efforts for Russians to experience Singapore from their homes. So just last month, we celebrated Singapore Food Festival virtually. So for the first time, it took on a virtual format. So it was teamed Rediscover the Foodie in You. The event showcased Singapore's dining scene in the form of virtual food tours, live masterclasses and chef collaborations. To engage its fans, Zook Singapore, which is a nightclub that is number nine on DJ Max's top 100 list, introduced Zook Digital. So they feature daily live stream and pre-recorded content with interviews, cocktail classes, and DJ sets to their fans all over the world. So Singapore is also very popular and famous for its Singapore Zoo. So the Wildlife Reserve Singapore has been introducing this initiative called Hello from the Wild Side. So this enables the public to engage with the animals virtually through video meetings with the animals. So we will also support efforts to restore Singapore's connectivity to the rest of the world. So for instance, travellers from more countries will be allowed to transit through Changi Airport. Singapore Airlines has also resumed flights to more destinations in Europe, including Amsterdam, Barcelona, and Zurich. So this is the first step towards gradually restarting air travel. So an adjustment will be made as COVID-19 situation evolves in Singapore and around the world. Большое спасибо. Я понял половину. Спасибо. Подожди, Милиса, подождите. Это еще не все вопросы. Катя, что она сказала? Не для всех это понятно? Что ж, да. Не для всех это понятно, но, тем не менее, основное, конечно, мы услышали, в принципе, то, что Сингапур очень надеется как можно скорее принять всех наших гостей, туристов из России в том числе. Но все равно восстановление все-таки туризма займет некоторое время. И вот международные поездки не вернутся к таким прошлым оборотам в ближайшее время. Но, тем не менее, Сингапур обеспечивает сейчас всевозможную безопасность деловых поездок для иностранцев, въезжающих в Сингапур все-таки в ограниченном количестве. И также начал все-таки действовать в ограниченном режиме въезд в Сингапур благодаря соглашению о зеленой полосе с некоторыми странами. То есть, например, с такими, как Китай, Южная Корея и Япония. И сейчас они ведут переговоры с другими странами, с другими регионами, чтобы можно было тоже этим странам, представителям и гостям воспользоваться этим соглашением и все-таки попасть в Сингапур. Что они делают сейчас? Это очень тоже важно и очень интересно, потому что все-таки ситуация у нас в мире, мы все ее знаем, к чему обязывают, почему наш радиомарафон тоже онлайн сейчас. Почему он радио? Да, почему он радио. Дело в том, что, знаю, они уже предвидят, естественно, что когда откроются границы, очень много, большое количество людей захочет посетить Сингапур. И уже сейчас они начинают готовить людей, чтобы не чувствовали вот этот, видимо, отрыв от страны и от присутствия там делают сейчас такой акцент на укреплении имиджа сингапурского бренда именно в сознании людей. И многие компании, туристические в том числе и вообще событийные компании в Сингапуре, они сейчас пытаются дать возможность людям познакомиться со страной, в том числе нашим российским людям, не выходя из дома. Ну, например, что у них было такого? То есть рассказала тоже Мелиса, что впервые в истории Сингапурский фестиваль еды, который у них проходит, да, он единственное такое мероприятие, посвященное местной кухне. И его так еще можно назвать, заново откройте в себе гурмана, ну, вот в таком вот ключе, да, и он впервые прошел в интерактивном формате. Каждый ел у себя дома? На подобие. Это было такое виртуальное гастрономическое мероприятие, которое включило в себя мастер-классы с шеф-поварами, да, то есть это такой мини-гастрономический тур по местам, по ресторанам и так далее. И еще, например, из таких вот уже вещей, которые произошли уже в Сингапуре, то есть жизнь останавливается, жизнь продолжается. И есть такое тоже известное в узких кругах, широко известное, оно может быть и тебе известно, кстати, мероприятие, ЗУК Сингапур называется. Ага, слышал. Да, и они тоже сделали вот такую цифровую визуализацию, провели это все в диджитал-формате, и там были предварительно записаны там, естественно, контент, подготовленный, диджей-сеты, возможно, вот я вот видела лично такие вот из Нью-Йорка, например, это действительно впечатляет, и ты все равно как будто бы погружаешься в такие вещи. Что еще можно сказать, то, что вот уже Ольга Геннадьевна там в предыдущем буквально в своем рассказе нам немножко поведала о том, как они оцифровали животных, да, или как это можно назвать, но Сингапур славится своим зоопарком, в первую очередь, это очень известная такая точка туристического привлечения, и то же самое сделали, что это была инициатива Hello from the Wild Side, то есть привет вам с дикой стороны, тоже представляете, это вот я, я честно говоря, не очень представляю, как это возможно было, но реализовали, то есть Сингапур, то есть люди могли взаимодействовать с животными виртуальным, то есть это были такие встречи с послами животных, да, то есть вот такие вещи мы уже пропустили, к сожалению, но сейчас Сингапур максимально старается восстановить связь с остальным миром, да, и, например, тоже вот всем путешественникам из других стран сейчас разрешено проходить транзитом через аэропорт Чанги, а аэропорт Чанги это практически там целый рай, уголок такой Сингапура, воплощенный вот на одной территории, но она огромная, просто эта территория, это действительно стоит увидеть, и Сингапур и Аirlines вот, да, уже тоже возобновили полеты в Европу, например, то есть это Амстердам назвали, Барселону, Цюрих, в принципе, если добраться до Амстердама, может быть, можно и там в Сингапур попасть, в Чанги, ну, 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 собственно, это вот такой первый шаг к постепенному возобновлению авиаперевозок. Спасибо большое, ну, вопрос, который мы хотели бы услышать, ответ на который мы хотели бы услышать еще один, Сингапур вот занимает довольно осторожную позицию в вопросе открытия границ, есть ли страны, для которых Сингапур уже открыт, что на это ответит Мелисса. Селегкие группы путешественников из стран, как Брунея, Нью-Зеланд, Чина, Северная Корея, могут вступить в Сингапур под специальным условием. Это для важных путешественных путешественников, как для бизнеса или официального путешественного. Обеспечения для этого должны быть в предыдущем чтобы путешествовать в Сингапуре. И, конечно, есть требования, путешественники тоже должны вступить. Ну и что же? Когда? Кто? Кто уже может? Кто счастливчик? Счастливчики. Уже Сингапур открыт для отдельных стран, например, для таких, как Бруней, Новой Зеландия, Китай, Южная Корея. И единственное, что эти гости могут въезжать в Сингапур по специальным соглашениям. И в основном они предназначены для туристических целей, но также и деловые официальные поездки. Нужно подавать заранее заявку на подобные разрешения, и чтобы их одобрили, и тогда можно будет попасть в Сингапур. То есть, в принципе, все реально. Но также существуют требования, которые путешественники должны будут соблюдать. И эта договоренность позволит, естественно, безопасность поддержать на максимально возможном уровне, чтобы в дальнейшем просто успешно дальше развиваться в плане того, чтобы открывать границы и увеличивать количество трансграничных поездок и, собственно, деловых обменов в том числе. По деловым поездкам в Сингапур это один из лучших мест для проведения деловых мероприятий в мире, по крайней мере, так считают в первую очередь в мире, а потом уже и в Сингапуре. Как и когда вы планируете вообще возобновить мероприятие? Что на это ответила Мелисса? Прошу. Сингапур must demonstrate their ability to implement safe management measures to meet a set of health and safety to the decision to accept such application came about the success from our pilot events that piloted events of up to 50 attendees. So, this took place in August 2020 and we are confident that we can move on to the next step to pilot events up to 250 cases. Честно скажу, вот здесь я не все понял. Честно сказать, многие, может быть, что-то недопоняли, но, тем не менее, смотрите, получается, что сейчас в соответствии с безопасным и постепенным возобновлением общеэкономической деятельности в стране, как таковой, все-таки Сингапур начинает принимать заявки уже на участие в пилотных таких встречах, ну, майс, мероприятиях, конвенциях, выставках и так далее. Но должно быть количество участников в этих встречах около 250 человек, то есть не превышает 250 человек. Собственно, в рамках вот этих договоренностей будут проведены уже пилотные мероприятия, такие, например, как конференция Сингапурской международной энергетической недели. Вот организаторы, которые подают заявки на такие мероприятия, должны предоставить и доказать свою способность осуществлять меры по безопасному управлению этими людскими потоками, потому что решение о приеме заявок на пилотные эти мероприятия принимается на основе программы специальной в Сингапуре для деловых мероприятий, которые уже когда-то действовали, сейчас до 250 человек. Дорогие друзья, мы снова в эфире, всем хорошего дня, всем настроения великолепного, и мы находимся не просто так в эфире, мы находимся в эфире радиомарафона Listen to the World 2020, и сейчас хочется сказать, что друзья, не прекращайте мечтать о путешествиях, ни в коем случае не позволяйте обстоятельствам оставлять вас в рамках сознания невозможно остановить, мечтайте, смотрите гайды, и в первую очередь, если вам интересно знать мнение профессионалов, обращайтесь к нашим друзьям компании Fregat Aero, которые с удовольствием расскажут вам обо всем, что творится в мире туризма сегодня, куда можно поехать уже сейчас, куда можно будет поехать вот-вот, какие прогнозы на открытиях тех или иных гранит, все это они знают, все это они с удовольствием вам расскажут, и могут сделать это буквально сегодня у себя в офисе на Океанском проспекте 69, это компания Fregat Aero, если вы не знаете, где это, это торговый центр галерея, там сегодня накрыты столы, там сегодня раздают сувениры, не просто так, не просто потому, что щедрость души, хотя и это тоже, дело в том, что сегодня международный день туризма, чему собственно и посвящен наш радиоэфир, ну а мы продолжаем общаться с нашей гостьей, я так понимаю, что это представитель Сингапура, и это не просто представитель Сингапура, дорогие друзья, это, так, позвольте, скажу сразу, честно и откровенно, это региональный директор Совета по туризму Сингапура по России и Восточной Европе, Мелисса Джейм Томпсон, она обращается к нам по, через аудиосообщение, мы с удовольствием будем эти аудиосообщения для вас зачитывать и делать все для того, чтобы вы могли узнать, как обстоят дела в Сингапуре, сейчас я хотел бы спросить, как Сингапур вообще предотвратит повторение подобных случаев, как Сингапур не только откроет границу, но и сможет защитить тех, кто прибудет к ним, слушаем ответ ее и я жду от вас его сейчас, прошу. Мы планируем обрабатывать наши границы в прогрессивном способе для сингапурцев и жителей чтобы проводить обязательную бизнес-тревую, в том, позволяя странам приезжать в Сингапуре в限ом количестве, с необходимыми местами. Сингапур Что же, что же, что же в переводе? Что же, что же, получается, что Сингапур, да, вновь открывает границы, но это все делает в своей манере, в такой прогрессивной, да, взвешенной очень, и чтобы сингапурцы и резиденты могли совершать свои все-таки деловые поездки и вообще позволять иностранцам въезжать в Сингапур, ну, конечно, в ограниченном количестве, нужно, естественно, гарантировать учет общественного здравоохранения, да, назовем так. И ожидается, что все туристические предприятия в Сингапуре соблюдают строгие стандарты безопасного управления, в том числе это включает в себя такую специфику, называется знак отличия, SGClean, да, это знак отличия в области дезинфекции, который, вот, собственно, должен обеспечить уверенность вообще для всех, кто въезжает в Сингапур и кто вообще входит в любое помещение, находящееся в той стране. В общем, это в скором времени даже будет нормой вообще для туризма, то есть не только какая-то временная мера, ну, то есть в такую норму должно войти. Спасибо. А если говорить о том, что такое вот сказанное вами SGClean, что это за стандарт качества, прошу, Мелисса. The SGClean quality mark is a national mark of excellence for businesses that adhere to high standards of environmental public hygiene on their premises. This gives locals and visitors peace of mind when they visit these businesses. So, STB, together with other government agencies, have been certifying establishments with high heavy traffic on a daily basis, like shopping malls, hotels, attractions, might venues. So, the quality mark is given after it has been assessed and certified by a qualified third-party assessor. So far, more than 20,000 premises have been awarded SGClean across Singapore. — Здесь я почти понял, я почти понял, что имелось в виду. — Ну, что, что, что. Сингапур, соответственно, вот эта SGClean, вот эта марка, да, это национальный знак совершенства, совершенства для предприятий вообще, которые показывают то, что они придерживаются своих высоких стандартов экологической, общественной вот этой гигиены на предприятиях. И, собственно, наличие вот этого знака, отличия, даёт местным жителям и посетителям дополнительное спокойствие, да, что здесь, раз есть ли этот знак, значит, здесь безопасно, чисто и можно спокойно посещать. Например, также Совет по туризму Сингапура совместно ещё с другими государственными понятными учреждениями, то сосредотачивают именно своё внимание на вот этой сертификации таких мероприятий, таких мест. Где много людей может находиться одновременно, например, торговых центров, гостиниц, каких-то туристических достопримечательностей, в том числе и конференц-залов, да. И этот знак качества присваивается учреждению только после того, как оно было оценено сертифицированными группой специалистов, да. И сейчас уже в Сингапуре более 20 тысяч индивидуальных помещений подобного рода прошли уже, собственно, эту оценку и получили этот знак качества, то есть уже 20 тысяч, как минимум, свободных для посещения есть мест. Ну а при каких условиях вообще возобновят работу туристические объекты и аттракционы? При каких в ближайшее время? Аплодисменты. Аплодисменты. Ну и последний вопрос, который нас беспокоит, он беспокоит всех. Расскажите, пожалуйста, что такое концепция Сингапур-дискаверис, если уж говорить о том, какая была идея. А можно я переведу сначала то, что сказали, и потом мы следующий вопрос задам? Ну что ж тебе, вот мне, например, не все было сразу понятно, да. Но суть в том, что да, сейчас уже предприятия могут возобновить свою деятельность, это уже было оговорено. И, например, есть требования к плотности посещения вот таких аттракционов. Например, сейчас уже разрешено открываться и заполняемостью 50%, в то время как, например, еще пару месяцев назад это было всего лишь 25%, чтобы можно было вообще людей запускать в данный объект. И вообще вот это смягчение правила постепенно происходит по мере того, как, собственно, эффективно предотвращают люди, скопление людей, люди, я имею в виду, которые владельцы данных зданий, предотвращают скопление людей в одно место, в одно время, в одном месте. И все достопримечательности также внедрили системы уже онлайн-бронирования. То есть ты заранее бронируешься, чтобы туда, собственно, попасть. Понятно, что есть требования к разделению, то есть к соблюдению дистанции между людьми, но в разумных пределах. То есть если мы пришли вдвоем, например, парой, нас не будут разъединять на полтора-два метра. Ну и вопрос все-таки про вот эту систему концепции Singapore Discoveries. Какая идея этой концепции и что же нам ответит знающий человек? Мелисса, прошу вас. So Singapore Rediscovers seeks to show locals, or Singaporeans, a different side of Singapore. From discovering hidden gems and stories, to rediscovering a world-class tourism and lifestyle. So we hope that locals, after experiencing Singapore, can be advocated for their friends and family overseas. Like in Russia, as they rediscover Singapore. So all adult Singaporeans will receive about 5,000 rubles in tourism vouchers for them to use for staycations, entry to attractions, and to attend local tours. So for example, we do have some Russian tour guides in Singapore, and they have teamed up with some of the local companies to offer Russian-speaking tours around Singapore. So given that mass leisure travel will not be able to return anytime soon, we would like to boost the discoverability of our tourism offering, while changing perceptions that Singapore has little to offer locally. So our aim is for Singapore Rediscovers to be a sustained effort that encourages locals to go out and explore different sides of Singapore, while, of course, stimulating domestic demand and consumption of tourism businesses. И что же это? Что же это? Это очень интересная, кстати, такая программа. Грубо говоря, они открывают Сингапур как для своих внутренних жителей, местных жителей, так и это дает возможность его открыть заново для тех, кто уже бывал в Сингапуре. Такая мера у них поддержки выделена, что каждый взрослый сингапурец может получить около 100 сингапурских долларов, то есть это где-то 5,000 рублей наших, в виде такого туристического ваучера для использования на отдыхе, аттракционных местных туров, если к нему приезжают гости в эту страну, то есть он, грубо говоря, им помогает там ассимилироваться в таком свете. И очень, кстати, сказали, что тоже появляется такая коллаборация между русскоговорящими гидами, людьми, которые вообще могут обеспечивать какую-то туристическую программу в Сингапуре, и между этими вот людьми и туристическими фирмами, собственно, чтобы у них уже появлялись определенного рода программы, туры, уже готовые, которые включают в себя русскоговорящего гида, то есть который вам будет все переводить и будет вас сопровождать на территории. Спасибо большое. Ну, я думаю, что этот рассказ был более чем полноценным. Это не просто была экскурсия по Сингапуру, это, можно сказать, лекция по социальному устройству сингапурского туризма во время пандемии. И, честно скажу, довольно воодушевляет, потому что ясно, понятно, что люди работают и вполне намерены из этого места снова после открытия границ сделать своего рода изумруд. Вполне. Изумруд туризма. Это их целью является, да, вот Милиса добавила, что, собственно, это главное, почему они так озабочены сейчас именно вопросами безопасности и здравоохранения в том числе. Ну и за то, что вы выслушали весь этот долгий рассказ, этот лекционный материал, который действительно полезен для понимания души сингапурского туризма, мы хотели бы вознаградить вас, потому что буквально вот-вот-вот-вот можно уже будет выиграть подарки. Это три подарочных набора, в которые войдут фирменный зонт, игрушка-символ Сингапура Мерлеон и дизайнерская тарелка бренда Супермама. В течение недели до марафона и сегодняшний день весь мы просили вас выполнять ряд нехитрых условий. Что надо было сделать? В первую очередь подписаться на фрегат Айра в Инстаграме и на Визит Сингапур в Инстаграме. В комментариях к посту с розыгрышем написать «Я бы махнул в Сингапур» — это хэштег, хэштег, решетка, «Я бы махнул в Сингапур» — и отметить друга, с которым вы бы с удовольствием в Сингапур поехали. И сейчас с помощью рандомайзера, как только отзвучит музыкальная композиция, мы выберем трех победителей, которые, собственно, и получат призы озвученные. Выберем, наградим, обозначим и пошлем им приветы радостные. А пока музыка, друзья, Backstreet Boys в нашем эфире. Давайте посмотрим, насколько энергичными будут они. Главное, что марафон наш продолжается с утра до вечера, и в любое время суток можно мечтать о путешествиях. Именно для этого мы и организовали в День туризма, международного туризма, мы организовали марафон путешествий, который называется Listen to the World. С вами, между прочим, в студии по-прежнему Радио Лемма на волнах 102 и 7 FM. Мы много подарков сегодня обещали разыграть, и вот-вот уже подходят те самые часы, которые обозначены для вручения. А сейчас хотелось бы назвать победителей розыгрыша сингапурских подарков. Это три подарочных набора, в которых фирменный зонт, игрушка, символ Сингапура Merlion и дизайнерская тарелка бренда Supermama. Третий подарок достались тем, кто писал, выполнял в течение недели нужные условия. Нужно было на Fregat Aero подписаться в Инстаграме, также подписаться на VisitSingapore и отправить под постом, подписать хэштег Я бы махнул в Сингапур, отметив там друга. Более 300 сообщений, или 300, как правильно сказать, 300 сообщений, в общем, даже больше было сделано, было оформлено, и выбрали мы из этих сообщений три. Внимательно слушайте, кто победил. Это Ники в Инстаграме, Оксана Гена, Оксана Гена, по нашему мнению, получается с помощью рандомайзера. Этот набор Оксана Гена, это Capricorn.Julia и Яночка.Я. Если вы слышите нас, если вы знаете, что это ваши никнеймы в Инстаграме, то поздравляем вас, друзья. Можете радоваться, можете обниматься с близкими, потому что три набора из Сингапура будут вручены вам. Если вдруг вы не слышите сейчас нашу радиостанцию, знайте, что вам уже написал пиар-менеджер фрегат Айра, и ответив в этот же самый момент в Инстаграме нашему пиар-менеджеру, вы узнаете, как получить подарок. А если не знаете, я вам скажу, достаточно будет прийти в офис фрегат Айра по адресу Океанский проспект 69, и там, да, вас именно там и будет ждать этот долгожданный приз. Ну, а мы идем дальше, и знаете, что хотелось бы так дополнить в очередной раз, что генеральным партнером проекта Listen to the World 2020 стала одна из любимейших стран для путешествий приморцев, а также участниками сегодняшнего эфира стали такие страны, как Южная Корея, Тайвань и Сингапур. Еще один участник радиоморфона — это агентство по туризму приморского края. Они тоже появятся в этой студии очень скоро и смогут рассказать о том, о чем же живо Приморье. Насколько много интересных мест у нас, и несмотря на то, что многие наверняка знают и путешествовали, и любят этим заниматься, сегодня как никогда актуально путешествие по родному краю. Поэтому именно сегодня мы перейдем к Приморью и будем выяснять все подробности о маршрутах, возможностях туризма в нашем крае. В этом блоке нас ждет не только информация, но и розыгрыш призов. Давайте, друзья, дождемся наших следующих гостей, а пока пусть народная, простая, человеческая наша российская музыка заполняет эфир Радио Лема. Поехали! Дорогие друзья, мы продолжаем быть в эфире, продолжаем говорить о большом, красивом и важном деле. Мы продолжаем радовать слушателей возможностью выиграть подарки и почувствовать, насколько близка вот вся эта туристическая отрасль, насколько нам хорошо в ней было, есть и будет. И у нас в студии появились еще две очаровательные дамы. Я хотел бы, чтобы вы поприветствовали. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Постойте, я попытаюсь вас сейчас вывести еще разок. Здравствуйте всем! И еще разок. Рады всех приветствовать! Подождите, я пытаюсь, пытаюсь еще раз. Погодите, погодите, я найду способ, нам нужно с вами пообщаться. А, вот, говорите! Здравствуйте! Да, а еще? Рады вас приветствовать! Ох ты, наконец! Все, я смог, я нашел, я обнаружил те самые каналы, на которых вы сможете говорить с нами с радостью. Так вот, о чем сейчас пойдет речь? Дело в том, что мы переходим к важнейшей части сегодняшнего эфира, потому что все вот это вот, все это заграничное, все это, ну, нет березанек русских, к которым можно прислониться, а место, о котором будете рассказывать вы, наверняка, снабжено этими самыми березанки. Мы рады приветствовать в нашей сегодняшней студии агентство по туризму Приморского края. Мы рады приветствовать тех, кто с удовольствием, любовью своей к Приморскому краю поделится. С нами удовенка Надежда Геннадьевна, она, между прочим, представляет правительство Приморского края. Совершенно верно. Агентство по туризму Приморского края, начальника отдела развития туризма. Здравствуйте. Также с нами еще одна улыбчивая леди, управляющая проектом Туристско-информационного центра Приморского края, отвечающая за программу лояльности внутреннего туризма. Теперь Ирина. Здравствуйте. Вас сразу слышно было. Отлично. С первого мгновения было понятно. Но и не только две эти очаровательные леди находятся в нашей студии. На связи с нами, точнее, прислал нам свое аудиосообщение, аудиопривет. Еще один человек. Начнем мы, наверное, с него. Мы познакомимся. И с нами на связи исполняющий обязанности руководителя агентства по туризму Приморского края Владимир Викторович Щур. Давайте послушаем, что он скажет нашим слушателям внимательно и с любовью. Уважаемые радиослушатели, я с этой души поздравляю всех неверных тем туризма. Туризм – это новое впечатление. Это и яркие, и запоминающие незабываемые события. Это все, что вокруг нас. Это везде, где бы мы не были, куда бы мы не пошли, мы с вами туризм. Я с этой души поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. А сружеников сферы туризма, чтобы процветал у них бизнес, чтобы клиенты были всегда добрыми, приятными, и чтобы никогда не заканчивалась очередь желающих на предоставление таких кусков. Ну а нам с вами, потребители, жители и гостей края, я поздравляю и вымываю новых, ярких, незабываемых впечатлений. И чтобы надеялся с вами, чтобы вас попровождали всегда, без классов. А мы, с моей стороны, до места компании «Тригад Аэро» в информационных центрах, сегодня, в этот день, проводим радиомарафон «Лучший мир». Первый радиомарафон в прямом эфире, когда вы можете послушать на новых маршрутах, от юана, который бывает в туризме, вытушать экспертов. При этом он будет безнародный, в четыре офиса, в разных странах подключится к этому радиомарафону. Будет много призов, они будут интересные. Сразу говорю, не буду раскрывать тайну вам, я буду раскрывать, я буду их получить. Но это будет очень привлекательно, очень интересно. Ну и, соответственно, чтобы вы потом получили полное, сегодня полное удовольствие от участия, ну, в общем, уже удовольствие от самих путешествий. Спасибо. Ну что ж, мне стало понятно, что удовольствие от путешествий нужно получать регулярно. И я так понимаю, что вы не просто так находитесь в студии. Вы можете рассказать нам о том, какое удовольствие можно получить от путешествия, если не пересекать границу Российской Федерации. Ну и, здравствуйте, Надежда Геннадьевна. Вы все-таки, как начальник отдела развития туризма, могли бы ответить на такие основополагающие вопросы. К примеру, как администрация Приморского края поддерживает сферу туризма в таком сложном для туризма 2020 году? Спасибо большое за такую представленную возможность. В первую очередь я хочу поздравить, еще тоже присоединиться ко всем поздравлениям, которые сегодня прозвучали, и поздравить как работников тура отрасли, так и всех людей, которые любят путешествовать с таким прекрасным, объединяющим наших праздников, с Днем туризма. Потому что это практики для тех, кто работает в данном направлении, организует наш отдых и путешествует, для тех, кто любит это. Безусловно, этот год очень сложный для нас, для представителей туризма, в первую очередь, потому что мы динамично развивались все эти предыдущие годы, в отличие от других регионов. И для нас, конечно, те ограничения, которые были введены, это серьезный удар для отрасли, и показатель, как мы можем выставить. У нас хорошо, у нас прекрасные профессиональные представители отрасли, туроператоры, турагенты, работники гостиничных и ресторанов в сфере бизнеса. И наша задача, с точки зрения власти, оказать им поддержку, ну не только финансовую, но и с административным ресурсом. А также это для нас период переформатировать на те новые предложения, пересмотреть старые туры, которые есть. И самое главное, это направить свои усилия на развитие инфраструктуры. Потому что самое главное, как это, создать соответствующую, комфортную, конкурентоспособную инфраструктуру. Это переучить дороги, это подведение инженерных сооружений, электроэнергии, водоснабжения тем объектам, наиболее, которые пользуются спросом у нашего населения. В первую очередь, это, конечно, пляжный отдых. Но вообще, по ощущениям, увеличился ли турпоток туристов из России во Владивосток, учитывая, что не было возможности поехать за границу? Выбрал ли кто-то Владивосток местом своего отдыха в этом году? Скажем так, если в целом говорить об увеличении по сравнению с прошлыми годами, то, конечно, нет, потому что были серьезные ограничения для туристов. Это не работали у нас до середины лета, считайте, до июля месяца гостиницы. В ограниченном режиме нельзя было путешествовать, база отдыха. Но если брать краткосрочный период, считайте, с 15 июля, когда были сняты основные ограничения, поток резко увеличился. У нас, можно сказать, мы промониторили, проанализировали тех туристов, которые приезжали. У нас возрос именно поток туристов из центральных регионов России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, даже из Калининграда. Несмотря на то, что у них есть тоже море, у них, да, особенно при разговорах с ресторанного бизнеса, те, кто работает в сфере продажи сувенирной продукции, они, ну, прям сделали на этом акцент, что очень много стало из других центральных городов. Потому что обычно у нас, естественно, из дальнего региона, в Сибири к нам приезжают. Тем не менее, многие мечтают, оказывается, приехать в Владивосток, в Приморский край. И сейчас это прекрасна возможность. Тем более, благодаря программе Ростуризма, которая финансируется правительством Российской Федерации, когда возможно получить возврат денежных средств за тур, кэшбэк. Подождите, какой тур? А вы не знали об этом? Так, подождите, если я, подождите, если я прописан в Чугуевке, могу ли я приехать в Владивосток и получить кэшбэк? Нет, не совсем. Ну, это для жителей других регионов. Это для жителей других регионов, но для жителей Приморского краунда можно также приобрести тур в другой регион и получить кэшбэк. Эта акция была, стартовала, была недавно, в конце июля месяца. Сейчас, в октябре, будет стартовать новая акция, да, кэшбэк увеличивается. Тоже кэшбэк, но больше? Да, но больше. Поэтому мы все приглашаем принять участие, как и туристов активно поучаствовать в этом, приобретать тур через программу кэшбэк, но и так, и заинтересованные туроператоров и гостиницы. В Сочи входит в этот список кэшбэк туров? Конечно. Все, я собираю чемоданы. Извините, я выключаю эфир. Хорошо. Вообще, не забыли ли наши переводчики китайский, корейский, японский язык за полгода? Надеюсь, что нет. Потому что, на самом деле, интерес у наших соседей, друзей из азиатских стран достаточно высок к нам. Они также подтверждают свои намерения приехать к нам, как только станет это возможно. Мы в тесном контакте, поэтому мы надеемся, как только снимут ограничения из-за пандемии, мы активно сможем продолжить свои путешествия, так как и они к нам, и мы к ним. Учитывая, как полгода натягивалась эта тетива интереса к Приморскому краю со стороны иностранцев, выдержим ли мы этот шквал, удар, поток? Сможет ли инфраструктура Приморья не треснуть по швам от того огромного количества туристов, которые хлынут на наши базы отдыха и гостиницы? Ну, у нас очень профессиональные работники туриндустрии, они справятся со всем. То есть можно не переживать. Приморье не резиновое, но и не лопнет. Не лопнет. Хорошо. Я знаю, что есть программа, о которой не понаслышке знает наша гостья Ирина Теппер. Ирина, расскажите, пожалуйста, о проекте «Визит Приморье». Что он из себя представляет? Добрый день. Ещё раз хочу поздравить всех наших слушателей с Днём туризма. Немножечко отойду от темы «Визит Приморья» и расскажу ещё о том, что сегодня во Владивостоке очень много мероприятий, посвящённых этому празднику. Стоит за окном прекрасная погода, поэтому выходите из дома, гуляйте, наслаждайтесь, ходите на экскурсии. Очень много всего интересного происходит в городе сегодня. Ну, а что касается нашей программы «Визит Приморья», да, действительно, когда мы попали в такую непростую ситуацию в этом году, когда туризм временно был поставлен на паузу, и мы стали думать в Туристко-информационном центре, как помочь нашему турсообществу, чтобы было немножко поинтереснее для всех, и для туристов в том числе, и для нашего турсообщества. Мы придумали такую программу, называется она «Визит Приморья». Она состоит из двух частей. Первая часть – мы общаемся с гостиницами, ресторанами, и отправляемся к ним на некую аккредитацию, смотрим, как справился с кризисом наш общепит, наши гостиницы, сделаем им профессиональные фотографии для того, чтобы они их могли использовать, допустим, на своих сайтах в системах бронирования, и собираем всю информацию и размещаем ее на сайте visitprimorje.ru. Но это сайт для иностранцев или для жителей городов России? Этот сайт полиязычный, он для всех, но сейчас, конечно, так как целевая аудитория русские туристы, в первую очередь мы наполняем русскую версию, а после этого, когда мы заполним большим количеством ресторанов, гостиниц, туроператоров, представителей туриндустрии наши страницы, можно будет заходить, там будет все очень красиво оформлено, то есть сейчас уже можно туда зайти. Вторая часть программы «Визит Приморья» – это карта лояльности. Мы решили, что у нас в Приморском крае обязательно должна быть система лояльности для туристов, которая, обращу ваше внимание, будет раздаваться бесплатно. То есть обычно, если вы путешествуете в другие страны, много где есть такие карты, их можно купить и получать какой-то подарок, какие-то скидки в музеях, в ресторанах, в гостиницах. Мы решили, что мы продавать не будем, не будем наживаться на туристов, которым, да, возможно, сейчас тоже тяжело. Мы решили ее раздавать бесплатно. Сейчас активно мы собираем участников и занимаемся ее разработкой. Поэтому, если вам интересно, представителям туротрасли поучаствовать в нашей программе, обращайтесь к нам в туристко-информационный центр. Ирина, спасибо. Приятно, что вы фактически променяли строительство финансовой империи на этих картах на благородное имя Приморского края. Спасибо большое. Я обращу внимание, да, что в туристко-информационном центре мы вообще все делаем бесплатно. Подождите, подождите. Ну, вас хотя бы кормят? Ну, зарплату мы получаем. Хорошо. Скажите, а вот, в принципе, можно ли узнать подробнее о работе этого туристко-информационного центра Приморья в 2020 году? Или это какая-то закрытая информация? Он же уже функционирует, готов, это уже сформировавшееся? Да, конечно. Мы функционируем уже пять лет, если я не ошибаюсь, довольно давно, да, и помогаем нашему турсообществу и туристам. Турсообществу мы помогаем в продвижении, активно распространяем информацию о турах, экскурсиях, возможностях Приморского края, а для туристов мы бесплатно раздаем карты, буклеты, полиграфию, рассказываем, куда им поехать, то есть такая работа у нас проходит абсолютно бесплатная и полезная для всех. Ой, ну, коли бесплатная, тогда рассказывайте и нам, куда поехать. Топ-5 мест в Приморском крае, которые вы рекомендовали бы, ну, может быть, прям сегодня сорваться и уехать, пока еще солнце не зашло. Ну, конечно, это наш Хасанский район, безусловно, спорить о его красоте бессмысленно, поэтому езжайте туда, там еще до сих пор работают базы отдыха, в которых можно остановиться, взять морскую прогулку, например, там очень много красивых мест. А второе, наверное, направление по красоте – это Русский остров. Буквально вчера, да, я объездила его весь, побывала и на Новосильцевской батарее, и на Тобизино, съездила в самый конец Русского острова, это Бухта Воевода, где находится прекрасная ферма морепродуктов. Да, мы там прошли экскурсию очень интересную, нам показали, как выращивают наши местные, местный трепанг, устрицы, ну, и там мы его и поели, так что очень рекомендую. Лис подкормили? Лис не видели, искали, искали лис, да, к сожалению, не видели, неделю назад видели. Русский остров, Хасанский район, что еще? Третье – это берите катер, яхту парусную, отправляйтесь по побережью, без разницы, в любую сторону, хоть в сторону Хасанского района, хоть вокруг Русского острова, хоть в сторону находки острова Аскольда, побережье Приморского края всегда прекрасно. Есть еще организации саб-клуберов, которые катаются вокруг острова, ходят по морю. Изучить, изучить наши побережья всем рекомендую, потому что оно отличается тем, что у нас очень красивые скалы, которых вы, наверное, нигде не увидите. Так, это было три. Четвертое, мое открытие в этом году – это Ольгинский и Кавалеровский район. Так там же холодно. Но очень красиво. Как вы пропустили Чугуевку по дороге в Ольгинский и Кавалеровский район. Извините, извините, но мы обязательно съездим, посмотрим, что можно показать туристам. Поза отдыха Тополевая. Хорошо. Вот, значит, Кавалеровский и Ольгинский район. В Ольгинском районе мыс Четырех скал, абсолютно прекрасное место. Маяк Балюзек и в Кавалеровском районе рядом – это бухта Дубовая. Очень красивое место, всем рекомендую. Ну и, наверное, вот пятое место, которое я хочу отметить, такое мое место силы – это мыс Палящей Черепахи в районе, в Хасанском районе. Тоже очень красивое место, с ответственными скалами, стоит там побывать. А к удыгейцам на рыбалку ездили на север Приморья? Сама еще пока не добралась, но, говорят, стоит того. Конечно, там, во-первых, есть удыгейцы, во-вторых, рыбалка – это уже две вещи, ради которых можно преодолевать эти бездорожья. Да, еще говорят, что прекрасная природа там есть. Ну, это логично, там Черный Шаман где-то есть, я точно знаю. Я, правда, тоже не был, не был, я был только в Чугуевке, но там тоже хорошо. Рекомендую местный туризм. Ну и еще, спасибо, интересный был рассказ, прям описали так, что захотелось. Думаю, это еще прекрасные новости на сегодня, новости о том, что туризм как активно развивался, так, собственно, и развивается в родном Приморье. Мы еще вернемся к разговору о Приморье чуть позже. Ну, а пока что на этот момент немного поговорим, вернемся точнее к Японии. Но перед тем, как вернемся, нашим туристам, нашим любителям Приморья, что хотели бы вы пожелать сейчас с высоты своего опыта? В первую очередь я хочу пожелать, чтобы туристы не боялись путешествовать, выбирали для себя как прекрасные места, не то, которые перечислила Ирина, их гораздо больше по Приморскому краю. У нас прекрасная страна, замечательные, интересные объекты есть в каждом регионе, и у соседей наших, и дальше по центру России. Поэтому выбирайте для себя те неизведанные места, где вы еще никогда не были, но планируете побывать, и обращайтесь к нашим туркомпаниям, они всегда вам поможут. Помогут, либо можете обратиться в туристский информационный центр, наши девочки всегда тоже подскажут с выбором, как доехать, кому обратиться. Поэтому, несмотря ни на что, пусть вы путешествуете, мечтайте, и все ваши путешествия пусть сбудутся. Ну правильно, сколько можно ездить по заграницам, вот эти деньги свои отдавать этим заграничным базам отдыха? Нет, вот время как раз, это не проблема, это наш шанс узнать Приморье с лучшей стороны. Согласны ли вы с этим утверждением, Ирина? Да, я согласна, я вообще хочу сказать больше, что сейчас самое время открыть, быть туристом в своем родном крае, в своем родном городе. Предлагаю нашим местным приморцам никуда не уезжать, в соседние регионы. Смысл, там ничего красивого нет, вся красота здесь. На самом деле, сейчас самое время путешествовать по Приморью. Даже в своем родном городе вы можете стать туристами, посетить те места, где вы никогда не были. Сейчас очень модно бронировать в своем городе гостиницы, ночевать там, да, и ходить по ресторанам, в которых мы не были, путешествовать, ездить в те уголки, где вы никогда не были, стать туристом в родном городе. Попробуйте, я думаю, что многим понравится, и вы почувствуете себя туристом, даже если у вас нет возможности уехать куда-то за его пределы, за пределы своего края. Многие мужики сейчас так, значит, как бы съехать от жены, турист в родном крае, и съезжают в гостиницу, живут там и занимаются тем, чем занимаются обычно за границей. Друзья, большое спасибо за то, что были с нами сейчас. Я еще разок напоминаю, что в нашей студии отвечали на вопросы о внутреннем туризме две очаровательные леди. Во-первых, это начальник отдела развития туризма Надежда Геннадьевна Удовенко и, естественно, управляющий проектом Туристово-Информационного центра Приморского края, отвечающий за программы лояльности внутреннего туризма, Теппер Ирина. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Спасибо. Наш эфир потихонечку становится вечерним, солнце немного склоняется к западу, но продолжает светить с востока, потому что страна восходящего солнца снова в эфире радио Лемма. И сегодня мы говорим с очаровательной леди, гостей нашей студии, представитель компании «Ана» во Владивостоке, Гречкосей Наталья. Здравствуйте, Наталья. Добрый день, Приморский край. Добрый день, все слушатели. Конничива, как мы говорим по-японски. Конничива. Очень приятно, что у меня сегодня есть такая возможность представить нашу авиакомпанию. Жаль, что в нынешних условиях это происходит только вот так, в радиоэфире, но я надеюсь, что это только подогреет ваш интерес к Японии, ваше любопытство по поводу Японии, оно станет только сильнее. Анна, это как расшифровывается вообще? Вы знаете авиакомпанию? Конечно, знаем. Авиа номер A? Нет. Ну, можно предположить, что где-нибудь, да, недалеко, так скажем. Но официально ANA это сокращение, вернее ANA это сокращение от английского All Nippon Airways, но как-то в России это больше прижилось как ANA, поэтому чаще всего слышим мы название ANA в России. И наша авиакомпания входит в Star Alliance, это наряду с такими гигантами, как Air China, Aseana Airlines, Singapur Airlines и другими. Но во Владивостоке мы единственная пятизвездочная авиакомпания, которая поддерживает этот рейтинг на протяжении 8 лет подряд. Подождите, я слышал про пятизвездочные отели, я слышал про все пятизвездочные, но что авиакомпания может быть пятизвездочной, что для этого нужно, чтобы быть пятизвездочным? Ну как минимум это высочайшее качество обслуживания, вот например ANA, авиакомпания ANA наша, она поддерживает этот рейтинг на протяжении 8 лет. И я вам скажу, всего в мире таких компаний 9, я имею ввиду пятизвездочных компаний, можете себе представить, что на протяжении 8 лет подряд авиакомпания поддерживает высочайшее, неизменное высочайшее качество обслуживания. И вот по результатам, например, предыдущих годов, только представьте себе, это победа в таких номинациях, как лучшее в мире обслуживание в аэропорту, лучшее в мире бортовое питание в бизнес-классе, лучший в Азии бизнес-класс, лучшие в Японии сотрудники авиакомпании, лучшие в Японии бортпроведники. У вас есть что-нибудь не лучшее? Нет, у нас все лучшее, однозначно. Что такое пятизвездочная авиакомпания, если мы говорим про это, что в салоне только бизнес-класс и все, и одно место для эконом, только для стюардессы? Нет, это намного сложнее, это такой специальный рейтинг, есть оценивание авиакомпаний, и это надо изучать подробнее. То есть джакузи нет на борту? Ну, может быть, не джакузи, но тем не менее, вы будете довольны. А какая-то основная есть, такая киллер-фитча так называемая, что-то, что у авиакомпании, у вашей является, может быть, гордостью, либо отличительной чертой? Ну, такого особенного, так скажем, в авиакомпании Ана, это, как я упомянул ранее, это мало того, что высочайший уровень сервиса японского, а я так думаю, что ни для кого не секрет, что выражение японский сервис, это такое нарицательное, так скажем, выражение, которое не требует объяснения совершенно. Так вот, помимо этого японского сервиса, авиакомпания Ана предлагает своим пассажирам, своим клиентам провести еще два места бесплатного багажа. Это вы можете себе представить, то есть 46 килограмм, например, только в эконом-классе, да? И, согласитесь, это такой приятный бонус для путешественников. И сегодня, наверняка, наряду с рассказами о достопримечательностях Японии, кто-нибудь упоминал и о шопинге в Японии, это особенное такое удовольствие, так скажем. Так вот, наши пассажиры могут не волноваться о перевесе и с удовольствием тратить свои красивые японские иены на красивые японские сувениры, так скажем, высокого японского качества. А вы знаете, сколько стоит японское кимоно настоящее? Ну, работайте. Я был в шоке. А до 20 тысяч долларов, если говорить о настоящем шелковом с ручной вышивкой? Но все хорошее всегда стоит дорого, будем говорить так. И вот 46 килограмм этого богатства можно вывести с вашей помощью? Можно. И это в эконом-классе? И это только в эконом-классе. И помимо двух мест багажа вы можете взять с собой, конечно, ручную кладь, мы это не оговариваем здесь. А в бизнес-классе и того больше. Если вы летите с большим комфортом, вы можете взять 64 килограмма в двух чемоданах. Вы можете себе представить, здесь ни одно кимоно и ни один магнитик. Я даже не могу представить, как выглядит человек, который тащит 64 килограмма с сумками. И такие люди бывают? Я думаю, что бывают. Бывают и больше, на самом деле. Но, тем не менее, наши условия такие, так скажем. Но помимо багажа, еще одно несравненное преимущество авиакомпании «Ана» это бортовое питание. Это наша отдельная гордость, поскольку на международных рейсах авиакомпании, и в том числе Токио, Владивосток, Токио, это не обычное питание, так скажем, к которому мы привыкли к двум часовым полетам, например, между Владивостоком и так далее. Нет, вы будете удивлены, это полноценное горячее питание. И это не только по-японски вкусно, это по-японски красиво и даже по-японски полезно. И представьте, вы утопаете в мягком кресле, изучаете нашу инструкцию, как лететь в полете. А, кстати, наша инструкция, это отдельный фильм, я бы даже сказала. Очень рекомендую посмотреть. Вот жаль, что мы сейчас нашим радиослушателям не можем это показать. Конечно. Так вот, представьте, вы утопаете в мягком кресле, к вам подходит стюардесса и предлагает, нет, не сэндвич, и чай. Это полноценное горячее питание, горячий обед прям. Вот. И от шеф-повара, причем, авиакомпания ИНЕ, и меню сезонное, оно меняется несколько раз. Вот, поэтому я думаю, что это будет очень приятно. Судя по вашему рассказу, в бизнес-классе, так там вообще подкатывают обнаженную девушку, на которой разложены суси, правильно? Ну, так скажем, пускай это останется секретом. Приобретайте билеты ИНЕ, так скажем, и увидите это своими глазами. Так вот, кстати, питание особенное у нас не только на борту. Наши постоянные клиенты, также пассажиры бизнес-класса, привилегированные клиенты наши, они имеют возможность провести время в бизнес-лаунжах перед полетом. И в различных аэропортах Японии у авиакомпании АНА есть свои бизнес-лаунжи с максимальным просто набором услуг. Но в Владиславском аэропорту, к сожалению, у нас технически таких нет возможностей, поэтому даже здесь, даже для своих клиентов, в аэропорту Владивостока мы предлагаем дополнительные напитки для привилегированных клиентов, которые вы можете получить по предъявлению посадочного талона. Вернее, особенные отметки на посадочном талоне. Эту отметку мы ставим на стойках регистрации. Ну, круто. Я честно скажу, что не только послушать вас приятно, будет приятно еще и получить подарки от авиакомпании АНА. Я буду говорить правильно, что Анна, ну детский сад какой-то, не по-взрослому. Так вот, Наталья, вы пришли не с пустыми руками, насколько я понимаю, есть какой-то подарок. Расскажите, что могут получить наши радиослушатели? Мы сегодня приготовили небольшие сувениры для наших слушателей. Это будет фирменная ручка АНА. Замечательная, она нравится не только детям, но и взрослым. С таким вот самолетиком, на котором написано АНА 787. Замечательная, прям вот отличительная черта нашей авиакомпании. Везде, где бы я ни использовала ее, где бы я ни писала ее, в кафе, на улицах, все обязательно обращают внимание. Так вот, такую ручку мы сегодня дарим. Также дарим буклеты, файлы с нашей фирменной символикой и небольшую бирку. А где можно забрать ручку победителя? Это, я правильно понимаю, что в офисе Фрегат Аэро? Я думаю, да. Хорошо. В офисе Фрегат Аэро на Океанском проспекте 69 можно будет отобрать ручку у нашей гости, у Натальи, куда она потом и поедет, правильно? Точнее, полетит с комфортом рейсами авиакомпании АНА. Как можно выиграть? Довольно просто. Нужно на наш WhatsApp номер на 8994-008-0090 написать сообщение, в котором вы напишите, какое отношение фильм «Звездные войны» имеет к авиакомпании АНА. Я пока боюсь представить, возможно, как-то «Сокол тысячелетия» называется один из ваших портов. Но это мое предположение, ручку пока не требую. Отвечайте на вопрос, если вдруг знаете ответ или догадываетесь, если не знаете, но хотите выиграть символичный подарок от компании АНА. А пока нам пишут на 8994-008-0090. Наталья, скажите, вот какие планы у компании АНА после открытия границ? Ну, мы на самом деле, как никто другой, наверное, ждем открытия границ. Очень скучаем по нашим пассажирам. И после возвращения к привычному ритму авиакомпания АНА планирует сохранить прежнее расписание полетов, как мы и начинали с 16 марта 2020 года. Это полеты из Нарита во Владивосток и обратно по понедельникам, средам и пятницам в дневное время на Airbus 320neo. Это новые для АНА самолеты, очень чистые, комфортные. Это 146 посадочных мест, включая 8 мест в бизнес-классе. Также, помимо Владивостока, в планах у компании открыть новое направление. В России это Ханеда, Домодедова-Ханеда. Этот рейс мы готовы были запустить еще в мае, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Но мы все-таки ждем открытия. Большое спасибо. Еще вопрос. Что касается внутреннего японского туризма, какие вообще есть ли специальные программы перелетов внутри Японии для иностранных пассажиров? У авиакомпании АНА есть специальные тарифы. Один из них это, например, АНА Discovery Japan, что на русский язык можно перевести как «Исследуй Японию». Это для тех, кто прилетает, например, из-за рубежа и передвигается по Японии в нескольких или в одном каком-то другом направлении, то есть внутри страны. Так вот, намного дешевле получается приобретать единый билет, нежели покупать два отдельных билета, скажем, из-за границы в Японию и потом внутри. Об этих условиях тарифа можно узнать у нас в офисах или на веб-сайте авиакомпании, поскольку невозможно сказать единую цену. Это очень сильно зависит от сезонности, от даты покупки, то есть много различных факторов. А также у нас есть так называемый планировщик путешествия, это вы можете найти его на сайте авиакомпании, и он порекомендует вам, куда поехать, какие-то новые направления, может быть, или лучшую дату предложить для путешествия, какие-то особенные маршруты. Вот говоря о том, что пятизвезд ночная компания, это что, это автоматически делают цену неподъемной или мы говорим пять звезд, имея в виду только уровень сервиса? В первую очередь это, конечно, качество обслуживания, это уровень сервиса, поскольку наши сотрудники, мало того, что они проходят подготовку перед началом работы в авиакомпании, не важно, был ли у вас опыт в авиации, не было ли опыта. И на протяжении всего времени работы мы поддерживаем качество, профессиональные свои навыки путем различных тренингов, вебинаров и так далее. И даже сейчас, когда мы находимся на карантине, компания проводит различные мероприятия. Например, в этом году для нас, я имею в виду для сотрудников Владивостокского офиса, было очень интересным таким опытом поучаствовать в конкурсе профессионального мастерства, так скажем. Он обычно проводится в Японии в режиме реального времени, для сотрудников разыгрывается определенная ситуация, как бы они справились с ней в различных условиях. Но в этом году, к сожалению, все проходит дистанционно. Это проводится для тех сотрудников, для тех стран, для тех городов, в которых присутствует авиакомпания A&A. И очень интересный опыт. И, кстати, очень приятно, что наши партнеры, например, в Владивостокском аэропорту, мы сейчас слышим от наших партнерских компаний, очень часто, что они благодарны, что A&A зашла на российский рынок, на рынок Владивостока, поскольку они стали перенимать наш опыт, наши методы работы, так скажем. И ни для кого не секрет, я думаю, что иностранцы очень часто шутят, может быть, и даже иногда обижаются на то, что русские не улыбчивые, да, они какие-то неприветливые. Так вот сейчас мы частенько стали слышать в аэропорту Владивостока, что благодаря авиакомпании A&A, в нашей компании одно из условий, одно из требований, так скажем, — Улыбаться нужно? — Улыбаться и быть приветливым с туристами, с клиентами, с пассажирами. Так вот наши партнеры тоже очень рады этой тенденции и принимают ее. Нам тоже очень приятно. У меня вопрос последний. Сколько ручек вы отдаете? Потому что нам уже написали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Ну сегодня мы отдаем в подарок одну ручку, но всем нашим пассажирам, у всех наших пассажиров всегда будет возможность получить ее каким-нибудь способом в подарок. Вы так говорите, как будто бы это что-то не совсем приличное, каким-нибудь способом. Спасибо. Ну и из тех, кто написал, если честно, более точной информацией написали. Три самолета раскрашены в стиле «Звездных войн», «Звездные войны», расцветка из-за пяти звезд, три самолета украшены в стилистике 3B, это робот, правильно я понимаю? 3B — это робот. Три самолета раскрашены в стиле 3B, самолет раскрашен, раскрашена программа самолета марки «Боинг», разукрашены в стиле 3B. Но первым нам написал человек, который, дайте пролистаю в нужный момент, номер которого оканчивается на… подождите, уже промотался. оканчивается на 0910, и сообщение составлялось следующим образом. 4 мая борт самолета были раскрашены в стиле 3B, правильно я понимаю? Дайте секунду, нужно посмотреть, заканчивается номер… Так что ж такое? Подгружается постоянно в WhatsApp наш. И не буду раскрывать весь номер. 0910 заканчивается номер того человека, который может иметь полное право забрать свою сувенирную ручку от компании NAA. N-A-N-A. Можно это сделать в офисе Фрегатаера по адресу Океанский проспект 69. Ну, а вам я говорю спасибо, Гречка Сей, Наталья, официальный представитель, гость в студии компании NAA во Владивостоке. Спасибо. Спасибо. Добро пожаловать на борт NAA. Опять у нас пополнение в студии. Нас становится больше, мы становимся круче, интереснее, потому что, знаете ли, все ближе и ближе мы подходим к кульминационным моментам. Вот уже скоро будем разыгрывать подарки большие, основные, будем радоваться жизни. Поэтому у нас в студии становится больше. Кто здесь? Кто здесь? Интересных гостей в том числе. Здравствуйте. Я всех приветствую. Саша Смолина. Да ну, та самая Саша Смолина, известная во всем городе. Да, это она. Как я могла пропустить туристический марафон на Радио Лем? Ну, скажи мне, Костя, никак. Это было бы преступлением. Конечно, верхом неприличия. Естественно, я решила присоединиться к этому грандиозному событию и всех поздравить с этим международным праздником. Замечательным. Но, опять же, у тебя столько гостей интересных в студии. Я вот весь день ездила на машине. Думаю, нет, заеду. Не могу себе отказать в этом удовольствии. Костя, мы договаривались, что ты будешь на удаленке с незнакомого номера писать мне правильные ответы, и мы будем пилить с тобой подарки. Костя, ну ты не подтвердил этот запрос, понимаешь? Поэтому я отказалась от этой идеи. Просто я пришел, сразу отобрали. У нас вообще все честно и прозрачно. Не слушайте его, он вас сейчас плохому научит. И у нас гости в студии. Приятно, что мы вновь возвращаемся к Японии, к стране восходящего солнца, к стране, в которой всегда приятно. И знаете что? В этой стране оказывается безумно интересно, потому что уже четвертый раз мы встречаем представителей Японии, и каждый раз мы узнаем что-то новое. Мы начали с того, что вы... Саш, ты в курсе, что в Японии одним из самых прикольных вообще явлений олени? В Японии. Каким образом слово олени и слово Японии оказалось в одном предложении, представляешь? Да, сейчас для меня прямо просто разрыв шаблона. И это не просто олени, а олени. Милые кавайные олени. Какие олени? Это все зубрива Татьяна, она нам рассказала об этом вначале, и олени не выходят из моей говори. Кстати, Татьяна, вы с нами? Я с вами. И Татьяна привела еще одного гостя, мужчину улыбчивого, интересного и немного серьезного. Заждавшегося. Уже просто истомившегося. Это тревел-блогер-путешественник Евгений Коновалов. В Японии бывал много раз, последние несколько раз ездил с сыном. Евгения, я ничего не перепутала? Да, все верно. Подождите, нет, не все верно. Все верно будет, если вы появитесь в эфире. А вот сейчас... Здравствуйте. Есть, я смог, я включил. У тебя получилось. А скажите, Евгений, какого возраста должен быть ребенок, чтобы ему было интересно в Японии? Чтобы это путешествие ему запомнилось? Ну, я вообще сторонник того, что путешествовать с детьми нужно начинать буквально с... С рождения. С рождения, да. Потому что это всегда интересно. Расширяет кругозор. Ну, вообще, да, ребенок в путешествиях, видно, как он меняется, как он впитывает все в себя, как губка, и приезжает совершенно другим человеком. Путешествие, это вообще, по-моему, лучшая школа для детей и для взрослых. Хорошо. Ну, а такой практичный вопрос, который наверняка волнует многих родителей. Япония все-таки страна экзотичная, по моему мнению. И кухня там своеобразная. Вот как с этим вопросом вы в путешествии поступили? То есть, что-то европейское искали? Или он быстро адаптировался? Можно ли в Японии ребенка накормить тем, что он будет есть, ну, кроме суши и всего прочего? Ну, к сожалению, вот эти экзотические все морепродукты и прочее, да, он категорически отвергал. Но зато ему понравился рамен, и он ел лапшу с удовольствием. То есть, вот в этом плане японская кухня ему зашла. А так спасал, конечно, фастфуд. Никуда от него не денешься. Даже в Японии. А по части размещения в отеле, вот когда приезжают туристы с детьми, есть какие-то дополнительные опции, либо наоборот ограничения? Если честно, я не останавливаюсь в отелях. Мы ищем жилье на сайте Airbnb и снимаем квартиры. И в этом плане это гораздо интереснее, потому что отели, они все одинаковые по всему миру. А в Японии есть возможность, например, снять жилье в такой классический японский домике, маленький, какие-то колоритные такие. Спать на полу с раздвижными стенами? Да, в том числе, да, вот футоны, матрасы, и ложишься, спишь на них. То есть вы такой антиглобалист, отрицающий все, что заполоняет западные другие культуры? Я люблю просто погружаться в местный быт, в местную культуру, в местные традиции, и в любой стране я все равно пытаюсь найти вот именно что-то местное такое. Местную кухню пробовать обязательно, ходить туда, где там тусуются местные, в общем, узнавать страну. Изнутри по-настоящему. То есть при внезапно, гипотетически одинаковой цене в мишленовском ресторане вы предпочтете маленькую забегаловку с хозяином, поваром и официантом в одном лице? Да. Я серьезно, потому что бывает это гораздо интереснее, это какой-то новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, и поэтому мне это, да, это гораздо интереснее. Я лучше поем в какой-нибудь дешевой забегаловке с местными и посмотрю вот это все. Это, во всяком случае, запомню больше, чем... Согласен, согласен. Евгений подготовленный человек, я так понимаю, аптечка его всегда наполнена нужными вещами. Нет, абсолютно. Нет, он просто, он знает, что в Японии в этом плане все хорошо. Так вот, еще вопрос. Было ли у вас такое когда-то, я хочу похвастаться своим личным опытом, когда приходишь вот в такую маленькую забегаловку, которая, естественно, предназначена для тех, кто знает язык и кто не нуждается в каких-то картинках, веришь и тыкаешь пальцем в первую попавшуюся надпись на японском и ждешь, что же тебе принесут. Было у вас такое? Ну, мне как бы немного проще, потому что я знаю японский. Ах, что ж такое? Поэтому я разберусь, да, я в крайнем случае себе не смогу прочитать иероглифы, я могу спросить у поваров, там, официантов, и они мне объяснят. Поэтому в Японии как бы в этом плане не проще, поэтому я часто езжу Японию, в том числе и с ребенком, хотя бы потому, что я там чувствую себя очень комфортно, в том числе и в языковом плане. А кроме знаменитых мест, если мы говорим об отдыхе с ребенком, кроме Universal Studios, кроме Диснейленда и так далее, есть ли еще какие-то места, которые в Японии можно посетить с ребенком? Ну вот, опять же, упомянем оленей. Оленей. Да, потому что в прошлый раз мы ездили с сыном, мы ездили в Осаку и ездили на день в город Нара, где, собственно, Ленин гуляет по улицам. Им очень понравилось. Он был в дичайшем восторге, и это действительно, как бы, это очень необычно, когда вот все это настолько естественно, ходишь, кормишь их. Он, да, он был очень впечатлен, ему понравилось, и, в принципе, я был удивлен, то есть для восьмилетнего ребенка ему понравилось в Киото, на удивление. Потому что там тоже не обязательно ходить, смотреть храмы, например, вот эта вот бамбуковая роща Аросияма, она очень впечатляюще выглядит, и, в принципе, понравилось ребенку. Вот, ну, вообще, ребенку любое путешествие, оно интересно, и неважно, то есть не обязательно прям подстраиваться только под ребенка. Он будет ездить с вами, он будет все это видеть, он, то, что нравится родителям, ему тоже будет нравиться. Поэтому, понятно, что можно как-то и для него там составлять программу, но моему сыну, во всяком случае, нравится. Есть такие страны, Евгений, в которые вот сколько бы ты раз ни приезжал, да, все равно ты будешь каждый раз видеть эту страну по-новому. Можно ли то же самое сказать про Японию? Да, конечно, да. Я, к сожалению, есть много префектур в Японии, где я не был, и хочу, я вот уже знаю точно, что как только откроются границы, я поеду сразу же в Японию. Это однозначно. Я по закону подлости перед самым буквально вот карантином... Кончился паспорт? Нет, наоборот, я получил трехгодичную визу, мультивизу, и я могу сейчас в Японию ездить хоть каждые выходные. Вот, и поэтому я жду не дождусь, когда откроют границы, я поеду в Японию, и я знаю точно, да, что я хочу посмотреть, я прям вот хочу проехать всю страну с севера на юг. И Япония, это действительно, ты каждый раз приезжаешь и каждый раз открываешь какие-то новые грани, да, и туда можно ездить бесконечно. Кстати, пока мы слушаем эти рассказы, заставляющие мечтать и думать о Японии, хотелось бы поговорить о том, что могут получить люди, слушая нас. Я говорю о розыгрыше призов, они у нас регулярно проходят, и очередной мы хотели бы провести сейчас. Конкурс сегодня от генерального партнера радиомарафона, это японская национальная туристическая организация. И чтобы выиграть сегодня кигуруми тоттера и японские сладости, необходимо прислать к нам на WhatsApp сообщение с правильным ответом на вопрос. WhatsApp наш, и вы уже, наверное, знаете, 8994-008-0090, и вопрос звучит следующим образом. Как называется транспортное средство духа леса героя мультфильма Хаяо Мидзяки? Только не нужно отвечать, не нужно отвечать сейчас прямо-таки. Это да, это вопрос не к вам, наши уважаемые гости, это вопрос к нашим слушателям. Ваши ответы мы ждем на студийный WhatsApp 8994-008-0090. Прямо сейчас можно их присылать, кто первый, кто правильный, тот и получит приз. Да, а пока все-таки вопросы. Вы заговорили о мечтах. Когда, по-вашему, для вас Япония как страна будет уже закрытой темой? Сколько примерно, по-вашему, нужно поездок вообще в Японию, чтобы понять, что больше там смотреть нечего? Ну, я уверен, что такого не случится, потому что в Японии просто приятно приезжать, сменить обстановку, погулять, полюбоваться цветущими или кленами. Осенними. Да, либо на Ханани, с Весной на Сакуру. Просто поехать, подзарядить батарейки, поесть настоящая японская кухня. Это действительно, вот опять же, в этом плане... Сейчас камень такой большой в огород местных производителей. Да. Настоящая японская кухня все-таки в Японии. Ну вот, поэтому я думаю, что... Мне в Японии хорошо, мне очень нравится. И самое главное, опять же, плюс, почему для детского отдыха Японии лететь туда всего два часа. Ну да, ни о чем, взлет-посадка. Практически тот же самый часовой поезд. И да, ребенок не успевает там, не утомиться в полете, и потом не нужна никакая акклиматизация, адаптация. Приехал и все. И все очень удобно, комфортно. Поэтому я считаю, что Япония... А по части перехода границы с ребенком есть какие-то особенности? Или главное, чтобы у родителей было все в порядке с документами, визами и прочим? Нет, все хорошо. Более того, в Японии дети вообще... На особым счету? Да, и там бывает, что тебя могут без очереди пропустить. Или там такие специальные, если выдают такие пасы, чтобы пройти можно было границу по зеленому коридору. Ну и вообще, да, там видят ребенка, особенно европейского типа, то все. Ну да, особая любовь. Да, тебя там везде будут просто... Короткий вопрос такой, простите, дополнительный. Перебиваю, что пробовали ли вы настоящие васаби? Говорят, что тот васаби, который продается в магазинах и продается в ресторанах в России, это просто горчица зеленого цвета. А говорят, что васаби это чуть ли не трюфель по-японски. Редкая и очень дорогая вещь. Или это ложь из интернета? Ну, если честно, я не помню вкуса японской васаби. Ну, естественно, я его пробовал, но я не настолько гурман. Чтобы отличить одно от другого. Да, чтобы не настолько часто ем. Ну, кстати, вот у меня опять же ребенок в васаби ест ложкой. Это у вас прожженный ребенок, если я понимаю, о чем я говорю. Слушайте, а он действительно так популярен в Японии, как нам это, допустим, там вот показывают? Или это так для них? Нет, это... Обычная, да, добавка вкусовая. Ваш любимый персонаж в японской культуре? Неожиданно. Неожиданно, да. Неожиданно. Я просто знаю только трех. Сайтаму, Тотар и из Драгонбола вот этот мужик и все. Так, я вышла. Разговаривайте. Я сразу хочу сказать, что я не фанат аниме, манго и так далее. Вот, я как-то, видимо, пропустил этот момент, вот этой популярности. Поэтому мне, наверное, сложно сказать. Хотя, ну, я смотрел какие-то там и фильмы японские. Но как транспортное средство называется «Духа леса» героя мультфильма Хаяо Мидзяки, вы знаете? Миядзаки. Миядзаки, вы знаете, да? Конечно. Ну, можно уже сказать, потому что приз уже уходит к человеку. Он первым написал человеку, номер которого оканчивается на 0910. Если я правильно понимаю, то этот человек буквально недавно выиграл ручку у нас. Ему придется... Он решил собрать все призы. Да, он решил собрать все призы. Он сидит и мониторит моментально. И я так понимаю, что правильный ответ — это... Котобус. Котобус. А вы откуда знали? Вы же ни в комиксах, ни в манге. У каждого свои секреты. Котобус. Это такая большая штука, похожая на кота. Я помню. Я помню. Не помню, правда, он же тот таракатал куда-то, по-моему. Я в гости кто-то рассмотрел. Это единственный мультик, который не испугал меня из японских. Друзья, спасибо большое. С нами был Евгений Коновалов. Это тревел-блогер, путешественник. Путешественник. Отец. И человек, который заставляет... Большой любитель Японии. Заставляет сына есть васаби ложками. Не может мальчик горчизу есть по своей собственной воле. Но в любом случае, спасибо, что рассказали нам о Японии, открыли еще одну грань и еще больше добавили желания в копилку посетить страну восходящего солнца. Большое спасибо. Спасибо вам. Ну, а мы включаем традиционно музыку, которая нам помогает и строить, и жить, и настраиваться на самые лучшие эмоции. Через секунду продолжим. Друзья, дорогие, уже вечер добрый, уже действительно вечереет. Потихонечку становится все томнее и томнее, и ожидания волшебства в студии просто-таки зашкаливает. Потому что тот час, час икс, в который будут разыгрываться подарки и от Японии, и от Кореи, и от Тайваня, и от всех остальных больших... Главный приз. Главный приз — это путешествие на... Да, да. Не стучи пальцами, меня саму трясет. На лайнере, пятизвездочном, а не просто на каком-то там двухзвездочном или трехзвездочном. Но чтобы все это приключение стало нашим и по праву заняло, наверное, в нашем воспоминании топ лучших мест и лучших путешествий, мы проходим к самому, наверное, патриотичному блоку. Давайте, дорогие наши радиослушатели, я спешу представить вам самый патриотичный блок. Помимо промо... Прямо через несколько секунд интереснейший человек. Председатель секции краеведения и экскурсоведения Российского географического общества. Общество изучения Амурского края Елена Сергеевна Ильяшенко расскажет нам и нашим путешественникам о том вообще, как Приморье стало дальневосточным, как Приморье стало российским и какую роль в этом сыграл Владимир Клавдевич Арсеньев. И Елена Сергеевна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели радио Лема. Я рада приветствовать праздничный день, который уже 37 лет отмечается, вообще в мире отмечается Всемирный день экскурсовода. Сегодня именно такая годовщина. Поздравляем с профессиональным праздником. У нас каждый день праздник, потому что как не выйдешь в наш город, обязательно что-нибудь допразднуется. Когда я каждый день встречаю туристов, а встречаю их на главной площади города Владивостока, я говорю, вообще город Владивосток, он праздничный город. Особенно сентябрь месяц. Не только золотая пора для отдыха, но и для развлечений, конечно же, для познания. Подождите, вы так говорите, как будто стоят прохожие, вы подходите к ним и внезапно начинаете экскурсию. А почему нет? Когда стоит на площади экскурсовод, у него на груди висит бейджик, я сейчас говорю, за себя, или бейджик, правильно сказать, да? Вот, конечно, люди интересуются, а что у вас за бейджик, кого вы представляете? Я представляю филиал русского географического общества «Приморское отделение общества изучения Амурского края», членом которого я являюсь, членом секции экскурсоведения и краеведения, объединяет в стенах порядка 50 краеведов-экскурсоводов, которые стояли и у истоков экскурсионной деятельности в советский период времени, так и сейчас занимаются совершенствованием своего экскурсионного обслуживания, постоянно предлагая новые экскурсионные маршруты по всем районам Приморского края. Конечно же, мы его очень сильно любим, так же, как и любил этот край путешественник, картограф, географ, разведчик, писатель, ученый. Это еще не все эпитеты, которым можно было наградить человека достойнейшего названием города, его именем названным, названием реки, названием улицы Арсеньева, названием краеведческого музея. И это все связано с человеком, который, прибыв сюда, в город Владивосток, начинает проводить экспедиции. И о них, конечно, написано огромное количество книг, но меня, как члена секции экскурсоведения и краеведения, волновала, конечно же, больше всего Владимир Клавдевич Арсеньев, экскурсовод. Да ну, да нет. С бейджиком на площади, ребята, я Арсеньев, подходите, все расскажу. Вы знаете, я думаю, что Владимир Клавдевич Арсеньеву не нужно было иметь бейджика, это был достаточно популярный человек, поскольку он выпустил, при жизни его было издано порядка 120 изданий. Изданий, да. И, конечно же, самые известные издания по Уссурийскому краю, в дегбрях по Уссурийской тайге, Дирсу Узала, по его произведениям снят оскароносный фильм Акира Курасава, и, естественно, маршрутами Арсеньева интересовались и интересуются. Вот я, сидя в архивах, при подготовке к этой передаче, нашла достаточно интересное высказывание, которое было опубликовано к 50-летию Великого Октября. Статья участников корреспондентского рейда совместно с редакцией службы «Боевая вахта», организованных в 1967 году по маршрутам Арсеньева. Из статьи особенно запомнилась приведенная журналистами, цитата, сказанная Владимиром Клавдичем Арсеньевым о путешественниках. Итак, цитата Владимира Клавдича. «Хочу привлечь людей молодых к Уссурийскому краю, но не буду скрывать опасности и лишений. Хлюпики и кабинетные сидни тайге не нужны». Это огромное количество советов, которые давал Владимир Клавдич Арсеньев. Они опубликованы, опять же, в трудах. И вот такие советы, я думаю, что они пригодятся и сейчас путешествующим. Я сейчас акцентирую внимание, я сказала немножечко об экскурсионной деятельности, но пока я только затронула эту тему, но не совсем ее раскрыла. Даже в своих произведениях Владимир Клавдич Арсеньев называл путешествия экскурсиями, и он действительно был в этом деле прав. Дело в том, что в словаре «Даля» у нас написано о том, что путешествие, точнее экскурсия – это выход в лес, в природу с последующим его изучением, чем и занимался Владимир Клавдич Арсеньев. Он изучал археологию, он изучал все природные ресурсы, которыми богат наш южно-уссурийский край. Именно так назывался наш край с момента своего основания. И вот что касается достопримечательностей природных в первую очередь, они были очень хорошо описаны, ну, допустим, те же самые советы путешественников. Как вы думаете, что необходимо с собой брать в поход? Спички, фонарик. Правильно, спички. С собакой. Давайте, подождите, остановимся на спичках. Остановимся на советы Владимира Клавдича. И о спичках были в том числе. Оказывается, нужно спички хранить в деревянном коробе. Почему? Потому что во время путешествия по тайге, если вдруг климатические условия сделают эти спички сырыми, короб расширяется, дерево расширяется, и спички, которые находятся внутри короба, они становятся очень даже длительного хранения. Поэтому герметично упакованные спички достаточно хорошо сохранялись. Потом, чтобы облегчить перемещение по тайге, ну, сейчас, может быть, конечно, это может быть и не актуально, но, возможно, и актуально, обязательно нужно было иметь с собой, обязательно что-нибудь сладенькое. А что сладенькое у нас? Ну, конечно, чтобы восполнить запасы. Шоколад, да, калорийный шоколад и кусковой сахар. Простите, пожалуйста, а Владимир Клавдевич не говорил, что брать с собой, если вдруг ты случайно в уссурийской тайге тигров встретишь? Да, действительно. Это, по-моему, важнее, шоколад. Дело в том, что существовали советы туристу, о которых было следующее, опять же, смотрите, дорогой, которую прокладывал Владимир Клавдевич Арсеньев, он шел, отстроил отряд, который был вместе с ним, гуськом и просил всех двигаться по возможности бесшумно, оглядываясь через каждые 40-50 шагов. Его цитата. «Только так вы увидите редкого зверя», – говорил он. «Темпу движения Арсеньев придавал большое значение. Он ставил впереди лишь того, кто мог идти ровным, безусталым, небыстрым шагом, говоря, важно прийти к табору тем же ходом, каким вышел с последнего привала». Также Владимир Клавдевич Арсеньев запрещал сидеть или лежать на сырой земле. Ну, точнее, рекомендовал, прошу прощения, потому что запретов как-то как бы не было. Ну, как запретить же этому уставшему носителю. Что нужно было делать при сильной усталости? При сильной усталости он советовал опереться на ствол дерева, в худшем случае прислониться рюкзаком или ранцем к скале, спать он, я тоже так подумала сначала, но спать он советовал ложиться сухим. То есть обязательно нужно сухими ногами, которые он грел у костра. Это человек, совершивший экспедиции с 1903 года, совершавший огромное количество экспедиций по всем районам Приморского края. Больше всего хочу поделиться, поскольку все-таки есть возможность рассказать об Владимире Клавдовиче экскурсоводе, о том, что он устраивал лекции. Лекции он устраивал в кружке юных краеведов, который работал после революции при Русском географическом обществе, а точнее Обществе изучения Амурского края, образованном в 1884 году в нашем городе Владивостоке. Так вот, после лекции, которую он устраивал с юными краеведами, обычно по субботам на двери библиотеки вывешалось расписание походов. Как вы думаете, уважаемые слушатели, куда отправлялся в походы Владимир Клавдович Арсеньев? Штыковские пруды, беда. Штыковские пруды у нас как бы только-только не так давно они появились. Только я тоже не так давно появилась. Дело в том, что Владимир Клавдович Арсеньев проходил как раз районом, известное название сейчас уже в последнее время распиаренной, Сайнбар, это корейское название, но стеклянуха, которая была описана Владимиром Клавдовичем Арсеньевым по Уссурийскому краю в произведении, о том, что в одно из китайских фанц он, проходя походам, увидел маленькое стеклышко, которое было ставлено в одно из жилищ, где проживали китайцы, или манзы, или китайские отходники, как их тогда называли. Он проходил по тому району. Ну вот чуть-чуть высопали, но давайте не будем уходить далеко, далеко в районы Приморского края. Давайте мы все-таки сосредоточимся на пригороде. Итак, ваша фантазия, давайте я вам тогда загадаю загадку. Бухта, одна из популярнейших бухт Уссурийского залива, которая была воспета не менее известным почетным жителем города Владивостока Ильей Логутенко, даже целый альбом был назван. Я знаю, я знаю, подожди, Костя, это был мой ответ. Бухта Муравьины. Бухта Муравьины. И бухта Муравьины открылась прекрасным видом сквозь ночной туман. Нет, на самом деле это бухта Шамара. Шамара, перевод с китайского «мелкий песок», одна из версий перевода «мелкий песок», да? И вот как раз бухта Шамара расположена на хребте очень красивом, с не менее красивым названием «хребет Богатая грива». И вот экскурсии, как правило, они были даже не однодневные, а двухдневные. Кстати, двухдневные тоже называются экскурсии, хотя правильно бы сейчас по-современному назвать это тур, поскольку ночевки осуществлялись. Так вот, хребет Богатая грива был самым популярным туристическим маршрутом, но помимо туристического маршрута, расположенного в речке Шамара, кстати, в 1903 году, сначала, до того, как устроить походы, Владимир Кладьевич Арсеньев прошел как этнограф, как человек, который изучает не только быт, культуру и традиции тех малочисленных народов, которые заселяли эту приморье ранее, период Средневековья, но и археологические культуры с этим связаны. И благодаря сначала путешествиям, исследованиям, затем преподаванию, а затем он проводил экскурсию. Ну, все логично, как говорится, все логично. Вот один маршрут мы с вами угадали на бухту Шамара, а вот второй маршрут, ну, попробуйте угадать. Еще одна загадка. Самый популярный, самый известный, самый большой остров, который с юга прикрывает полуостров Муравьево-Амурского, названный Муравьевым-Амурским в честь русских первопроходцев, которые в конце 17 века вышли за территорию Урала. Куда проводил экскурсии? Путятин. Да, ну, самый большой. Самый большой остров, который с юга прикрывает. Я не знаю, как такой остров. Костя, я не буду позориться, я не знаю. Да русский вы что? Да, ну что, конечно. Остров русский. Я тут делаю вид, что я не знаю. Ну да, я понимаю. Да, дело в том, что, да, архипелаг императрицы Евгении, именно так называлась череда островов, порядка 32, которые объединены, точнее, находятся через пролив Босфор-Восточный за островом Русский. И вот именно по архипелагам императрицы Евгении и, конечно же, сам остров Русский пользовался большой популярностью у экскурсантов после революции того периода времени. Но, во всяком случае, Владимир Владимирович Арсеньев пишет, что наша задача сегодня подняться на гору Русских. Высота ее составляет порядка 297 метров над уровнем моря. Да, кстати, ну, после того, как там построили форт Русских, то, естественно, эта дорога стала популярной. Но на тот период времени в основном задача была экскурсантов ознакомиться с природным потенциалом и, опять же, с этнографической составляющей. Быть, традиции китайцев, корейцев. Ну, об этом, конечно же, все популярно рассказывал Владимир Клавдевич во время своих многочисленных экскурсий. Ну и, конечно же, бухта Сидими. Бухта Сидими через Амурский залив от нас находится одна из известных бухт, поселок Безверхово. Известна она тем, что там проживало достаточно большое количество предпринимателей. Это Михаил Иванович Щенковский, там есть склеп Бринеров, там есть сейчас, на данный период времени, куда можно пойти посмотреть, это музей первопроходцев, составленный... Первопроходцами. Первопроходцами, действительно, составленный сейчас быстро... Вольный Шкипергеб был другом Михаила Ивановича Янковского, и вот потомки Шкиперагега, они создали в Васюкевиче усадьбу, где рассказывают об истории первопоселенцев. Так вот, именно в Сидими тоже отправлялись в путешествия вместе с Владимиром Владимировичем Арсеньевым. Кстати, в подтверждение моих слов, вы можете обратить внимание, если вам будет интересно, я думаю, вам будет интересно, обратить внимание на сайте нашего русского географического общества, общества изучения Амурского края. Буквально перед эфиром мы выложили информацию и редкие фотографии из архива фонда общества изучения Амурского края, где как раз Владимир Клавович Арсеньев проводит свои экскурсии по тем достопримечательным местам, которые я вам сейчас перечислила. Прикольно, спасибо. Только вот ваши загадки, знаете ли, не то чтобы они сложные или легкие, но мне кажется, будет нечестно делать эти загадки нашего круга достоянием, ведь люди слушают нас на радио и хотят тоже поучаствовать. Для этого достаточно просто сделать следующее действие. Нужно набрать телефон 249-8808 и... И прямо сейчас дозвониться, чтобы поучаствовать в нашем розыгрыше путешествий по Приморью. Я правильно понимаю ход твоих мыслей? Да, путешествие по Приморью разыгрывается. Три подарка, три звонка, три вопроса. Я уже вижу, как поднимается трубка. Включаю сейчас телефон где-то. Здравствуйте. Нет. Здравствуйте, здравствуйте. Нет, я не там включаю. Так, погодите, погодите. Доброго дня, здрасте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут, признавайтесь? Евгений. Евгений, знаете ли вы все о Приморском крае? Легко ли вам будет отвечать на вопросы, связанные с его историей? Я надеюсь. Ну тогда вопрос номер один. Кто из дальневосточных путешественников стал настоящим кумиром для Владимира Арсеньева? Да, есть варианты ответов. Конечно же, мы не можем так просто оставить вас без вариантов. Варианты такие. Миклуху Маклай, Николай Проживальский и Дерсу Узала. Евгений? Вопрос. Повторите. Наверное, все-таки Проживальский. Проживальский. Ну ничего себе. И вы специально делали вид, что... Сомневаетесь. Да, потому что для интриги. На самом деле вы абсолютно правы. Я прошу вас ни в коем случае сейчас. Мы поздравляем вас, Евгений, с победой. Ваш приз за правильный ответ – катерная прогулка Гамова, вся красота полуострова Гамова. Свой приз вы сможете получить в офисе организатора радиомарафона туроператоров Регатайра по адресу Океанский проспект 69. Вы большой молодец. Да, кстати, если вы сегодня успеете это сделать до 18.00, то к вашему удивлению там вас еще и ждет сюрприз в виде фуршета. А если я сделаю это завтра? Тогда без фуршета. Тогда просто с прогулкой. Простите, фуршет только на сегодня. Сегодня же день туризма. Спасибо, что позвонили нам. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем искренне. Желаем вам, чтобы как можно больше в вашей жизни было вам удач. И идем к следующему звонку. Второй звонок мы собираемся принять. Сейчас звоните нам. Второй вопрос, второй ответ. Надеюсь, вы так же легко выиграете и вы. Кто же дозвонится? Напоминаю, телефон нашей студии, если вдруг вы забыли его. 2-49-8-8-0-8. Ждем красного проблескового маячка на телефоне. 2-49-8-8-0-8. А может быть, нужно Евгения сначала отпустить, чтобы ты что-нибудь увидел? Вроде как всех отпустил. А как ты его отпустишь, если мы еще не знаем, как мы его потом назад поймаем? Итак, здравствуйте. Алло. Ой, здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена. Вы член географического общества? Ну, нет, но занимаюсь в том здании. Отлично. А ваше любимое место в Приморском крае можете нам назвать? Ой, прям даже так сразу и не назову. Ну, это еще не вопрос. Да, это вообще не вопрос. Я поняла. Вот теперь будет вопрос. Кем в мечтах отца должен был стать Владимир Арсеньев? Варианты следующие. Священником. Священником? Давайте, когда... Елена, может, сначала мы свои предложим? А, ну, давайте. Ну, смотрите, когда вы будете отвечать на вопрос, священника не упоминайте. Итак, инженером-кораблестроителем, военным моряком или врачом? Священника нет. Священника нет. Нет, он есть, но не здесь. Так, еще раз. Инженером-кораблестроителем, военным моряком, врачом? Моряком. Знаете что, вот если честно, вот любому другому человеку мы сказали бы до свидания. Потому что, ну, это был не тот ответ, который мы от вас ждали. Но вы такая классная. Вторая попытка. Инж... А, ну, вот тогда врачом. Костя сегодня такой щедрый. Я вот просто тяну паузу и думаю, что же он сейчас будет делать дальше? Инжи... 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 Инженером? Вы абсолютно правы. Инженером-кораблестроителем. Это только сегодня, Международный день туризма. Такой подарок вам от нашего генерального партнера, туроператора «Фрегатайра» по адресу 60 Океанский проспект 69. Вы сможете получить ваш приз, заслуженный по праву. Косте, скажите большое спасибо, он вам искренне помогал. И это будет, знаете что? Мы не пытаемся вас слить, не думайте, но вам достается сплав по реке. Представляете, какие сильные эмоции вас ждут, если вы так сейчас обрадовались призу? Между прочим, она сейчас не просто обрадовалась, она изобразила первые эмоции после того, как плюхнется в холодную речную воду. Нет, подожди, но не пугай. Вдруг все закончится удачно, и река будет не такая бурная, и все будет очень просто. Нет, нет, нет. Поверьте, это такие классные эмоции, это такие впечатления. А река какая? А вот какая река, это вам ответит туроператор Фрегатайра по адресу Океанский проспект 69. Да, приходите сегодня, если вам удастся это сделать до 18.00, то кроме спуска по реке, который начнется прямо сегодня, примерно от района второй речки, вам нужно будет спуститься до Шучу. Помимо того, что вы получите свой приз, можно будет сегодня еще и угоститься угощениями, ведь там вас ждут с распростертыми объятиями. Спасибо большое, что были с нами, спасибо, что выиграли. Спасибо вам. Видите, как я вам подыгрываю, я молодец. Ну и знаете что, знаете что? Если знаете, у нас еще третий есть вопрос. Это не вопрос. Это вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Мы ждем третьего звонка, потому что три подарка, три приза, три беспроигрышных. Ох ты, екалая, мне так нравится, когда люди звонят. Здравствуйте, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Вас зовут как? Представьтесь. Елена. Так, подождите. Нет, 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 голос другой, я все фиксирую. Елена, вы знаете, что вы сейчас можете выиграть путешествие по Приморью на остров Путятина? Ну, думаю, да. Ну, думаете, да. Мы тоже всячески вот держим за вас кулачки и пальцы крестиком. Вопрос следующий. Что сделал Владимир Арсеньев со своей внешностью после революции 917 года и описал этот поступок следующим образом? Полностью принимаю новую власть. Да, вариант ответов. Побрил голову на лысо, отказался от ношения офицерской формы или сбрил усы, дурик. Думаете, от чего можно было избавиться, чтобы не походить на Николая Второго? Вот сейчас такая жирная полетела подсказка просто вообще. Ну же? Ну, наверное, усы сбрил. Это вы как догадались? Как вы смогли? Это так удивительно. Вы так знаете историю, вы так хорошо знакомы с личностью Владимира Арсеньева. Такие тонкости, нюансы, подробности прям. Да, конечно, это правильный ответ. Мы вас поздравляем, вы молодец. Спасибо большое. Вам достается путешествие на остров Путятино, на остров, на котором вам будет наверняка интересно, комфортно и классно. Чтобы выиграть, чтобы получить этот приз, вам нужно быть сегодня или в другой-другой день, но сегодня лучше, потому что фуршет в довесок вам достанется, приехать в офис туроператора «Фрегат Аэро» по адресу Океанский проспект 69. Если справитесь сегодня, то будет отлично. Если не сегодня, то остров Путятино будет ждать вас в любой удобный для вас день. Спасибо, что позвонили нам. Спасибо, спасибо. Ну а мы уходим от вопросов. Теперь только ответы нас волнуют. И я так понимаю, что мы с удовольствием хотим поблагодарить нашу гостью эту невероятную красотку, которая пытается продолжить экскурсию. Мне очень хочется сказать несколько высказываний. Вот несколько можно. Можно, да? Это слова, конечно же, Владимира Владимировича Арсеньева, о путешествующих и о путешественниках, которые сегодня выиграли призы. Естественно, с радостью. Скорее всего, по реке, описанной Владимиром Владимировичем, и совершают сплавы. У меня есть такое предположение, река Тигровая. Может быть, может быть, все, я не знаю. Или Леопардовая, там тоже варианты. Нет, Леопардовая нет. Но река Тигровая есть у нас 100%. Из высказываний Владимира Владимировича Арсеньева есть два рода туристов. Одни идут в тайгу, чтобы насладиться красотами природы и изучить ее. Другие в погоне за популярностью и славой стараются покрыть большие расстояния. Но только тот, кто не думает о славе, имеет в своей работе успех. Но только тот, кто вернулся, молодец. Ну и последний вопрос. В Приморье золото Колчака зарыто? Ну, вы можете приехать на остров Аскольд. Кстати, кстати, по поводу золота Колчака. Ой, Костя, я задел. По поводу золота Колчака я зря сказала про один из островов, на котором действительно в конце XIX века были найдены огромное количество золотых запасов. Но вот у нас все-таки 32 острова. И на одном из них, по версии недавно проведенной лекции в Обществе изучения мужского края, спрятано золото, может быть, даже и Колчака. Все-все-все, иначе киса воробьянников и великий комбинатор устремятся на наши острова. Путешествуйте, познавайте Приморский край, влюбляйтесь в него. Ну, а мы, краеведы, экскурсоводы общества, влюбляем в свой Приморский край наших замечательных гостей, которые в этом году действительно приезжают и удивляются красотам, которым наш край богат. Музыка! Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, хорошо петь, хорошо слушать, хорошо танцевать. И танцевали вы не только хорошо, еще и увлекательно. Кстати, те, кто смотрит на нас в Ютьюбе, может убедиться в том, что девчонки, находящиеся в студии, с каждым разом все краше и краше. Ну, не пытаюсь как-то уничижительно отнестись к тем, кто был до этого, но рост, рост двигается вперед. Так вот, мы продолжаем сегодня говорить о путешествиях, о разного рода возможностях. И знаете, что пришло время поговорить о путешествиях, которые вот не в одну страну, не в какую-то одну, вот это вот раз скучненько и все, а сразу галопом, не только по Европе, вообще по всем странам мира можно галопом. Мы говорим о том, что является именем нарицательным романтического путешествия, потому что, ну, как если не на круизном лайнере совершать путешествия мечты? Я думаю, мы подошли, на мой взгляд, самому интересному. В следующие 20 минут мы будем вам рассказывать о прекраснейшем туроператоре, организаторе сегодняшнего марафона, Фрегат Айра, который в прошлом году отметил свое 25-летие. Мне кажется, это такой солидный возраст для компании, что по праву можно сказать, что Фрегат Айра – один из самых стабильных и надежных туроператоров Приморского края. Только услышьте, за эти годы специалисты Фрегат Айра побывали более чем в 110 странах мира, и это число постоянно увеличивается, а количество городов они уже даже считать не берутся, потому что это нереально. Кстати, между прочим, покорили множество горных вершин, в том числе Эверест, и по горным рекам сплавлялись, и исследовали закоулки древних городов. Вот они действительно знают, где водится самая большая форель, как увидеть Париж и не умереть, на каком повороте свернуть, чтобы точно попасть в Палермо, где находится самый большой в мире ресторан, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, и, кстати, помогут вам забронировать там столик. Ну и действительно, сотрудники Фрегат Айра всегда следует правилу – предлагать только то, что практикуешь сам. Бывать в тех местах, куда отправляют туристов, ходить теми же маршрутами, удивляться, фотографировать, общаться с местными жителями, делать свои маленькие открытия, набираться впечатлений, чтобы потом с удовольствием делиться этим с вами. Это действительно достойно и доступно уже на сайте www.fregataero.ru. И сегодня «Фрегат Айра» совместно с «Круиз Клаб» разыграет барабанная дробь «Круиз по Средиземному морю». И об этом направлении хотелось бы поговорить поподробнее. Именно поэтому у нас в гостях специалист «Фрегат Айра», которая расскажет нам подробности о пятизвездочном лайнере в круизе по Средиземному морю Светланы Мясниковой. Светлана, здравствуйте. Светлана, приятно ли быть специалистом по круизным путешествиям? Очень приятно быть специалистом. Всем здравствуйте, добрый вечер. Да, действительно, у нас такая работа, которая исполняет мечты. И в этом году мы исполняем еще чью-то мечту, скорее всего, разыгрываем этот интересный круиз по Средиземному морю. Причем у туриста есть возможность выбрать из маршрутов, да, круиз один, но когда он выиграет этот круиз, он может выбрать, с какого порта и в каком порту закончится этот круиз. Либо Барселона, либо Рим, либо Савона. То есть это очень удобно. А можно всех посмотреть? Можно всех посмотреть, но выбрать один. Но это ждет победителя круиза. И, кстати, у нас всего буквально полчаса. Для тех, кто не заполнил еще анкеты, у вас есть сейчас последняя возможность это сделать. И через полчаса уже будет подсчет голосов, розыгрыш. Поэтому успевайте сейчас на сайте fregataero.ru. В разделе розыгрыш вы найдете всю инструкцию. Кстати, знаете, что не могу не рассказать историю. Я был на свадьбе у ребят, которые... Я был на свадьбе у ребят. Которые выигрывали. Так вот, я был на свадьбе у ребят, которые на первом фестивале ярмарка путешествий выиграли такого рода круиз. Поехали, укрепили свои отношения и через 4 года стали мужем и женой. Представляете? Да, круиз сближает. Круиз, естественно, сближает. Я бы с удовольствием сблизился с круизом. А можно провокационный вопрос? Ну, просто есть такое обывательское мнение, что круизы, да, и вот эти все пятизвездочные круизные лайнеры, это все развлечения для пенсионеров. Да, это распространенное такое мнение для тех, кто еще не путешествовал в круизе. Это все из зависти, да? Нет, ну, дело в том, что, может быть, есть, конечно, европейские пенсионеры или азиатские, они действительно копят эту пенсию для путешествия потом по всему миру. И тут просто важно сесть в нужный лайнер. А-а-а! Поэтому... У вас есть разные лайнеры для разных социальных групп? Мы просто знаем, да, на каком круизе будет больше пенсионеров, на каком больше молодежи. То есть будет, вот я недавно отправляла, ну, как недавно, когда это еще было... Когда еще отправляла? Да, да, да. Ну, этот последний момент, когда это было по Средиземному морю, круиз для молодоженов, испанская круизная компания. Соответственно, там очень много молодых испанцев, лайнеры достаточно недорогой, 4 звезды, соответственно, там много молодежи. На лайнере есть ночной клуб международного уровня, огромная баскетбольная площадка. Ну, то есть однозначно, что это будет не круиз для пенсионеров. Плюс, ну, там порты, посадки, выходы каждый день, активный круиз. Один день у тебя Париж, на следующий день ты выходишь, посещаешь Лондон, потом Амстердам. Ну, то есть вот за неделю, как бы, Инстаграм просто взрывается после такого круиза. Подождите, какой Лондон? Так же там нужна совершенно другая виза, или... Это еще один наш секрет, в круизе можно посетить Лондон без виза ВАП, потому что посещение Лондона идет менее суток, вот, и вы спокойно можете в круизе, да, там, до 12 часов, если не ошибаюсь. Это вот единственный такой способ, мне известный, посетить Лондон без визы в том числе. Лайфхак, достойный того, чтобы сейчас уже оформлять подобного рода путешествия, планировать. Сколько времени осталось у наших слушателей? Полчаса на чудеса? Я думаю, да, не больше точно. Да, потому что через полчаса начнутся розыгрыши, и кто-то поедет в путешествие, кому-то прямо и в Лондоне удастся без виза побывать, хотя всего на 12 часов, но тем не менее, это мощно. Да, ну, про Лондон это в других круизах, мы разорвали по Средиземному морю, да, то есть по Лондону это круиз по Северной Европе. Да там холодно, да что там делать, господи, нечего там делать. Круиз с продолжительностью недели, как говорили на лайнере пятизвездочном, лайнер Коста Смиральда, это новейший лайнер, он построен в 19-м году. Коста Крузес, круизная компания, которая нам предоставила возможность разыгрывать этот маршрут, она очень гордится этим кораблем. Это сейчас ее самый лучший, самый инновационный лайнер, на борту все будет посвящено Италии. Те, кто плавали на Косте, не знают, что каждый лайнер тематический, каждая палуба будет называться в честь какого-то итальянского города шедевра. Все материалы, мебель, предметы декора разработаны группой итальянских дизайнеров. Мне надо, мне надо, я снова хочу в Италию. Там будет и бич-клаб только для взрослых, чтобы не мешал детский шум, он находится под стеклянной крышей. Там будут еще две водные горки, стена для скалолазания, спортивная площадка. На палубе также есть гигантская светодиодная стена для фильмов, на корабле есть специализированные клубные лаунжи для подростков, детей и даже для самых малышей. Огромное здоровительное... Светлана, можно сказать так, чего нет, потому что все остальное есть. Стойте, я все понимаю, все, что вы перечисляли, достаточно прикольно. Стена для скалолазания, зачем? Ну потому что если тебе вдруг, понимаешь, вот уже все приелось... Уже на стену лезешь от тоски. Да, понимаешь, от тоски, от развлечений, тихие радости. Да, может быть, посмотреть вот этот морской...